Отменили статью за продажничество! Отменили! Нет уже ее! Подумаешь, партнер! Потерял! Потерял его, ты понял? Потерял! Слышишь, начальник? Как человека, прошу, отпусти! Вот сволочь! Пусти на волю! Пусти, тебе говорят! Начальник! Отпусти! Заткнись! Начинаем передачу «Легенда российского спорта». Сначала посмотрите кадры, снятые 17 лет назад. Обратите внимание вот на этого молодого человека. Не правда ли? Извините, я надеюсь, что... ...вамечательный паренек, каких тысячи можно встретить на московском поле. А между тем, это восьмикратный чемпион мира подзюдом. Двукратный олимпийский чемпион. Пятикратный победитель первенства воздушно-десантных войск страны по рукопашному бою. Почетный доктор Токийской академии восточных единоборств. Почетный участник и победитель закрытого специального чемпионата-телохранитель для бойцов-профессионалов Соединенных Штатов Америки. Кавалер ордена «Желтый дракон» Всемирной ассоциации «Карате-До». Заслуженный мастер спорта СССР. Вот что это за паренек. Его зовут Виктор Селезнев. И наша сегодняшняя передача посвящается ему. Товарищ майор, за время мы... Это что такое? Без паспорта задержаны. Для проверки документов и выяснения личности. В розыске после отсидки кто-нибудь есть? Нет, не проходит. Ну так и гони их в шею. Какие у них могут быть личности? Бомжи и бомжи. Есть. А это кто такой? Селезнев что ли? Вот это да. Давайте, давайте, побыстрее. Вещи не забудьте. Давайте, давайте, побыстрее. Озвобождаем камеру. К сожалению, у нас нет возможности услышать самого Виктора. Потому что на самом пике своей спортивной карьеры Виктор Селезнев куда-то исчез. И вот уже 15 лет о нем никто ничего не слышал. Вот некоторые этапы спортивной карьеры Виктора. На этих кадрах вы видите награждение нашего прославленного спортсмена с золотой олимпийской медалью. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, Зареченск так Зареченск Из области пришла ориентировка, вроде здесь он Не пройдет он мимо нашего Зареченска, чувствую Вот так Так, 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 значит и до нас дошла очередь Ну-ну Какая очередь? В каждой профессии, в каждом деле существуют свои легенды Знаешь, призраки, миражи, тайны У летчиков неопознанные летающие объекты У моряков летучий голландец Ну вот смотри, смотри, значит, информация из министерства, так сказать Для справки Примерно раз в год что-то подобное появляется Я для интереса накопил Вот в городе Воронеже Так, на городском вокзале местная милиция проверяла документы Иначе говоря, устроили облаву на бомжей В общем, ночью будили кулаками, дубинками Били, короче говоря Там, между прочим, восемь человек было, профессионалы Все ОМОНовцы, трое в спецназе служили И что? Госпитализированы переломы, вывихи, сотретения Один человек, мужичок средних лет Особых примет нет Исчез Хороший арбузик Хороший арбузик Ну хорошо, давай поменяем Таштенский арбузик, самый сок выбирай Вот этот, да Сейчас вот этот тебе мы и берем Вот хороший арбузик, смотри Желтенький бочок Вот, 4,700, 4 килограмма 4 килограмма, кушай на здоровье Бери Вот берем Где я сейчас? Пафф deplis Павла Килемонова Пафф Павла Килемонова Последний бестселлер Внуки подземелья Мужчина, поинтересуйтесь Павел Килемонова Внуки, идите Внуки Павел Килемонова Уже внуки Подходите, главное Павла Килемонова Последний бестселлер, внуки подземелья. И вот постепенно, постепенно, начали такие случаи по России накапливаться. Кто на инвалидную артель в городе Омске рэкет наехал, да, не обложили. А этот наш герой там не то дворником, не то кочегаром работал, без документов. Значит, наехал рэкет, трое. Он двоих вырубил, а одному дал убежать. Тот вернулся с подмогой. Еще семеро. Ну и тут уже это. Да, чудеса. Так если он жил при этой артели, может быть и спросить у них, может они что-то про него знают? Да знают, знают. Витя, вежливый, все. Слушайте, ну прям какой-то Робин Гуд у нас появился. Робин Гуд-то он относительный. Сопротивление работникам милиции неоднократно. Тяжкие телесные повреждения, увечья. Ну так за дело? За дело или не за дело, это не ему решать. Если у нас такие витя начнут порядок устанавливать, государству конец. Беззаконие это, беспредел. Вот поймать бы, а. Сразу бы в Москву взяли. Большой интерес к этому типу. Начальство чудес не любит. Ну, когда там воры, бандиты, ну это свое родное, это как бы так и надо вроде, да? Но вот когда без разрешения чудеса начинаются, сам понимаю, что такое не очень пощается. Одна надежда, что он мимо пройдет, дай-то бог. Ну, а ты уж извини. Может, кого другого поймаешь, а? Так, дорогие друзья, первый российский кинофестиваль «Цветущий май» подходит к концу. Конечно, «Цветущий май» в конце ноября это несколько странно, но я еще раз напомню. Наш фестиваль планировалось провести в мае, однако средства вовремя не поступили. Россия. А название нам всем очень понравилось. В общем, всюду осень, а у нас «Цветущий май». Оркестр. Оркестр. Иди! Давай, давай, хороший арбуз. Руки задерживай. Устали руки держать. Давай, давай, давай. Давайте дешевле давай. Сколько можно дешевле? И так дешевле. Трое суток все ходим. Ташпанский арбуз. Хороший арбуз. Давай, бери. Покупай арбуз. Ну, хороший арбуз. Куда дешевле можно? Ты на центральный рынок сходи. Вчера на рынке дешевле. Резать ничего не буду. Посмотри, постучу. Посмотри, как по арбузу. Вы берете, вы берете арбузик. Хороший арбуз, Дашкенский. Сладкий. Сладкий. Давай, подержи. Подержи. Хороший арбуз. Вот послушай. Ох, арбуз! Ох! Класс арбузы, мальчики. Мы повторим. Повторим. Не пытайся. Да, ты больешь, как хорошо? Да, ты что? Что-то бери. Ох, арбузик. Хороший арбуз. Ну-ка. От фирмы. Хороший, хороший. От фирмы. От фирмы. Презентация кандидов. Бесплатно. Поехали. Тебе как, Ветенкову, да? Только, знаешь, мы посторонних не берем. Ну, тебе дали подработать. Да. Чужому пришлому. Понимаешь сам? Поделиться. Если еще хочешь подработать. Да, поделиться надо. Да. То не делиться, то и всего решиться может. Причем разговор. Ага. Мужики. Ага. Молодец. 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 Давай. Нет. Я все, мужики. Что ты обиделся еще? Что ты, ну, ну, номинки-то отстегни. Так, а а что? Нет, я не обиделся. Я, мужики, это вообще не очень. Что ты подсчитаешь? А ты же выпил только что. Ну, вообще вот так вот просто и не употребляешь. Ну, нет. Ну, почему? В стаканчик там или бутылочку раздавить с хорошими людьми. Чего нет? Иначе говоря, вот так нормальные люди. Хочешь, пьешь, а хочешь, пьешь. А ну, стой! Что там, мужики, круто влюбились? Чего есть? Разр ограничены. Ребята! Мы должны делать это, нахуй. Это же дети! Что вы делаете? Да! Какого вы делаете? Барбузик захотели? Позрите давай! Ищите, пожалуйста! Какой же ты ты? Да! Какой же ты? Который, какой грибай! Да, ест! Путорый, ест! Милый, ты чего это? Мужики. Пошли. Мужики, смотри. Ты чего? Ну, смотри. Ну, ка разойди, дай пройди. Мужики, пощадите. Товарищи, убивают. Мужики, ну что? Ну, простите, больше не могут. Нет, ты смерть не захотел. Мужики, пощадите, да что? Тихо, 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 мужики. Ну, что ж на делах? Ну, что ты? Ну, убивают, смотрите, бьет. Я не могу, где была милиция. Не сделала, гражданин. А ну, прикрой. Милиция, милиция, где была милиция? Детей. Это как? Непростой, ребят, этот Витя. Я ему говорю, отстегни, отстегни, да, он отстегнул. Эй, дядя, это я, не бойся. Здорово. Слушай, спасибо тебе, выручил. Если бы не ты, так прибили бы, наверное. Спасибо. Кто-нибудь совсем привьют, если воровать не перестанешь. Отцу бы твоему сказать, что все будут у тебя хорошенько. Не получится. Нет у меня отца и матери, нет. Дедомовские мы. А воровать? Они же сволота, перекупщики. Сами эти арбузы за бесценок скупили. Считай, отняли у хозяев. У них же спереть, сам Бог велел. Слушай, а как тебя зовут? Виктор Николаевич. А у меня Вова. Капитонов Владимир Иванович. Слушай, дядя Вить, а где ты так драться научился? Это ж, надо же, ну, сколько их было-то человек десять, не меньше, а ты раз, два. Ты боксер, что ли? Да нет, я так. В шахматы, в шашке. Да ладно, видел я твои шашки. Ну, не хочешь, не говори. А ты где вообще живешь? Здесь, в Зареченске. А где? Да, не где. Владимир Иванович, вы его научили меня? Делать можно смысл. Это я в вашем городочке недавно. Я график не знаю. А пошли к нам. Куда к вам? В зидом. У нас поживешь. А можно? У нас директор, нормальный мужик. Я договорюсь. У нас хорошо. А красиво-то как. Вон он, видишь. Этот детдом? Ну. Однако. До революции монастырь был. А потом большевики пришли, всех монахов поубивали и без перезорников стали свозить туда. Так в детдоме остался. Ну, пошли. Эй, Владимир Иванович, это что с тобой? Куда тебя ударили-то, а? Слышишь, парень? Эй. Сейчас. Да что случилось? Ну, говори. Порядок. Порядок. Голова заканчивается. Доктор говорит, повышенное мозговое давление. Я от физкультуры освобожден. А тут вот, видишь, бежали мы. И вообще. Ну, все. Пошли. Нормально все. Ибо, в городах, Нормально все. А там, все. Ибо, в городах, Ибо, в городах, Ибо, в городах, Всюду деньги, а без денег жизнь, в том числе и жизнь нашего кино, действительно плохая и не годится никуда. Увы, государство не в состоянии обеспечить нормальное существование отечественного кинематографа. Однако, есть в нашей стране люди, которым не безразлична судьба российского кино. Люди, которые могут оказать реальную помощь нашему любимому искусству. Генеральный спонсор фестиваля, президент инвестиционной фирмы «Росинвест» Галина Коновалова. Генеральный спонсор фестиваля, президент инвестиционной фирмы «Росинвест» Галина Коновалова. Генеральный спонсор фестиваля, президент инвестиционной фирмы «Росинвест» Галина Коновалова. Федоров служит. Ага. Ну, что там у тебя на рынке-то? Ну, доложили, конечно. Драко. Ты что, не совсем ручный? Да? Ага. Ну, ты выясняешь, Белару, что нет. А денег у меня нет. Денег нет. Должы были прислать, а не прислали. А денег нет. Вот. Конечно. Ну, конечно, конечно. Как же ты в нашем Чикаго без вертолётов? У тебя сколько машин? Две. Две. А сколько ты хочешь? Четырнадцать. А может, и уж авианосец подогнать? Ну, а я мэр, а не господь бог. Всё. Ну, будь здоров. А мне не доел. Всё, Петрович. А вот. Ну, войди в положение. Это же детский дом. Понимаешь? Детский. Я не говорю весь ремонт. Ну, хоть крышу. Мало того, что дети болеют. Да ещё здание уникальное. Архитектурный памятник. Мэр-то или кто? Эй, слово идиотское придумали. Мэр. Это у них там, а у нас смех. Мэр. Мэр. Никого не пускать и ни с кем не соединять. Ни с кем. Вы же утром уже совещались с директором бани. Не твоё дело. Давай, ступай. Иди. Какой вы грубый, Семён Петрович. Всё так и знал. Ещё и достаточно много даёт. Ну, на дворе, как на дворе. Доброе. Близко допустила, а? Ничего. Ньоу! Ваше здоровье, мадам. Галина Васильевна, Галина Васильевна, телефону срочно. А теперь вспомним, дорогие друзья. Галина Васильевна, Смит, Смит звонит скорее. Вроде договор подписан, американцы деньги дают. Смит по-русски так хорошо говорить стал. Удивительно, но я всё понял. Труп-то я снял, а он меня с Семёном перепутал. Поздравляю, кричит в щёки. А потом Семён подключился. Весёлый стал такой. Всё нормально. Всё отлично, Галина Васильевна. Всё отлично. Кстати, вы можете дополнительно информировать бюджетную комиссию конгресса, что фильм, продюсером которого была компания Росинвест, стал абсолютным лидером на крупнейшем кинофестивале в России. Да. Что ещё раз говорит о понимании госпожи Коноваловой всех современных процессов и направлениях развития культуры в нашей стране. Вот она, кстати, берёт трубочку. Добрый день, мистер Смит. Ага. Да-да. Угу. Я не сомневалась в успехе. Если за дело берётся такой человек, как вы. Да. Через сутки мы даём конкретный адрес. Через три дня можете присылать съёмочную группу. Я ручаюсь. Я лично ручаюсь, мистер Смит. Да. Сегодня немедленно получите факс, что компания Росинвест отвечает всей своей недвижимостью в Москве. Это в центре Москвы недвижимость. Да. Правильно, правильно. Правильно. Да. Лучше бы проект сорвался, и вы бы получили эту недвижимость. Я ценю ваше остроумие, мистер Смит. Но проект не сорвётся. Нет. 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 Я уверена. Да. Успехов. Вот так. Милая Васильевна, я всё понимаю, конечно, но... Так, голубчик, отправь-ка факс сейчас. Всё, о чём я говорила. Всё, о чём я говорила, что компания Росинвест ручается и так далее. Так. Так. Отступать некуда. Позади Москва. Ну, сдумай. Думайте, думайте, думайте. Что делать будем? Галина Васильевна, это вот типичная русская манера. Сначала договориться, всё условиться, определить сроки до секунды, а потом начинать думать, как этот договор сделать. Зачем вы согласились? О, нам плывут миллионы долларов из американского бюджета. Отказываться, да? А что нам с ними делать? Думай, кто тут еврейская голова? Даже две. Галина Васильевна, хорошо. Что ж? Я-то уверена, я уверена, что нам нужен город. Маленький русский городок. Галина Васильевна, ваш выход, быстро на сцену! Бегу! Быстро! Быстро! Сыгами, быстро! 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 Маленький русский городок. Ну, найдём. Ну, найдём. Приз за лучший сценарий получает драматург Геннадий Репчинский. Фильм «Право на счастье!» Потом, вот, кооператив закупочный торговый открыла. Не-не-не-не-не-не помню я. Слушай, Михаил Борисович, давай возьмём твой детдом, выведём на перрон и поставим на колени. И зачем? А они же всё равно мимо нас поезжать будут, в том числе и Коновалова. В поезде стоит две минуты. Две. Этого достаточно, чтобы выписать чек хоть на миллион долларов. Давай! Представляю себе нашу огромную и объятную Россию. И несётся по ней поезд. А в нём эта Коновалова. Со своей свитой, с охраной, с киношниками. А на каждой станции стоят простые люди. С протянутой рукой. Потому что бедность замучила. А она мимо едет. И ничего не видит, это меня ардерша. Блин, и... Стоит народ. С протянутой рукой. Вместо того, чтобы работать. Да. Она мимо мчится и правильно делает. Правильно. А народ стоит, чтобы им подали. Не страна, а зал ожидания. А где у нас работает-то, Семён? Была у нас хорошая фабрика. Резинки делала для трусов. Для всей страны. Закрыли. Где работа-то, Семён? Ну, сам подумай. Товарищи дорогие. Сегодня вечером наша компания «Росинвест» приглашает вас всех на банкет. Праздник продолжается. Вот они где миллионы-то. Приехала бы она к нам в детский дом. Да посмотрела, как дети живут. Чем питаются. Для них каждое яблоко праведник. Она будет проезжать мимо нас. Так я не с протянутой рукой, а с булыжником на перрон выйду. Да бросьте, Свет. Ну, чего ставим? Тебе всё равно приз не дадут. Подожди, Костя. Ну, подожди. А сейчас одна из самых интересных, самых ожидаемых наград. Лучшая женская роль года. Пять замечательных актрис претестуют на этот приз. Костя! Ну, чего ты стесняешься? Уважаемое жюри было в большом затруднении, потому что все роли прекрасные. Каждый из претенденток ярчайшая звезда российского кинематографа. Чёрт! Но, к сожалению, к сожалению, приз только один. Сам-то тоже стесняешься. Это другое дело. именно потому, что все претендентки великолепны. Кому же он достанется? Итак, вспомним эти замечательные роли. Закаляйся, если хочешь быть здоров. Протеиновый коктейль ускоряет рост мышечной массы в одну и две десятых раза. Мила, купил эти в панировочных, сухарях, куриные котлеты. Женя ведь никогда обеда не приготовит. Кукум, только суп не пролей. А я никак не представляю, я не знаю. Ну-ка, ну-ка. Я тебя так уговариваю. Оп. Так просил. Ну, что теперь говорить? Ес! Все, Светка, карьера обеспечена. Один сантиметр за два месяца. Ну как? Слышь, Свет! Так почему же ты не согласилась? Свет! Потому что я глупая была. Да ну, говори с тобой. Кто же у нас лучшая актриса? Лучшая актриса года, исполнительница главной роли в фильме «Иду к тебе», режиссера Марии Семеновой Лариса Корецкая. Дорогие друзья, Ларису только что поздравил президент крупнейшего в стране частного банка Атур Александр Зимин. Впрочем, дружба. Я подчеркиваю, дружба Ларисы и Александра ни для кого уже не тайна. Чего? Завидно? Тоже хочется? Ну так давай. Учись, добивайся. Поезжай в Москву. Поступай в театральный институт. А вдруг и ты нечаянно поступишь тоже. Счастливая ты, Лариса. А ты знаешь, ведь они через два дня всеми нас проедут. Ага. Фестиваль закончится, и они на творческие встречи поют со зрителями. Какие крупные города на пути в Москву есть, там и стоянки будут. Эхо-фестиваль называется. Мы что ли тоже крупный город? Поезд-то на Москву через нас идет? Стоянка две минуты. Надо будет подойти к поезду. А вдруг увижу кого-нибудь. Я в Москву поеду. К Старкову. Попробую в его клуб вступить. К профессионалы. И тебя с собой возьму. А вообще-то мне массажистка нужна. Вот пошла бы ты на курсы, а? Приз Ларисе Корецкой вручает признанный эталон мужской красоты и силы Чемпион России по бодибилдингу Алексей Старков. Ух ты! КОНЕЦ А ну-ка, Светка, давай! Костя, не надо! Костя! Костя! Наташа! Привет, мама! Здравствуйте! Познакомься, а это Света. А ничего она, ничего. А мне бабка Никитишна позвонила в магазин. Говорит, к твоему Косте подружка пришла. Дай, думаю, отпрошусь на полчасика. Да посмотрю, что это за подружка такая! Ой, ничего да, ничего. Стройненькая, ладненькая. Ой, живота нет пока. Какого живота? Какого? Такого. У этих тварей детдомовских одна метода забеременеть по-быстрому. Вот тогда тебе, дураку, не отвертеться наивными. Она же знает, зараза, с кем дело имеет с порядочными людьми. Мы же, гадина, ее на улицу с ребеночком не выкинем. А чей ребеночек-то? Чей? Вопрос, да? А ему жениться придется. На худой конец алименты платит, да? Она же весь свой детский дом приведет свидетелей, что ты жил с ней, сыночек. Вот тогда и занимаешься своим культуризмом, что ты, моей душе угодно! Пеленочки постираешь, возле ребеночка ночку не поспишь, на работе повкалываешь, чтобы семью свою обеспечить. Вот тогда и занимайся своим культуризмом! А я на тебя посмотрю! Свет! Светка! А ладно, все равно на тренировку скоро. Меришь, мама, не знаешь, что! Какой тут ребенок? Почему жениться обязательно? Вон все со всеми живут, никто ни на ком не женится! Деддомовская она! Пойми, женок, дурак ты! Деддомовская! Деддомовская она! А ты подумай, у каких родителей в наше время дети в детдоме оказываются? Не война, слава Богу! Или уголовники, или алкоголики, или то и другое! А яблок от яблок недалеко! И ты вот такую, вот такую в дом приводишь! Ай, ладно, мама! Ты вот лучше скажи, ты творог принесла? Принесла! Обезжиренный! Творог обезжиренный! Я тебя без отца растила, мучилась! Растила, мама, я и вырос! Творог обезжиренный! Обезжиренный! Да не переживайте! Во-первых, мне в армию весной, а Светка знает, до армии никаких свадеб! А если в Москву поеду, из торгов меня к себе возьмем, тогда вообще другая жизнь начнется! Ну ладно, все! Мне на тренировку! Пока! Да, кстати, четыре яйца мне отвори, а белок отдельно сделай. Поняла? Ну все, пока! Михаил Борисович, я же вам говорю, ну если б не он, ну у кого угодно спросите. Ну что меня спрашиваете? Я и так охотно верю, что вы на рынке арбузы воровали. Верю. Арбузы, как и арбузы! Михаил Борисович! Михаил Борисович! Иду, 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 иду! Я же говорил, у меня репетиция. При чем тут арбузы, Михаил Борисович? Ну он же нас спас, как и арбузы! Я все понял. Все это хорошо. Одно нехорошо. Документов у него нет. Ты их, наверное, потерял. Ты что, после отсидки? Нет. Не сидел я. Ну тогда почему же нет документов? А зачем они мне? Как меня зовут, я и так скажу. Когда родился, тоже. Прописки у меня не имеются. Детей нет. В армии. По возрасту служить не положено. Зачем они мне? Он хороший человек, он же нас спас, Михаил Борисович. А что документов нет, так не важно. Наплюйте. Выйди. Возьми, Михаил Борисович. Выйди. Что у меня документы, Михаил Борисович? Вова! Иди, иди, иди. Я тебе, друг, вот что скажу. Наш детский дом это явление уникальное. Мы здесь все одна семья. Много сил на это положили и я, и мои товарищи, чтобы дети не воспитанниками себя чувствовали, а детьми. Вот тот же Вова Капитонов. он за эти арбузы еще свое получит. Но я тебе точно скажу. Они не для себя воровали, а для наших маленьких. Да. То, что ты за Вову заступился, это плюс. и очень большой. Иначе я с тобой и разговаривать не стал. А делать, что умеешь. На все. Да. Ну... Ну-ка, хватит ерунду молоть. Скорылся, исчез. Точные приметы и не врать. Вы у людей спросите, там весь базар видел. Вы можете что-нибудь про этого одного еще сообщить, а? Сто раз говорю, худой. Витя звать. Витя звать. Худой. Ага. Худой. Вот такой. Ладно, идите. Пошли, пошли. Пошли. Спасибо. Спасибо. Я говорю, худой. И, Латвитя. Всего доброго. До свидания. До свидания. Извините, пожалуйста. До свидания. Смотри. Смотри. Арбузники то же самое показывают. Разрешите идти? Вишь? Пожарился. А может быть это и есть мой шанс? Именно мой. Это, конечно, шанс. Поймаешь этого Витю и прославишься. На весь город. Да нет. На всю страну. Вот именно поймаю. А разве плохо, если я добьюсь чего хочу? О, ну так объясни мне, чего ты добиваешься? Чего тебе надо в конце концов? А я, может быть, и помогу. Меня в детстве собака во дворе покусала. Здоровенный Ротвеллер. Как жив остался, сам удивляюсь. Мать услышала, что я ору, выбежала, тоже начала кричать. Мужики мимо проходили, вмешались и спасли. Вот шрам остался. Ну и что? Да то, что хозяина этой собаки все просили, чтобы он не выпускал ее без намордника на улицу. И мать потом тоже к нему приходила. А он сказал ей, в общем, посланную подальше. Ну, соседи вызвали милицию. Пришел наш любимый Гусев. Составил протокол, оштрафовал, все как полагается. Только пес этот в этот же день опять бегал. А все от него в рассыпную. Вот тогда-то я и подумал. А снять бы трубочку и позвонить. И чтоб через пять минут приехали. И собаку эту из автомата. А хозяина мордой об асфальт. Да не один раз. А до тех пор, пока я не скажу, хватит. И чтоб это всегда так было. Если я сказал или позвонил, чтоб приехали. И кого мне надо, мордой об асфальт. Или из автомата. понятна. Да это я так, маленький был. Если честно, и по миру поездить-то хочется. И домик заиметь. Комната в тридцать. Чтоб девочки там всяко лучше наших-то зареченских. сердце получает исполнитель главной мужской роли в фильме «Иду к тебе» режиссера Марии Семеновой Владимир Каретников. Спасибо. 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 Вон, посмотрите на него. Ведь моих лет, парень. товарищ полковник. А его вон по телевизору. Призы, девицы, то-се. Приз вручает чемпионка России по фитнесу и шейпингу Наталья Старкова. Конечно же, такую очаровательную женщину мужчины просто обязаны носить на руках. И, видимо, для мужа Натальи чемпиона России по культуризму Алексея Старкова, который вынес ее на сцену «Это дело привычное и совсем не обременительное. Да, достойная пара, достойная друг друга и нашего восхищения». Итак, уважаемые зрители, приз достался вашему любимцу Владимиру Каретникову. Ну, почему все кому-то? Почему? А не мне. Я что, хуже других? А? Ну, что, я не так? Хотел после юридического в Москве остаться адвокатом. только чтобы в Москве фирму устроиться. Вы же сами знаете, связи нужны и деньги. У меня ни того, ни другого нет. Поэтому и пришлось вернуться в родной Зареченск. А какие здесь фирмы? Вот и остается одно. Этого легендарного Витю поймать. Разрешите идти? Вези. Вези. Наша служба и опасна, и трудна. Что же мне с тобой делать? Все на репетицию. Капитонов, на репетицию быстро. Все, все, все. Свет, что с тобой? Капитонов, это лично. Одень костюм, думай о роли. Все, все, иди. Вы куда? Мы сейчас. А где Михаил Борисович? Репетиция? Как у себя? Да что же это такое? Михаил Борисович! О, Татьяна, Теретьевна. Слушай, друг, вот если луку сыграешь, я тебя беру. Какого луку? Луку из пьесы Горького над ним. Михаил Борисович, мне некогда. Михаил Борисович? Я тексты не знаю. Вот, познакомьтесь. Наш новый сотрудник, Виктор Николаевич, он согласен. Берите его и вводите. Хорошо. И все, пусть играет. Да, хорошо. Но в таком случае я ни за что не отвечаю. О, ради Бога. Не отвечайте ни за что. Это пьеса классическая. Роль классическая. У нас все этим занимаются. Понимаешь? Мужчин мало. Приходится. Понимаешь? Но только это ну дети. Да нет, на это я все понял. Давай. Пошли. Лучший фильм в нашем фестивале картина «Иду к тебе» режиссер Мария Семенова. И первой Марину Семенову поздравила ее постоянная соратница, ее второй режиссер и ближайшая подруга Людмила Коновейкина. Да, Татьяна. Через два дня эта кинопублика будет здесь. Поезд стоит две минуты. Тем не менее дети есть дети. Полезут за автографами. Весь поезд разнесут. Мы обе заслужили сегодняшнюю победу, сегодняшний триумф. п comptом «Еиль spoon» абхатесесесе лето «Еиль CP» «Еиль какой ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Месяц ты мой ясный. И мне без тебя тоже вовсе жить невозможно, потому как люблю я тебя безумно. И буду любить вечно, пока сердце бьется во груди моей. Но, говорю, не лишай себя молодой твоей жизни, как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты вся их радость. Брось меня, пусть лучше я пропаду. От тоски по тебе жизнь моя. Я одна. Я одна. Я твоя ковская. Пускай уж я погибаю. Все равно, я никуда не гожусь. Нет мне ничего. Нет ничего. Молодец, Света. Хорошо. Эту сцену мы закончили. Так, клещ у нас болен, Сатин дежурит. Так, можешь отдыхать? Теперь репетируем выход Луки. На место, на место, на место. Так, пошла тихая песня. Виктор Николаевич, вы старый человек, вы очень старый человек. Выходите, Наташа. Ты поддерживай его. Доброго здоровья, народ честной. Машка, надо тебе замуж выдать. Я не спросила, ты замужем-то была? Да была. Была и что? Разошлись. Давно? Пятнадцать лет назад. Иди ты. Да. Ну, не хочешь, не рассказывай. Я так. А у меня знаешь, что, муж? Кто? Слесарь в сантехнику. Да, ну? Ага, водопроводчик. Двадцать четыре года живем. Через год серебряная свадьба. Как ни старалась его приспособить к своим делам, ни в какую. Ты своим делом занимайся, я своим. Отстань. Я отстала. А дома у нас, представляешь, все на общие деньги куплено. В смысле, чтобы я больше его в дом не приносила. Гордый. Мебель старая. Телекламповый. Ну, дочку я отправила учиться в Америку. Снабдила всем. Дом купила в Нью-Джерси. Машину, то-се. Мой порыпался, повозникал, но не сильно. А сами в двухкомнатной квартире существуем. Ты, понимаешь, период застоя получил от треста районного. Ну, зато хорошо живем. У него свои дела, у меня свои. Вечером сядем, у телека чайку выпьем, разговариваем. Интересно. Хорошо живем. А зачем же тогда тебе это все? Что все? Ну, фирмы, дела. Интересно. А ты зачем свои фильмы снимаешь? Ради единицы? Нет. Нет. Так, братцы, танцы Кисловская. Сейчас. Ну, что ж ты, давай, иди. Покажись публике. Ведь это же для тебя главное шоу, Галя. Истерики. Какой уж тут ребенок. Зачем он тебе? А теперь еще новое кино. Ну, собственно говоря, дело твое. Я же не вправе. Не мучай хоть ты меня. Старец, 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 Ст Кто здесь не спит? Не спите! Ай-яй-яй! Не спите, да? Не спите! Уже спим! Уже спим! Все-все-все! Мы уже спим! Спим! Честно? Да! Покажи язык! Голова болит? Болит! Ямочка, завтра весь день лежи! Дежурный! Я, Михаил Борисович! Завтра с утра сбегаешь в медпункт, переведешь тетю Машу, она посмотрит и если надо вызовет Раису Семеновну. Не надо Раису Семеновну! Она сразу клизму ставит! Не надо! Свихнулась на своих клизмах! Точно! Мне в прошлом году у старинка в глаз попало, так она сразу же клизму велела сделать! Ну, ребята, организм надо очищать! Только я не знаю, при чем здесь! А я ей говорю, мне ж старинка в глаз попала, а не в жир! Тихо! Тихо! Ну, спать! 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 А то придут к вам интересные сны, а вы и не спите! Петя, а ты зачем это повесил? Ты знаешь, кто это? Да, это моя мама! Я ее сам нашел! Она скоро за мной приедет! А можно она будет здесь с нами жить? Да-да! Конечно! А песню? Какую песню? Про отряд! Шел отряд по берегу, шел издалека. Шел под красным знаменем командир полка. Голова обвязана, кровь на рукаве. След кровавый стелится по сырой траве. Э-э-э-э, по сырой траве. Так, братцы, давайте все поговорим с самого начала. Берем обычный русский город. Маленький русский городок. Утопающий в грязи, в бедности. Да? И превращаем в туристический центр. С магазинами, с новыми домами. Ремонтируем дороги, кафе, рестораны, банки. Где есть промышленность, развиваем. Где нет, чего-нибудь придумываем. Люди получают работу. В результате. И все меняется так город за городом. Город за городом. Галина Васильевна, простите, но вы хуже Ленина. Тот был кремлевский мечтатель. Но куда ему до вас? Какой туризм? Кто поедет в нашу дорогую любимую страну? Никто. Дураков нет. Вот именно. Пока наша любимая и дорогая страна в таком виде, никто не поедет. Так может вид-то этот менять пора? Начать с малого. А там? Хорошо. Однако истина конкретна. Какой именно город вы хотите осчастливить своим действием? Ведь, Галина Васильевна, если мы собираемся превратить тот или иной город в туристический центр, мы должны объяснить, в этом городе нет ни дорог, ни ресторанов, ни отелей, но там есть что-то, что привлечет туристов со всего мира. И если там появятся и дороги, и рестораны, и отели, то турист приедет и будет жить в этих отелях, чтобы посмотреть на что. Простите. Верно. Что верно? Вот это вы, господа, и будьте любезны придумать. Позвольте, Галина Васильевна, как же это можно придумать? Не знаю. Кто тут евреи? Вы или я? Вы. Кино, спорт – не для нас все это мелко-мелко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У тебя какое купе? Лизья. Подождите, это же ваша супруга. Очень приятно, я вас проводил и передаю по офисе. Исполнил долг, завещанный от Бога мне грешному, и отправляюсь по трубам. Спасибо, девушка. Туда так туда. Старику, где тепло, там и родина. Виктор Николаевич, это очень важная реплика. Она разоблачает данный персонаж. Срывает с него маску. Показывает все его лицемерие, приспособленчество. Ну, почему? Старику, где тепло, там и родина. Это он так грустно, печально говорит. Ему приткнуться негде в этом. Грусть такая, тоска в голосе. Виктор Николаевич, пожалуйста, не спорьте с режиссером. Сделайте так, как я прошу. Пожалуйста, можно разоблачить. Старику, где тепло, там и родина. По сути, правильно. Ну вот, милиция уже идет к нам, милиция идет. Заходите, товарищ лейтенант. Вова, иди сюда. Вот, товарищ лейтенант, этот самый Вова. Здрасте. Значит, ты есть Вова из детского дома? Я есть. Ну, мне про тебя рассказывали наши ларючники. Ты там личность известная. Ну, подрабатываю, товарищ лейтенант. Конечно. Поднести, разгрузить, погрузить. Ну, пару арбузов свистнуть. Да как? Кто? Да ладно, ладно, ладно. Ничего страшного. У таких арбуз украсть – святое дело. Хоть и незаконно, ты мне лучше вот что скажи. Как тебя били, помнишь? Конечно, помню. А человек, который тебя спас, помнишь его? Тоже помню. А куда он потом делся, не видел? Не видел? Видел. И что ж ты видел? Значит, когда мы с ним с базара вместе побежали, мы сприветались с ним за сараем. А потом он мне и говорил, надо бы, говорит, смыться. Говорит, где у вас тут шоссе на Москву? А я ему говорю, окей, довел его до шоссе. Значит, там он остановил грузовик, сел в него и уехал. Вот так было. А откуда он взялся, не говорил он тебе? Говорил. Ходит, бродит. Так, без определенного места жительства это называется, да? Да. А зовут его как? Не сказал. Не сказал. Не сказал. Нет, конечно. А это кто? Где? Вот. А, это учительница литературы Ирина Семеновна. Луку играет в гриме. Не узнали? Нет, не узнали. Ну вот, видите, мужчина-то у нас стесняется. Слушай, может быть, сыграешь Луку? Пьеса классическая, роль классическая. Ну что, вы про этого мужика ничего не знаете, да? Ну ладно, что ж, до свидания. До свидания всем. Михаил Борисович. Да. Ну как же так, а? Ваши воспитанники болтаются пары. Ну поймите, это дети, они подрабатывают. Я им тысячу раз говорил. Ирина Семеновна! А это есть тот самый герой? А я Ирина Семеновна. Настоящая. А вдруг я и сам Гири бандит. Действительно из тюрьмы сбежал. И на глазах у всего рынка стали за Вову заступаться. Виктор Николаевич, вы защитили ребенка, рискуя своей жизнью. Можете о себе больше ничего не говорить. Давай-ка по городу не болтайся. Ты старшину-то все-таки пришиб. И правильно сделал. Да. Так все, продолжаем репетицию. Мы же решили, что в нашем городе должно быть что-то, что будет приманкой для будущих туристов. Хотя бы для вида. А это значит либо природа, а значит море, либо памятники русской старины. Это Владимир, Суздаль и так далее и тому подобное. Другого нет и быть не может. Я тебе еще раз повторяю, что там уже давно все схвачено и поделено. Конечно, с таким проектом нас везде примут. С такими деньгами, да. Но мы тут будем ни при чем. На птичьих правах, да. А хозяевами будут чужие дяди и тети. Конечно, американцы вложатся и в Суздаль, и в Владимир, и в Соловки, да. А Росинвест здесь будет ни при чем. Ой, я не могу. Если известное, историческое место использовать нельзя, потому что оно схвачено. А схвачено оно, потому что известно. Ну? Значит, надо взять неизвестное место и доказать, что оно историческое. Вот и все. Иначе говоря, годится любой городок, где есть развалины, руины, или церквуха. А это есть везде. Да. Нанять историков, журналистов. А они нам это дело превратят в, я не знаю, вместо тайных свиданий царя Ивана Грозного и царицы Клеопатры. Из неизвестного сделать известное. Илюша, соображаешь? Увиденный. Женя! Женя, звони на центральное телевидение. Так, сегодня десятое? Да. На четырнадцатое. Пусть забьют эфирное время. Минут на сорок, не меньше. А съемочная бригада пусть готовится. Понял. Так. А вы ищите, господа. Страна большая. От Москвы до самых до окраин. Ищите, ищите. Ищите город, чтобы была железная дорога, река и автострада на Москву. От Москвы до самых до окраин. От южных гор до северных морей. Человек проходит как хозяин. Если он, конечно, не еврей. Ищите, ищите. Масло берем. Спасибо. Витя, а ты что? Поваром работал. И поваром. И поваром работал. Хлеб, масло. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, поругались, да? Угу. Да плюнь ты на своего Костю. У тебя же талант. Тебе в Москву надо ехать. В театральный поступать. Подожди. Ой, Вова, ну такое только в сказках бывает. Вот завтра мимо нас поезд проедет с киношниками. Одним бы глазком на Ларису Карецкую посмотреть. И то счастье. Ты говоришь. Вот. Познакомиться бы с этими. И с поездом. Там ведь и режиссерша это едет. Как ее. Семенову Мария Сергеевна. Вот видела бы она тебя. Да и сняла бы в своем новом фильме. А тогда бы тебя в любой театральный сход бы приняли. Я ему говорю, ну родился бы у нас кто-нибудь. Я бы сама все делала, ему бы не мешало. Он бы с утра до вечера свое железо поднимал, а он... Ну как, дядя Вить? Привыкаешь? Ну так ведь сам знаешь. Старичку где тепло, там и родина. Дядя Вить, а как ты думаешь, вот Светка могла бы актрисой стать? Какая Светка? Ну, Настю, которая играла на репетиции, помнишь? А, да. Да. Безусловно. У нее талант, Владимир Иванович. Это точно. Я тебе говорю, талант. Талант. Телек, я им шорта. Талант. 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 Ну что, пришлешь телеграмму? В позапрошлом году. Только через три дня прислал. А в прошлом — день-день. Хоть и с днём рождения поздравляешь. Спасибо. Дурачок ты, дурачок. Коля, они не верят. Коль смеются. Коль смеются. И вот отвечаю я ему. И вот отвечаю я ему. Какая ты? Опять тебе. А вы вообще кто? В смысле? Появились неизвестно оттуда, никто вас не знает. Ведь у вас была какая-то прежняя жизнь до сегодняшнего дня? Да вы не будете, я вас в милицию не поведу. Я вас, кстати, от милиции спасла. Мне просто интересно, кто вы. Я странный человек. Помните у Островского в пьесе «На всякую мудреца довольно простоты» Турусина говорит Городулину. Вы странный человек. Потом появляется лакей и объявляет. Странный человек пришёл. То есть странник. Бродяга. Интересно, а вы очарованный странник или обычный? Да. Слушайте, ну вы же никуда не устранствуете до премьеры. А то Татьяна Терентьевна удар хватит, да и ребята готовятся. Да ну нет, нет, конечно. Я ж понимаю. И потом меня как-никак ищут. Я же вашего старшину всё-таки зашип. А здесь меня больше никто искать не будет. А потом куда-нибудь уйдёте, дальше будете странствовать. Да. Пойду себе. А куда? На Дальний Восток. На Камчатку. Я долину гейзеров не видел. Говорят, красотища. Слушайте, а почему вы не как все люди живёте? У всех семьи, квартиры свои, телевизоры, холодильнички. А вы странный человек. Почему? Простите, Ира, а вы, по-моему, не замужем, да? Нет. А почему? Как-то так получилось. Ну, вот видите, все замужем, а вы почему-то не замужем. У вас так получилось. А у меня вот так получилось. Нет, серьёзно. Вот так получилось. Но не интересно это. Я тоже хочу долину гейзеров. Возьмёте меня с собой? Не возьму. Почему? Ну, это далеко, долго идти. А вдруг я к вам привыкну? Придём мы в долину гейзеров, а дальше что будем делать? Ещё куда-нибудь пойдём. Так и будем всё время ходить. Вы знаете, так надоело в этом зареческом родном жить. И я не замужем правильно. Потому что здесь Ненского замуж выходить. Поезжайте в Москву или в Петербург, там жизнь бьёт ключом. Кстати, там и замуж выйдете. А я вышла два года назад. Ну, поздно мы четыре месяца надоело. Мы сели и решили. Ничего у нас не получается. Друг другу мы не нужны. Ну и разошлись спокойно. Потом я институт закончил, домой приехал и... Наш Михаил Борисович, директор. Уговорил меня здесь работать. Ну, не в обычной школе, а в детском доме. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Откуда вы, странный человек? Почему вы в Островском наизусть знаете? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Испугались? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Знаете, я иногда на улице или в автобусе смотрю на человека и думаю, ну, вдруг так не стало и всё. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Вот мы родные, мы единственные. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА С ним я проживу всю свою жизнь. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА И его я буду видеть каждое утро, просыпаясь. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ему я каждый вечер буду говорить спокойной ночью. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Это он. А почему бы и нет? Иже человек становится нам близким, радым, когда мы это себе про него придумаем. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Так почему бы не он? Почему не придумать про это? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА А потом человек исчезает в толпе. Через 10 минут я уже не могу вспомнить его лица. А сегодня это я. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Кто? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ну, тот, с кем вы собираетесь прожить всю свою жизнь. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Тот, кого вы будете видеть каждое утро, просыпаясь. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Это мое лицо, вы забудете через 10 минут после того, как я исчезну. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Не знаю. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Так вот, братцы, придет новая картина. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Вчера меня купчиха наш вызвал и говорит, будем снимать сериал. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА 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 Это же телевидение, а? Это же шанс сделать себя бессмертным, а? А съемки когда-нибудь? Сценарий-то нет? Ну почему нет? Есть. Сериал – это моя давняя мечта. Не молчали? Ну что было говорить пустую? Денег-то не удавалось достать. Поэтому пришлось все в одну серию запихивать. А вчера меня купчиха наша вызвала. Лариш, что с тобой? Лариш, ты что, тебе не хорошо? А? Я Саше говорила, надо было самолетом лететь. Меня в поезде укачивает. Мария Сергеевна, я пойду полежу. Я так рада. Новая роль, сериал – это счастье просто. Извините. Лариса Корецкая, народ по ней с ума. А что там? Во! Вот я была вообще в ее возрасте. Красава. Такая вся. А она что? Что бы они народ-то с ума суй? Я не понимаю, какой-то вообще дикий народ. Помню, на соревнованиях ездили в город один прекрасный, да. Чемпионат Союза был. Хороший город. Одни девки и бабы живут. А при чем тут бабы? Мы бабу, что ли, ищем? Ну, как при чем бабы? Бабы всегда при чем-то. А городишка-то мы никак не можем найти. Наден, 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 Наден. Ну, что ж ты? Давай вперед. И все же ради этого. Тридцать две серии. Значит, ребенка сесть не будет? Не будет. Здорово, мужики! Здорово, Владимир Владимирович. Здорово. Ну, кто кого? Три-три. Ага. Вернее, четыре-три. Это почему это? А вы и эту, и эту тоже ешьте. И эту, и эту. Вот это ты продул. Ну-ка, дай я разок сыграю. Так. Давай, идите. Добрый вечер. Уже устроились? Вот, да вроде бы. Я не готова с гитарой принесли. Радио, правда. И работает. Зато огнетушитель есть. Да, да, два целых. А вы пойдете петь? Куда? Петь. А, вы не знаете, в семь часов в столовой. Приходите, все увидите, услышите сами. Ну, я так и думала, что вы не в курсе. Вот, решила сказать. Ира, заедись. Ну, посидим и вместе пойдем. Проходите. Проходите, проходите. Проходите. Хотите булочку? Мне баба Варя напекла. Нет, спасибо. Нет. Может, выпьем? Выпьем? А что у вас есть? Что у нас есть? У нас есть. Мартини. Вы меня пугаете. Бродяга, который знает Островского и пьет мартини. Да вам по социальному статусу положено быть портвейн, какой-нибудь агдаму или одеколон. Вы правильно сказали. Была у меня прежняя жизнь. Другая. Но привычки некоторые остались. Ну, вы мне, наконец, расскажете, кто вы такой? Хотите? Я вам песню спою. Ночи-ка, ночи зимняя, Очень-очень синяя, Коченью стыну я Испобелел от иния. Ты была или не была, Ты гнала или не жила, Добрая или злобная Тебя никак Не вспомню я. Да куда же я пойду? Никого я не найду. Только нежный, Снежный хруст И синий свет От звездных бус. Ноченька, Ночь зимняя, Очень-очень синяя, Коченью стыну я Испобелел А ты не... Хорошая песня. Это вы из бежлисти? Да нет. Действительно хорошая. Вы знаете, я... К вам сегодня приду, когда все уснут. Ладно. Но вы даже не знаете, кто я такой. Это ничего? Ну, не важно. Какая разница? Ну, кто вы можете быть? Веклый каторжник? Президент Соединенных Штатов В изгнании? Да, если я даже узнаю, что вы... Даже не могу себя представить. Мне она станет страшно. Я так-то боюсь. У меня никогда в жизни не было, чтобы... Кому-нибудь сама напрашивалась. Да и вообще ничего у меня в жизни не было. Ну, не будьте на мной смеяться. Нет, смеяться я не буду, честно. Но... Все равно, когда не уйду. Уйду один. Это вы должны ждать. Я поняла. Все поняла. Ну что, пойдемте пить? Пора уже. Выреклись? Обиделась. Нет, все равно приду. По крайней мере, будет что вспомнить. Мне 26 лет, а мне не вспомнить ничего. Скажите, я вам нравлюсь. Нравитесь, скажете вы. Да? Зачем вы только сюда приехали? Ну, идемте. Закаляйся. Голой жопой взабужу. Ударяйся. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пошли. Потом доиграйте. Татьяна Терентьевна шум поднимет. И там все собрались. В школе номер 708 города Москвы сегодня утром раздался звонок. Неизвестный сообщил, что школа заминирована. Все школьники были срочно эвакуированы. Однако прибывшие по вызову саперы, которые в течение четырех часов тщательно осматривали все здание, зерного устройства не обнаружили. Видимо, школьники решили устроить себе еще один выходной. Ну, так ясно. Зачем было саперов-то вызывать? Нельзя не вызывать. А вдруг правда? Конечно. В этом деле. Опять денег нет? А как прикажешь растить здоровых детей в доме без крыши? Милиции откажи. Им все равно бестолку. Это же просто уму. Ты понимаешь, злодей. Дом без крыши. Здорово, ребята. Здорово. Здравствуйте. Что, споем? Да. Да. Споем. Только тихо, тихо. Раз, два, три, четыре. Заваляйся, голый Семен. А что такое? Ребята, вы уроки сделаете? Да. Все? Да. Все? Все. Вот так и надо. А контроль необходим. Закаляйся. Если хочешь быть здоровым. Ты, Семен, как маленький все равно. И ладно. Семен Петрович. О. А вот скажите, вот так каждый раз проверяют? Кто не позвонит, а? Ты о чем? Ну, вот про бомбу-то эту, про телевизору показано. А-а-а. А вдруг правда? Это уж, брат, тут нужно перестраховаться. Михаил Борисович, пройдите, пожалуйста, вот туда, в третий ряд. Пожалуйста, пройдите. Михаил Борисович, только вас ждем. Вот туда. Ну что, все готовы? Так, начинаем распевку. И... И... ДО, РЕ, НИ, ФА, СОЛЬ, АСИ, ДО, ДО, СИ, ЛЯ, СОЛЬ, ФА, НИ, РЕ, ДО. Алло. Это милиция. Сегодня приедет поезд, который киношников везет. Предупреждаю, дальше на его пути будет заложена мина от станции Зареченска до станции Дерябина. Нет, точнее сказать, не могу. Говорит неизвестный. Все. ДО, РЕ, НИ, ФА, СОЛЬ, АСИ, ДО, ДО, СИ, ЛЯ, СОЛЬ, ФА, НИ, РЕ, ДО. ДО, РЕ, НИ, ФА, СОЛЬ, АСИ, ДО, ДО, СИ, ЛЯ, СОЛЬ, ФА, НИ, РЕ, ДО. Конферансье, пожалуйста. ГРОМКО. РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ, СТЕП ДО СТЕП КРУГОМ. Здравствуйте, ребята. Здрасте. А громче можете? Здрасте. А еще громче? Здрасте. Молодцы. Семен Петрович. Что? Вы в образе. В каком образе? Ямщика. Ну и что? Ну, замерзал ямщик. Прочувствуйте. И... Степь да степь кругом Путь далек лежит В той степи глухой Замерзал ямщик В той степи глухой Замерзал ямщик Умирай Ну что же? Надо было текст раньше мне давать. Я не могу. 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 Это не ваше дело. Надо было текст давать. Как ваша канализация работает Так и и текст получит. Канализацию прошу не трогать. Это не ваша специфика Уважаемая Татьяна Терентьевна. А уж если говорите А канализации То труп нет Денег нет Рабочие пьют И скоматно осталось. Он говорил о канализации Бойте, пожалуйста. Боже мой. Вот такой вот звонок Товарищ полковник поступил Только что В дежурную часть. Причем откуда звонили? Не удалось Засечь. Гусев-то Сразу не сообразил А когда мне доложил Уже поздно было Уже позвонил еще кто-то А можно ведь только Последний номер Определить Вы же знаете нашу технику Ну так что делать-то будем? Да ничего Шалости щита Да ерунда Ну а если нет Ну что, товарищ полковник Серьезно что ли? Сигнал был? Ну был Ну если мы остановим поезд Вызовем саперов Так что с нами сделает? Ничего с нами не сделает Поскольку сигнал был Ну а если? Не дай бог А теперь сначала всю песню И Степь на степь Кругом Ваш телефон Что? Ваш телефон там Срочно Срочно Меня срочно к телефону Звали, теперь продолжай Пойдем Ну да Ну да Давай скорее Замерзал я в щит Замерзал я в щит Замерзал я в щит Замерзал я в щит Перегон Зареченск-Дерябина 94 километра И потребуется не менее трех суток Так что вы хотите сказать Что этот чертов поезд Трое суток и будет стоять Как там решат Так нечего туда и сообщать Это ж глупости какие Какой-то хулиган позвонил И вся жизнь должна остановиться Тихо, тихо, тихо Ты мне скажи Если этот поезд остановится Что будет с другими поездами? Как? Для таких случаев Должны быть предусмотрены Объездные пути Чтобы поезд Больше чем на три часа Не задерживался Да где же они эти пути? Есть они? Есть Ну так в чем же дело? Я вам год назад докладывал Что там все шпалы выковырили И гайки отвинтили Год назад я вам говорю Ладно, ладно, говорил, говорил Ты мне скажи Объезд возможен? Да в том-то и дело, что нет Крушения еще не хватало А ведь год назад я... Ну ладно, дальше-то что будет? Слава Богу, что ближайший Только через десять часов Владивостокский экспресс Если по линии сообщить В течение часа Можно успеть повернуть Пойдет в объезд по Голубовскому Но между прочим Везде пассажиры Кому-то садиться Кому-то выходить Непонятно Когда место потом добираться Зачем такое безобразие устраивать? Илья Борисович Мы в сумасшедшее время живем Рэйки, заложники Убийство черта дьявола Не дай Господь Какой-нибудь идиот Засунет под рельсу что-нибудь Нет, мы решили так Мы звоним наверх Докладываем И ждем ответа И ждем ответа Если скажут Держать, мы будем держать Так? Так, перевод что? Пока мы все здесь Будем говорить народу Почему держим поезд? Ни в коем случае Паника аж начнется Это во-первых А во-вторых Разные герои полезут Мину искать Тут вообще не расхлебаемся Тут нужен какой-то Нейтральный повод Ну, я не знаю Авария где-нибудь О! Паводок пути размыл Да какой сейчас паводок? Заморозки по ночам И вообще авария Где, когда, сколько жертв Почему по телевизору не говорят? Начнутся слухи, недоверие Вы не забывайте Что это за поезд И кто в нем едет Давайте вот что Официально мы объявим Обывайли Так? А в личных беседах Будем говорить о том Что на двадцатом километре Рельсы Украли вместе со шпалами Сидим, ждем Пока новым установят А в это, думаете, поверят? У нас поверят Россия Странно, что они до сих пор Не утащили все эти рельсы Ну, вот что Господа начальники Готовьтесь обеспечить порядок И все такое Пассажиры выйдут Погулять захотят Публика знаменитая Как бы чего, не это Да Народ-то дикий Да, это мягко выражайся Мягко выражайся Ой, братцы Вот не было печали, а? А может Там посмеются и все Поезд дальше и пойдет Ну да Посмеются они Сейчас все живут По принципу Как бы чего не вышло В данном случае Я считаю правильно Ну Через час прибудет поезд Вперед Фух Ну духа да Ну духа да Ой, как душно Налей-ка еще водичья А это вы откуда налили? Молчи! И вообще, если ты скажешь кому-нибудь про эту мину Я тебя лично вот этими руками задушу Лично! Я знаю Отпереди, ты мне не нужна Все, иди, иди к своему мужу Семен Петрович Что? Возьмите меня с собой Куда? Ну, на вокзал Ну, там отцепление будет, там милиция А я с вами поближе подойду Ну, мне хочется посмотреть Ну, там известные режиссеры будут, актеры Возьмите Ну, пожалуйста Ну, хрен с тобой Пойдем Ну, ты-то соображаешь, какая теперь образовалась Петрушка? Я так понимаю Прославиться хочешь? Хочешь поймать серьезного преступника и сделать карьеру? Так? Да, так Ну, это хорошо, хорошо А еще я понимаю Что вот он тебе и повод Прямо на блюдечке с голубой каемочкой Таинственный террорист Город Зарячинск в ужасе Замер, мина, а вдруг рванет Ну, а ты, лейтенант Самошин, всех спас О, случай Ты в результате сложнейших оперативных действий Поймал опасного преступника Сразу бы о себе заявил тогда А ведь этого тебе не обязательно ловить Подумаешь, Гусев дал Так ему и надо Пентику толсозадом А это террорист, правильно? Только одно Плохо Нет его в природе, террориста этого А вдруг есть? Ладно Послушай-ка Пока ты еще не дослужился до генерала Давай-ка на вокзал А то скоро этот поезд приходит И весь народ сбежится туда Расставь посты Вызови туда всех Я попозже подъеду Если что, я в управлении Ты видела знаменитый фильм 30-х годов Сестра Его Дуярецкого Нет Так вот, там играла замечательная актриса Дина Дурбин Про нее слышала, конечно При чем здесь Дина Дурбин? При том, что Дина Дурбин В возрасте 27 лет В зените славы В обстановке фанатичного обожания Спокойно вышла замуж за какого-то миллионера Оставила съемки И прожила долгую счастливую жизнь В качестве жены и матери С удовольствием И вспоминаю о днях своих кинославов А ты посмотри Сколько вокруг актрис Переживших эту славу Ведь 30 лет назад блистали А теперь и Зайчиков В мультфильмах дублируют Мечтают о роли в эпизоде Как о великом счастье При этом ни семьи, ни детей Ни кола, ни двора Ты этого хочешь, да? Мы приедем в Москву Мы избавимся от ребенка Это уверенно Что у тебя еще будут дети Да, найдем любых врачей За любые деньги Но все равно гарантии-то нет никаких Ведь эта же операция Может чем угодно кончится Девочка моя Ну я тебя умоляю Ну подумай о нас Подумай о нем И вот я же не призываю От тебя навсегда Оставить профессию Пройдет 3-4 года Все образуется И играя Снимай себя на здоровье Но сейчас В своем положении Ну я тебя умоляю Ну подумай Что ты вдруг пристал? Дался тебе этот поезд несчастный? Ничего мы там не увидели Ничего мы там не увидели Прогуляемся и домой пойдем А мне может интересно На живую режиссеру посмотреть Как ее там? Семенова Мария Сергеевна А ты можно подумать Переломишься Если со мной за компанию До вокзала дойдешь У меня повышенное Мозговое давление Мне воздухом дышать надо Да идем, идем Зануда ты у Вова Света Привет Здорово, на вокзал? Мы тоже Пойдем посмотрим на Старкова Какой он из себя Культуризм Это не спорт Тут и мышцы не настоящие Видимость одна А силы нету Верно, Вова Верно А ну-ка Опа Котя, ты что с ума сошел? Котя Котя, ну ты что? Сделано Ну как? Ты что с ума сошел? Ему же нельзя Сейчас все будет хорошо Ты чего? Дурак ты, вот уж действительно Силы есть, ума не надо Сейчас все пройдет Сейчас все будет хорошо Ну, ты как? Сейчас, сейчас все пройдет Все нормально Ты бы к нам лучше пришел Подкачался Здоровья набрал А то хилы, как не знаю что Ну как? Что? Ты как? Нормально Пошли Пошли Идиот Приходи к нам Откачаешься Свет Что? Пойдем погуляем Под поезд уйдет А не боишься? Погуляем И потом родится кто-нибудь Пойдешь гулять? Пойдем Пойдем Вот собственно и все Не густо Не густо Прошу прощения, Галина Васильевна Кто же знал, что понадобятся данные на всю Россию? Идея-то возникла на ходу в буквальном смысле слова Значит так Через день мы в Москве Через три дня начала строительства Что строим непонятно, где неизвестно Все путем Красиво Да что ж такое? Город Зареченск Стоянка две минуты Галина Васильевна А что если мы в течение этих трех Точнее двух дней Все-таки не найдем этот городишко? Не знаю Галя Где они будут проходить? Боже мой Машка Ты что? День рождения у меня Так что Поздравляю себя Желаю Счастья И здоровья А подожди А как день рождения? День рождения? Завтра После завтра Так что Да, по рюмочке Садись Садись, садись Юра Юрочка, организуй-ка нам И вы, граждане Давайте по рюмочке Лучше соображать будете Мы, если можно, лучше пойдем А то, честно говоря, уже сил нет Галь Я тебя официально спрашиваю Где они будут проходить? Кто они-то? Ну, съемку где? А, вот ты о чем Не знаю, Маша, пока не знаю Ну, давай Пропустишь? Ну, ладно Давай В твое здоровье Валь Как ты думаешь Он меня поздравит? Кто? С днем рождения Поздравит меня? Или забудет? Кто он? Любовник, что ли? Ну Эт поздравит Эти Эти Все поздравят А он, может быть, нет А кем ты? Я знаю Галь Вот скажи Что мне делать? Закусывай Вот что мне делать? Сил моих нет Может повиться Господь с тобой Ну, что ты говоришь? Мага Галь Галь Сил просто нет, понимаешь? Я больше не могу Не могу Я каждый год Я жду эту телеграмму Понимаешь? Каждый год Я не могу Ни есть, ни спать За неделю до этого Вот чертового дня рождения Я не могу Я работать не могу Пришлет или не пришлет Ну, хорошо, если забудет Я ж не знаю ни по чем А если вдруг Господь с тобой Чего ты? Все нормально, Галь Все нормально Вот приехали Зареченске Зареченске Ну, ты Спасибо Спасибо Спасибо, спасибо Звони. Звонили. Звонили? Нет? Режись ты! Я тебя задушу когда-нибудь. Старков, 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 вот он, вот Старков! Старков, 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 Старков ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот скажи, ну вот чем ты хуже? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И надо пытаться, добиваться. Но ничего. Посмотрим. Вот она, публика. Зрители, черт бы их подрал. Все ради них. Лишь бы им угодить. Рассмешить, растрогать. Из-за них все. Ну-ка, иди-ка подыши. Ну-ка, хорошо. С ума я сойду. Господи, чего вы так испугались? Да нет, померещено же. Вон, смотрите, вон Лариса Карецкая. О, а вон Каретников. Пьяный, по-моему. А он у Старкова знаменитый культурист. Такой огромный ужас. А вы можете с такой уповедить? Могу. Вам не интересно? Ну, потерпите. Мы, между прочим, члены педагогического коллектива. И обязаны сопровождать детей в подобных случаях. Они уже сейчас уедут. Уже время. Ты чего это? Закуси. Маша, Маша. Да. Закуси. Маша. Маша. Алло. Дом. О. Сказано задержать поезд. Сказано задержать поезд. Сказано задержать поезд. Задерживай. Задерживай. Ну. Так что, товарищ. Граждане пассажиры, по техническим причинам в связи с внезапной аварией на железнодорожном пути отправление поезда номер 207 на Москву задерживается. Отправление поезда номер 207 на Москву задерживается. Эй, начальник! Скажи, на сколько задерживаемся? На год, на неделю, на сколько? Время отправления поезда будет объявлено дополнительно. Ужас. Товарищи! Дорогие друзья! Я мэр города Зареченск, Фёдоров Семён Петрович. И вот какая произошла неприятность. Но мы, жители города Зареченск, сделаем всё от нас зависящее, чтобы вы чувствовали себя здесь, как дома. не испытывали бы никаких неудобств. Вот горячее питание в буфете, милости просим, медпункт у нас имеется, а завтра организуем автобусную экскурсию по нашему городу. Что делать, Желаяна Васильевна? Двигать надо, вот что! Жень! Вон, смотри, вон, в кепке! Это местный мэр. Узнай, есть ли ты поблизости аэродром, и где именно. И вообще узнай, как можно, кроме поезда, добраться до Москвы. Может, она в машину найдёт? Хотя, подожди, машиной тяжело. В общем, реши вопрос. Машка, тыишь, ерунда какая? Пойду полежу, устал я. Если надумаешь ехать, скажешь, если доставим как-нибудь. Рождество! Чёрт! Я же из графика выйду. Почему? С завтрашнего дня сверх тяжёлая веса начинается. Три недели. Я думал, приеду завтра, я и начну сразу. Завтра ты ещё на тягах можешь поработать. Ничего страшного. Завтра, да. А сколько мы здесь ещё проторчим? Говорил я тебе зря, мы с этой поездкой связались. Мне скучно. Мне хочется с людьми пообщаться. Да скучно. Мало ты в Москве общаешься. Не твоё дело. Ладно, что же делать? Бедные. У них, наверное, дела, съёмки, то-сё. Теперь тут стоять неизвестно сколько. Да, кошмар. Просто ужас. Слушай, поезд стоит. Пойдём по знакомству. Сейчас найдём кого-нибудь. Народ собирается. Как бы они в поезд не полезли. Да-да-да. Слушай, генералиссимус, а может, мы отгоним поезд куда-нибудь подальше? Что-то хуже будет. Место открытое. Это правда. Светло, видно всё. Да-да. Тебя когда-нибудь задушу. Не знаю. Ой, вот, Господи, на нашу голову. Скорейтиков! 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 Приветствую славных жителей города Зареченска! Пошли, 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 пошли. Всё там, пошли, пошли, пошли. Идём, идём, идём. Ну, началось. Чувствую, что мне надо будет поучаствовать. Как бы чего не вышло. Народ-то дикий. Дверь, пожалуйста, прикройте. Пожалуйста, нет. Эх, нет. Спасибо. Таня! Так, сейчас, 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 сейчас. Лида! Здравствуйте! Здравствуйте! Рад познакомиться. Мэр города Зареченска. Фёдоров Семён Николаевич. Очень приятно нас слышен. Нас слышен. Очень приятно нам. Очень приятно. Очень. Хороший город у вас. Люди хорошие. Хорошие, хорошие люди. Да. А вы знаете, какая у меня одна выдающаяся, я бы даже сказал, гениальная мысль пришла мне сейчас в голову. Какая? А, значит, вы знаете, мы ведь с вами сейчас только что познакомились, да? Да. И с вами лично, и вот с жителями вашего города Зареченска, не так ли? Ну, если так, то вы мне скажите, пожалуйста, уважаемый мэр, что делают в данных ситуациях, а? Не знаете? Так я скажу! Выпить надо за знакомство. На уговор. Я предложил, я его угощаю. Пошли. Светка, здорово. Они у нас целые сутки пробудут. А может, и дольше. Вот бы познакомиться со Старковым. А может, он погулять выйдет? А мы тут подвалим. Здрасте, здрасте. И все дела. Эй, парень! Я? Ты, ты! Иди сюда. Куда это? Да вот, меня зовут же. Ну, иди давай. Привет, тебя как зовут? Константин. Алексеев, будем знакомы. Я тут видел, ты на перроне двойной бицепс демонстрировал. Понимаешь, какое дело? Ну, поезд-то стоит. Когда тронется, неизвестно. Выходит, у меня тренировочный график срывается. Вот жена идею подала. Спроси, говорит, у ребят. Ведь железо-то явно тягает. Может, у вас зальчик есть? Потренироваться можно. А то, сам понимаешь. Есть, у нас есть. Мы сами все сделали. По журналу, по вашей статье. Мы именно так все и сделали. Скамье скотта, тяги. Все как у людей. Хоть сейчас пошли, я покажу, открою. Нет, нет, сейчас не надо. Ты вот сказал, штанга есть? Есть, четыре. А максимум сколько? 250. Здорово, да? Ну, у нас в Зареченске когда-то сильная секция штанги была. Молодец, Наташка. Хорошую идею подала. Значит, ты завтра зайди за нами часиков в 10 утра и пойдем. Обязательно. В 10 ровно зайду. И знаешь, может, там заплатить надо. Ну, за аренду зала там или еще что. Так ты ей сколько скажешь. Да вы что, и речи быть не может. Ладно, ладно, там разберемся. Может, так чем-нибудь помогу. А ты вообще сколько качаешься? Два года. И как успехи? Ну, бицепс был 32, стал 42. Вес был 72, стал 86. А грудь была 101, осталось 119. 14 кило за два года? Да, прилично. Слушай, ты узнаешь, я смотрю, и данные у тебя ничего. Интересно. Ладно, завтра поговорим поподробнее. Ну, давай, спасибо, ждем. Братцы, завтра Старков у нас тренироваться будет. У него график о поезде застрял. А меня похвалил. Дамы, говорит, хорошие. Ладно, пошли в клуб, все приберем, наведем порядок. А то ведь неудобно, а. Света, пошли поможешь, полы помы. Поздно уже. У нас через 40 минут отбой. Ну и что, не пустят, что ли? Пустят. Ну, нельзя, в общем, ты же знаешь. Ладно, сами вымоем. Приходи завтра к десяти, посмотришь на гигантов российского бодибилдинга. Да? Один гигант Старков. А еще кто? Я еще. Молодец. Ладно, пошли. Ах да, мы же гулять собирались. Свет, ну ты видишь, какие дела. Ну, завтра погуляем, ну. А черт, как все не кстати. В Москве масса дела тебе не за чем торчать тут в своем положении. Хотя да, я забыл. Ребенка ж не будет. Будет. За все, а как же? Будет. Будет, Сашенька. И ты готова отказаться от главной роли? Готово. Пойдем мы в дом, а? Чего тут торчать? Подожди, подожди. А вдруг? Что вдруг-то? Подожди. Эй, что с вами? Вон, смотрите. Известный режиссер Мария Семеновна. Спускайте по слепенькам. Сделала первый шаг по земле города Зареченск. А теперь второй. Ира, сейчас она подойдет сюда. Почему? С чего вы взяли? Она подойдет. Я спрячусь. А вы поздоровайтесь с ней, ладно? Чудеса какие-то. Пожалуйста, а зачем? Ну, я прошу вас, просто поздоровайтесь. И все. А, поняла. Вы хотите услышать голос? Ну? Вы что, знакомы? Расскажу. Смотрите, она идет. Пожалуйста. Поздоровайтесь. Пожалуйста. Светка, вон она, режиссер же. Пошли. Пошли. За судьба твоя, дура, иди молчи. Я сам все скажу. Здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. Скажите, а вы давно здесь стоите? Да нет, не очень, минут сорок, а что? А скажите, рядом с вами здесь, вы одна здесь, или рядом с вами кто-то находился? Одна, никого здесь не было. А вы кого-то ищите? Да нет, нет, я просто подышать вышла. В поезде душно. Но скоро, я думаю, мы надышимся вашим воздухом. Да, авария-то ужасная. Да какая авария? Говорят, просто напросто. Впереди рельсы разобрали. Да что мы, Россия. Светка, пошли, пошли, Светка, идем, я тебе говорю, пошли. Пусти, не пойду никуда. Пусти. Я не знаю. О, добрый вечер. Прекратил. Это вы режиссер, да? Семенова Мария Сергеевна. Скажите, а это ведь вы решаете, кого снимать, а кого нет, да? Я решаю, а что? Вот, Пономарева Света. Исключительный талант. Выдающийся. Очень одаренная девушка. Давай, 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 читай что ли. Не слушайте вы его. Здравствуйте. Ну вот, пойдем, прекрати. Извините. Читай монолог. Вы знаете, Мария Сергеевна, это ребята из нашего детского дома. Я там работаю, преподаю литературу и русский язык. Вот Света, она занимается в самодеятельности и действительно очень талантливая девочка. Насколько я могу судить, конечно. Я не специалист. Ну да, очень может быть. Мне нужно попробовать поступить в театральный институт в Москве и Петербурге. А вот вы, Мария Сергеевна, можете Светку испытать? Ну, пускай она вам что-нибудь почитает или изобразит. А вы посмотрите. Ну, тут нужен педагог, преподаватель. Ну, а все-таки послушайте ее, вам же все равно делать нечего. Волова. Ну, нет, я имею в виду, поезд-то все равно стоит. Ну, пожалуйста. Ну, вы знаете, ну, только, только не сейчас я очень устала. И просто эти события... Завтра в 11 утра. Какое у вас купе? Четвертое. Второй вагон. Только скажите, что ко мне. У вас пропустят? Порядок. Пошли. Да, а что ей надо будет подготовить? Ну, там, прочесть или спеть что-нибудь? Ну, возьмите, возьмите монолог Гульетты, знаете? Ну, все. Завтра все будет в порядке. Все, спасибо. До свидания. Вы, извините, вам, наверное, надоели эти юные таланты. Да нет, что вы, я по возможности стараюсь смотреть. А вдруг? Ну, вы знаете, талант весь уникальный. Обаяние, способности, ну, этого мало. Они из детского дома? Да. Ну, вы знаете, лучше уж, я боюсь, что надежды мало. Ну, лучше сразу сказать всю правду. И пусть девочка ищет себя в чем-то другом. Ну, до свидания. До свидания. Ну, удачно получилось. Пускай Машка Свету посмотрит. Это хорошо. У нее, в смысле, у Машки, глаз опытный. Она сразу посмотрит и правду скажет. Это тоже хорошо. Зачем зря человеку надежду давать? Так ведь поломать всю жизнь можно. Да что с вами? Кто? Она вам. Машка-то. Она моя жена. Как жена? Вот так. Жена. Только вы не видели с ней пятнадцать лет. Это долгая история, Ира. Пойдемте отсюда. И давайте выпьем что-нибудь. Пойдемте. Бутылочку водочки, пожалуйста. О, Володя. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказаться... Интересно, узнал бы у меня, или нет? Ну, нет, наверное. Какой Володя? Каретников? Артист? Да. Я его отца хорошо знал. Был такой кинооператор Сергей Каретников. В прошлом году, я по радио услышал. А Володя еще мальчиком помню. Все приставил ко мне. Дядя Витя, давай поборемся. Давай поборемся. Популярный киноартист. Спасибо. Пошли ко мне. А зачем к вам идти? Чтобы вы там передо мной свою Машку вспоминали и мучились? Я к вам хотела сегодня прийти, теперь не приду. Пошли, Ира. Просто так. Ну, просто посидим и выпьем. Вот так не хочется мне сегодня одному оставаться. У вас, кажется, в кабинете видик стоит? Ну, я вам одну кассету покажу. Все про меня узнаете. Ну, вы же спрашивали, кто я такой. Вот и увидите. Пошли. Ну? Вам будет интересно. Ну, выпьем что-нибудь. Короче говоря, завтра утром вертолет подадут. Может, все-таки полетишь? Я же не свихнулась еще. Мне не могу померещиться. Он где-то здесь. Я чувствую. Ну, смотри. Да садись прямо на шоссе. Вот проблема. Ладно, завтра утром, как вылетишь, позвони. Да. Ну, пока. Саш, я боюсь. Наверное, страшно на вертолете. А как в трамвае. Только чуть повыше, побыстрее. Слушай, а тебе йогурт-то можно? Наверное. Ну, давай. Знаешь, Лариса, я бы на твоем месте сказал бы Марии Сергеевне все сейчас. Не, ну, правда, а то как-то некрасиво. Я уже не говорю о человеческих мотивах. Ну, чисто практически. Надо искать другую актрису. Времени у нее мало. Пойди, скажи. Ну, хочешь, пойдем вместе. Я завтра перед отлетом к ней зайду и все скажу. Видишь, как я тебя люблю? Вижу. От такой роли отказываюсь. Еще? С ума сойти. Кто б согласился, кряхтя под ножей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боясь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняло воли. Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомым. И стремиться так всех нас в трусов превращает мысль и вянет, как цветок решимость наша в бесплодие умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом в начале, обещавшей успех от долгих отлагательств. Но довольна. Офелия, о радость! Помяни мои грехи в своих молитвах. Нимфа. Браво! Выскакительно! Это выскакительно! Как современен Шекспир. Как современен. А я тоже в Гамблете играл. Тень отца. Прощай, прощай. Помни обо мне. Аплодисменты бывало. Вот сейчас я слушал манулук, написанный 400 лет тому назад. И думал, надо чинить крышу. Ты не обижайся. Для нас это тоже быть или не быть. Если мы не починим крышу, нам не выжить зиму. А этот вот гад денег не дает и хочет наш дом расселить. Ну нет, у меня денег нету. Где я тебе их возьму? Ну так давайте попросим. Давайте у кого есть на крышу. С нами едет Ларискин банкир. Вот у него можно попросить на крышу. Придем к нему, так и скажем. Дай денег на крышу. Ура! Ура! Завтра приходим и говорим. Товарищ Ларискин, будьте любезны. Как? Как его назвали? Ларискин? Банкир? Ну ты же сам сказал. Ну давайте. Что это? Вы притащили меня в мой собственный кабинет. Я вас удивлю, я вас потрясу. Давайте покажите, что у вас там за кассета. Сейчас. Посмотрим, что у вас за видик. А видик у нас хороший. На хабаре все постарался два года назад. Купил, чтобы дети приобщались к норовому киноискусству. Нер, до встречи. Давайте, давайте, показывайте, что у вас там такое. Нер, это любопытство. Это когда мне 30 лет стукнуло. То есть 15 лет назад. Мне ребят подарок сделали. Собрали все, где меня снимали, смонтировали, ну и... Нет, подождите, давайте-ка я сначала загадаю, кто вы такой. Вы, наверное... Ну, господи, ну какая разница, кто бы я ни был. Важен результат. Мне очень не хотелось, чтобы вы сегодня домой пошли. Вот я и воспользовался вашим женским любопытством. Ну, хвататься особо нечем. Ну, посмотрим. Ты кончай снимать, сука. Убери аппарацию, козел ты. Всем порзел. Убери, я тебе сказал. А как, Димыч, ну что не делают-то? Я же не пью. Это я так. Это я не пью. Я шофер нормальный. У меня... У меня... Это все через Махус. Машка-стерва, она, наверное, киноктресса. Киноманин-звезда, она заканчивается. А я нормальный мужик был. Простой, но... Она знает, я когда ее... Ах! Она сразу все нормально. А так... У нее другие там мужики-то, артисты. Как со мной, нормально. А вот в том кино и там, на фестивале? Нет, не была. Ну, я сам пришел, однажды. Галстук нашел. Пиджак одел. Видел мой пиджак? Димыч, видел пиджак у меня такой? Полосочку. Вон же. Я с этим пиджаком пришел в том кино. Он с каким-то мужиком козловым. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Папал. Ну, я ему эту мужику и вилку в жопу и встал. Марк, все. Не могу больше. Ну, так и... Ого! Ха, тквертист. Да нет, нет, что вы. Просто Машка решила мне попробовать. Ну, хорошо. Все получилось. Наиграл, конечно, натрясал в классе. Ребят, свет переставляйте, а? Не вращи меня, Аня. А-ха-ха, ну, переставь. Случается? Как кино? Очень, очень. Ну, слушай, ну-ка. Слушайте, ну, что вы делаете-то? Выключите камеру. Камеру! 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 Ты мне шею свернула! Вопросы или позвонки, ты знаешь? Ребята, ну, перестаньте. Да что делаете-то? А-ха-ха! Еще одна золотая олимпийская медаль появилась сегодня в копилке нашей команды. Олимпийским чемпионом под жюдо стал наш замечательный спортсмен, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Виктор Селезнев. Мы не сомневались в его победе. Но в спорте возможны всякие неожиданности. Только не для Селезнева. И он в очередной раз доказал это, заняв самую высокую ступень на пьедестале почета. Молодец, Виктор. Вся наша страна гордится тобой. Маша! Что с вами случилось? Водки хотите? Не хочу я водки. Что было дальше? Только постоянными тренировками Виктор смог добиться такого уникального результата в спорте. Да, для того, чтобы стать чемпионом, нужно очень много трудиться. После тренировки олимпийский чемпион Виктор Селезнев приехал в гости к энергетикам. Работники атомной электростанции с радостью встретили одного из самых достойных героев нашего спорта. Ну так что с вами случилось? Почему вы здесь? Рассказываю. Вот был я весь из себя такой. 25-летний олимпийский чемпион. Гордость советского спорта. Успех, слава, узнают все. Деньги. А Машка была начинающей актрисой в театре Вахтанговского. Она Щукинская окончила. И там работала, значит, играла горожан. Ну, в программке обычно пишут. Там Ромео, Джульетта. И горожане, артисты театра. Вот она играла горожан. Артистка она была, ну, не мне судить, говорят, слабая. Вот, ну, а я известный человек. Чемпион мира. Она вроде как при мне. Никто. Это ее страшно злило, судя по всему. Комплексовала она. Решила поступить на режиссерский курс. Поступила, отлично окончила. Сняла какую-то короткометражку, удачно. Вот. Дальше полнометражный фильм. Студия предложила свои услуги. Она написала сценарий сама. Вот, ну, нет, естественно, денег. Кто даст деньги, неизвестные Маши. Под неизвестный, не кассовый сценарий. Это сиреневый туман не кассовый? Ну, вот так они считали. К одному, к другому нет. Я помогать стал по друзьям, своим познакомым. Никто не хочет давать деньги. Представь себе, ну, там, сотни тысяч. Год, ничего. Два, ничего. Машка злится начала. Нервничать, глаза блестят. Злая стала. Я говорю, ты, может, другой сценарий напиши. Или, там, сниру какое-нибудь известное произведение. Все-таки проще. Нет, упертое, только это, только это. А я тут, как назло, опять чемпионат выиграл. А Машка, никто и никто. Ну, и вот, в один прекрасный момент, прихожу я с тренировки. Она мне говорит, Витя тебя изменила. Я ничего не понял. Она говорит, сложилась такая ситуация. В общем, один человек сказал. Либо с ним быть, либо никаких перспектив в кино у вас не будет. Решил ее проверить, значит, сколько она любит искусство. Она говорит, я согласилась. Я говорю, а не зря? Она говорит, нет, не зря. Подписали бумагу, фильм запущен в производство. Ну, естественно, она говорит, люблю я только тебя. Это ты должен понять. В общем, истерики, разборки, разговоры. К утру она успокоилась, угомонилась, устала, заснула. Я, недолго думая, оделся и ушел. Взял с собой там какую-то мелочь, кассету вот эту. Ну, вот. Все оставил, там, квартиру, машину, плевать. Вечером я ей позвонил, говорю, ты меня не ищи, я ушел навсегда. Что я буду делать? Как жить? Тебя это, пускай, не волнует. Самоубийством не кончу, не бойся. Каждый год буду прислать телеграмму, подарить с днем рождения. Жив, здоров, целую, Витя. Вот. Собственно, и вся история, Ирина Семеновна. Подождите, а сколько же лет прошло с тех пор? Пятнадцать. И вы все это время? Да. Странствую. У вас родители есть? Есть. В Орле. Оба живы. Ну, и как они ко всему этому? Ну, как что, привыкли? Я им звоню. Захожу когда? По дороге. Деньги посылаю. Ну? Нет, ну, все-таки я не понимаю, ну, уж ли вы из семьи, от жены, ну, ладно, люди разводятся, но при этом сохраняют работу, друзей, образ жизни, а вы вот взяли и ушли совсем. От всего, от всего, от всех. Почему? Там вот, в другой жизни. Все было подчинено делу, суета, суета, наизнос, карьера, деньги, успех, слава. А любовь, дом, семья, дети, потом. У вас был ребенок? То-то оно, что нет. Да я, в общем-то, да не отмашки ушел. От тех людей. От того образа жизни. Поначалу, конечно, грудь, тоска, все такое. А потом, страна-то у нас огромная. Люди разные, интересные. Вот я весь мир объездил, а что я видел? Залы, раздевалки потные. А тут... Кем я только не работал? Шахтером. На шахте Кашевы. Девятьсот метров. Потом с рыбаками ходил в море. Ох, профессия опасная. Но рыбу до сих пор ездить не могу. Геологом был. Не обтискали. Не нашел. Ну, романтика, гитара, комары. Актером был, да. Как Куприна. В городе Пряхинске редактором местной газеты. Выгнали. Да. В ЗАГСе. Регистратором. Сегодня я вступаю в законный брак. Ну и, конечно, охранников немерено. Да нет, ну, жизнь разная, разнообразная. Интересно, интересно. Бумажку все еще любите? Не знаю. Я-то к вам еще прийти собиралась сегодня ночью. Вы, Юль Петель. Ну, конечно, вы же только о ней думаете. Прошло 15 лет. Но, может быть, простите, вернуться не поздно и сейчас, думаете вы? Она все такая же красивая. Я ее люблю, как и раньше. Так, может быть, зря я вычлую в жизни эти 15 лет. Думаете вы. А тут еще эта провинциальная идиотка навязала с новой голову, с которой даже переспать противно. Она еще в душу едет. Спасибо. Мне было очень интересно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пила бы поменьше, милая. Давай, мужики, быстрее. Ну-ка, давай. Друзья, кто желает чайку, милости просим. Кто желает чайку, милости просим. Все сюда, все сюда. Мэрия угощает. Милости просим. Столову, дорогие гости. К столову, горячий день. Столову, дорогие гости. Дорогие гости. Мы илья угощаем, дорогие гости. Столову, горячий день. Чего мои обещать-то? А где Ларискин? Какой Ларискин? Банкир Ларискин. Где он? Пошли. Не-не-не, подожди, 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 сейчас. Есть бог на свете, а? Ларискин. Или нет, а? Есть бог на свете, а? Или нет? Есть бог на свете! Всех напоит, похмелит! Добрый доктор, ай болит! Всех напоит, похмелит! Добрый доктор, ай болит! Ларискин! О! Солнышко вы же! Конечно! После шампанского-то! А что это? Что это за город-то? О! О! Возвращайтесь, гостики милые! О! Цинандалий, который сами гнали! Горит? О! Горит! А ну сейчас проверим! А-ха-ха-ха-ха! Проверим, проверим! Так! О-па! О-о-о! Володя! Иди на рот бросит! Идите, гуснем! Сейчас! Иди на рот бросит! Это тот, который играл! Тот, тот! Как? Как? Такое хорошее кино! Как он ей говорил в конце! Никогда! Я прямо вся изрыдалась! Пусть придет! Самогоночки выйдет! Ушел наш капитан В далекий путь Оставив девушку Володя! Пошли скорее к Марии! Я тебе говорю, пошли скорее! Скандал! Что такое? Пошли! Извините, братцы! Что случилось? Ой! А мы тоже пойдем! Мария Сергеевна! Я вам так благодарна! Вы себе даже не представляете! Спасибо вам! За все, за все! Я даже не знаю! Вы для меня всегда будете как родная! Здрасте! Мария Сергеевна! Вы женщина! Вы должны понять! Если сейчас смешаться, у Ларисы вообще потом может не быть детей! Ты что, отваливаешь? Ты что, отваливаешь? Барис уйдет ребенка и, естественно, сниматься не сможет! Я все поняла, Александр Васильевич! Ну ладно, до свидания! До свидания, Барис! Ну, тогда... Знаете, поскольку вертолет уже прибыл, может вас отвезти в Москву? Нет, спасибо! Тут такая благодать! Угу! Мария Сергеевна! Все вам доброго! Вот зараза! Нашла себе банкира и сразу про все забыла! Так, кто и есть! Мил, иди к Купчихе, садись на телефон, звони в группу, пусть сегодня же идут по институтам, по школам, в общем, пускай ищут, типаж ты знаешь! Стоп! А Купчиха же еще не улетела! Я тебя с ней отправлю на вертолете! Угу! Мария Сергеевна! Мария Сергеевна! Нас не пускают! Это мы! Я к вам выйду! Ну, что ты сидишь-то, мил? Ну, иди собирайся! Да! Вот что делала Лариска! Замуж вышла! Вот черт! Забыл, а! Александр Васильевич! Извините, я на минуточку! О! Александр Васильевич! Больно! Александр Васильевич! Позвольте познакомить вас! Вот директор местного детского дома! Михаил Борисович! Им надо крышу починить, Александр Васильевич! Да вы извините, я не умею! Да, секундочку, Александр Васильевич! Понимаете, дети, сироты, детский дом, но вы президент крупнейшего в стране банка, Александр Васильевич! Я понимаю, я понимаю, что все проблемы решить сразу нельзя, но у вас сегодня такое знаменательное событие! Ну, тем более, денег-то для вас, а! Ну, тьфу! А, Ларис! Яков Михайлович? Алло! Яш, это я! Тут надо сделать одну акцию благотворительную! Помощь детям! Нет, серьезно! Детский дом города… Зареченска! Зареченска! Ну да, где застряли! Слушай, позвоню, узнай, сколько им нужно, и перечисли! Но это мы потом обсудим! Ну, давай! Все! Господи! И все! Слава Богу! А то у него денег нет! Денег нет! Вот тебе! Мэр Голландский! Мэр Голландский! Простите, но… Это точно! Вы… Не передумаете? Слава Банкира! Алло, алло, да, Зареченск, да, есть детский дом, да, Михаил Борисович, Зайцев, одну минуту, он как раз здесь, одну минуту, Михаил Борисович, вас Москва, срочно. Володь, Володь. Все, все, меня? Скорее, Михаил Борисович, Москва, скорее, срочно, Москва. Алло, да, это я, да, мне, смета, у нас есть смета, а когда, сегодня, я записываю, запишу, говорите, да, да, все, 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 записал, спасибо, спасибо. Надо, чтобы утром, пасом послать смету, чтобы выслали сюда. Товарищ Ларискин, товарищ Ларискин, товарищ Ларискин, господи. Моя фамилия Зимин, нам пора, счастливо. Ну, что я говорил, потиним вашу крышу, вот, пожалуйста, ну, дорогой, все, 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 ну, что? Ты понимаешь, это, это Зимин? Зимин. А где Ларискин? Ну, вам не все равно, ну, пошли отмечу. Ну? Да, да. Семен Петрович, миленький, я голос отдавала за вас, а вот пенсии уже три месяца нету. О, все решили, все решили. Да, да. Вы откуда? Вы же нас пригласили. Я? Да. Когда? Вчера. Зачем? Не знаю. Не помню. А где же моя пенсия? Когда я ее получу? Ну-ка, братцы, гаджи. Давай! А вы куда? Нет, все нормально. Сколько там сейчас? Мы вовремя. О, здорово! А вы чего тут? Здорово! У нас дела. Встреча назначена. Какая встреча? Ну, с режиссером, Семенова Мария Сергеевна. Просила Свету показаться, монолог прочесть. Ну, что ты мелешь? Я тебя серьезно спрашиваю. Эй, девочка! Как там тебя? Света. Да-да-да-да, Света, Мария Сергеевна просила извиниться. Немножко обождать, она освободится и посмотрит тебя. Здорово. Здравствуйте. Давай, показывай. Пойдемте, я вам покажу зал. Спортзал. Вон туда. Володенька, угощаю! Ну-ка, за дело. За тебя. Ну-ка. Да ладно, Михаил Борисович, ну все нормально. Думал ли я, что так получится? Господи, это, это, это твое. Ну все, 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 все. Ты человек. Ты человек. Все. Твое здоровье. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что, я готова. Так что, здесь прямо, что ли? А какая разница, ты же актрисой хочешь стать. Значит, не должна публики бояться. Давай. Пожалуйста, начали. Правильно. Все хорошо, все хорошо. Ну, начинаем. Ну давай. Ну давай. Начинаем. Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. Ну, начинай. Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. А тринь отца, да имя извини. А если нет, меня женой сделай, чтобы Капулете больше мне не быть. Прислушиваться дальше? Или ответить? Лишь это имя мне желает зла. Ты был с собой, не будучи Монтекки. Что есть Монтекки? Разве так зовут? Лицо и плечи, ноги, грудь и руки. Неужто больше нет других имен? Что значит имя? Роза пахнет розой. Роза пахнет розой. Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Ромео под любым названием был бы тем верхом совершенства, какой он есть. Зовись иначе как-нибудь, Ромео, и всю меня бери тогда взамен. Это что за представление? Как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высокая, неприступна. Тебе здесь неминуемая смерть тогда. Боже мой, это же Светочка, это наша девочка. Знаешь, я тебе скажу, Володя, очень способна, очень. Если есть возможность, я тебя умоляю, помоги. Михаил Борисович, дорогой, ну как здесь поможешь-то? Здесь, если талант есть, так он есть. Есть. Вот, пойдем посмотрим. Есть талант. Вот, поверь мне. Ой, ну пошли, посмотрим. Конечно, я так сильно влюблена, что глупую должна тебе казаться. Но я честнее многих недотроп, которые разыгрывают скромниц. Зажалась, девочка, зажалась. Я не знала, что меня... Прости за пылкость и не принимай прямых речей за легкость и доступность. Мой друг. Мой друг. Клянусь, сияющей луной, посеребрившей кончики деревьев. О, не клянись луной в месяц раз меняющейся. Это путь к изменам. Так чем мне... Так чем мне клясться? Не клянись ничем. Или клянись собой, как высшим благом, которого достаточно для клятв. Мой друг, клянусь, когда бы это сердце... Не надо, верю. Как ты мне не мил, мне страшно, как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях, из греча. Как блеск зорниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зорниц. Спокойной ночи. Эта почка счастья готова к цвету в следующий раз. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир, которым я полна. Мне не подвластно то, чем я владею. Моя любовь без дна. А доброта, как ширь морская. Чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней и богаче. Мария Сергеевна, смотрите, смотрите, а? Говорят, чудес не бывает. Вот, пожалуйста. Святая ночь. Девушка, милая, подождите, подождите. Ой, куда, работаем? Святая ночь, святая ночь. Вдруг все это сон. Так непомерно счастье, так... Так сказочно и чудно это все. Еще два слова. Если ты, Ромео, решил на мне жениться, не шутят, дай завтра знать, когда и где венчание. С утра к тебе придет мой человек узнать на этот счет твое решение. Я все добро сложу к твоим ногам и за тобой последую повсюду. Голубушка! Иду, сию минуту. Но если у тебя в уме обман, тогда... Тогда немедленно оставь меня и больше не ходи. Я справлюсь завтра. Я клянусь спасением. Сто тысяч раз прощай. Боже, все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нормально, да? Да, безусловно, способная девочка. Безусловно. Слушай, а ты... Тебе как зовут? Света. Света, ты из детдома, да? Да. Ну, ты в самодеятельности там занимаешься? Занимаюсь. Тебе надо в театральном поступать, точно говоря. Это... А ну-ка, пойдем-ка. Борис, ребят. Значит, да... Так, сейчас, минуточку. Значит, Лариса улетела, да? Улетела. Ну и хрен с ней. Ну, посмотрите. Ну, вот она. Что нам искать-то? Это же вариант. Да, вариант. Ну, подождем. А чего ждать-то? Милка, Милка посмотрит в Москве. Но вариант. Ты тебе никуда не уезжаешь? Да нет, куда ей уезжать-то? Она здесь, полной боевой готовности. Значит так. Девочка-то, безусловно, способная, это ясно. Становится ли тебе актрисой, тебе решать со мной. Главное, не пропадай. Поговорим еще. Смотри, чтобы она никуда не пропала. Марина Сергеевна! Светочка, я знала, я знала, я знала, молодец. Умница, умница. Там только... Нет, я знала, я знала, хорошо. Хорошо. Итак, парни, все поняли? Да. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Костя, ну-ка иди сюда Так, ну-ка попозируй Ничего Проводи-ка нас А можно вас сфотографировать с ребятами на память? Конечно, пойдем-ка сфотографируемся Ну-ка, ребята, встаем Так вот, Константин Мне молодые кадры нужны Чтобы наш клуб рос и процветал Будущее сейчас надо планировать С тебя что-то на уровне получится Я так думаю, года эдак через три Жилье мы обеспечим Деньги платить будем Невеликие, но не пропадешь Ладно, мы сейчас пойдем отдохнем Ты заходи, часть КФ-5 Поговорим подробней Да возьмем мы Милку А Лариска, надо же, любовь Найдете девочку-то Снимать надо срочно Хотя куда торопиться, горды все равно нет Ребята мои в Москве ищут Все компьютер наизнанку вывернули Страна большая, но все не то Вещи в вертолете, можно лететь Ладно Так-с Милку давай Марья, опомнись Захочет этот твой, так найдет тебе и в Москве, и где угодно А нет, так чего же искать? Давай Светка, жизнь начинается Я буду культуристом А ты артистка Идем по улице Все оглядываются, шеи сворачивают А на моем доме доску повесит Здесь же лучший качок всех времен и народов Наташка Ну я же с тобой посоветоваться могу Ты же мне не просто так Поедет парень в Москву Устроится Тренироваться начнет Профессионалом станет Деньги появятся А там может быть и соревнования начнет выигрывать По миру поедет Что здесь плохого? А ты ему расскажешь Какой ценой это все достигается? Он ведь как узнает Пошлет тебя подальше вместе с твоим клубом И правильно сделает Свет, ты чего? Думаешь не получится? Не возьмут тебя? Ну не возьмут, что делать? Я подумала уезжать нужно будет А как наш детдом? И Капитошку жалко, это ведь он все организовал К режиссерше подошло вообще Я уеду, Вова останется А он и так больной Мозговое давление повышенное Он мне как брат Я сколько себя помню, он рядом А получится я устроилась И его бросила Оставила Слушай, кстати Я давно хотел спросить Он насчет меня не переживает? Ну что ты со мной? Он как у нас будет переживает Пилит меня все время, занудствует А так нет Я же говорю, мы как брат с сестрой Да, вопрос Слушай А давай Капитошку с собой возьмем Устроимся в Москве Я начну у Старкова стипендию получать И вызовем его Выучиться на кого-нибудь В Москве-то специальность можно подобрать А уж первое время мы его прокормим Слушай, Светка Представляешь Каннский кинофестиваль Кругом сплошные кинозвезды Тут по телеку показывали, ты видела? Ага И мы с тобой Я Чемпион Олимпии Константин Кузнецов И кинозвезда Светлана Пономарева Идем по красной дорожке Я В смокинге А ты? А она голая Как всегда Везет мне последнее время Как не пойдешь к себе домой Голые девки по квартире ходят Не квартира, а баня Мам, подожди Ты кино смотрела? Иду к тебе Рыдала тут в три ручья Да знаю я Бабка Никитична в магазин прибежала Алексина кричит Твоего костики подружку Пробуют прямо на вокзале Я говорю Никитич, да постыдись Что ты мелишь Люди кругом А она кричит Да не в том смысле Для кино пробуют Я Касса закрыла Гальки ключи кинула И на вокзал Так ты что, видела? Видела Не сначала А вот как Володя Накаретников Перед ней На колени-то Как опустился Так я Ой Дубина ты, сыночек Не мог ты по-человечески Ой Привел бы девушку в дом Сказал бы Мама так и так Вот, мол, так А то Голая по квартире бегает А вы потом удивляетесь Понравилось, значит Как Света играла, да? Я подумала Там еще Актрисой хочет стать Старается Слова выучила Известные люди С ней серьезно разговаривают Уважительно Может она ничего Человек делом занят А не то, чтобы квартиру отхапать И замуж за кого угодно выйти Мечту имеет Син у тебя, мамочка Неполный идиот Абы с кем встречаться не станет О, ладно, девочки Мне пора Мама, отвернись Светка, идешь? Да сам иди А мы тут поговорим Иди, иди Понял, понял Ты любишь его Ты вон говорил, что любит Себе много раз говорил Ну что же Себе много раз говорил 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Зачем же эта Коновалова Опять вернулась сюда И мэр всех вызвал Может из-за мины? Ну А при чем здесь мина-то? Вот и я говорю, что ни при чем Не она же ее подложила По городу хочет проехать Знаешь Не нравится мне все это Не люблю, когда чего-нибудь не знаю Ну а ты так думаешь Субтитры сделал DimaTorzok Да-да, войдите Здравствуйте, Виктор Николаевич А, здравствуйте Елена Семеновна А я мириться пришла, вы не сердитесь? Че вдруг? Ну Я тогда убежала Не сердитесь? Нет, не сердюсь, что Пораз проходите Верит Спасибо Слушайте, а почему вы не сердитесь? Вам что, безразлично, что я говорю и делаю? Ну что вы, мне не безразлично Просто вам я готов простить Все Ну тогда простите мне, что вот Я зашла и посижу у вас до репетиции Вы, кстати, выучили текст? А то Татьяна Терентьевна, как говорят наши дети И зайдет на мыло и зубной порошок Вот смотри, какой я Лысый А все от этих разных баб Это Лука, говорит Алексей Максимович Горький так написал Знаете Телеграмму ждешь? Ответите Я же тебе не говорила Я видела его Где? Там И что он там делал? Стоял Стоял? Слушай Машка А что это мы с тобой шепотом-то разговаривали? А? Сбрензила ты, Машка Сбрензила И я с тобой вместе Ну ты подумай Ну чего ему у вокзала-то стоять? Ну чего ему там делать? Померещилась тебе, Маша? Мне, может, и померещилась А вдруг? Мы сейчас Сейчас по городу поедем Ты так по столу поглядывай Вдруг заметишь? Хорошо Вот стой Ну замечу я его И дальше что? Ну заметила Что я ему скажу? Вы же с ним 15 лет, Маша Не виделись О чем вам с ним разговаривать? Ты подумай Сама головой-то своей А я с ним разговаривать не буду Я ему просто Пороже дам Все, без разговоров За что? За что? Да за все За то, что жизнь испортил И мне, и себе За гордость эту идиотскую За все, понимаешь? Слушай, стой Угомонись ты, пожалуйста Да ты что? Ты бога-то не гневи, Маша Всем вы так жизнь испортили Слушай А может в милиции, а? Ну чего тебе в милиции? Ну он, лейтенант дежурный А? Может у него спросить? Про Витьку? Да чего ты у него спросишь? Да уйти ты! Ну что так дела? Товарищ лейтенант Да-да, вы Или как теперь, господин Зайдите, пожалуйста, ко мне Да, четвертое купе Вот там, да Сейчас А что это вы так сегодня сияете? Ну, мне еще не всегда приятно Когда ее любят Да вы не напрягаетесь Это я не вас имею ввиду Вы, кстати, меня еще не полюбили, нет? А есть она вообще, эта любовь-то? Слушайте, а вы по какому виду Спорта чемпион? По дзюдо? Или по уходу от ответа? А любовь к вашему сведению есть Вот мне звонил мой бывший Так называемый муж Зовет с собой Светлую даль И где это? Это В четырехкомнатной квартире В Москве Он разбогател до неприличия Вот купил квартиру Зовет меня к ней жить Уже полгода звонит В среднем Раз в неделю Четырехкомнатная в Москве Однако Кто он у вас? Бандит? Нет Ну что вы Писатель Да-да Да-да-да Его фамилия Филимонов Знаете, друзья его Смешно прозвали Филимон Купер Филимон Купер? Да Вот А когда мы с ним познакомились Он уже написал Пять-шесть романов Но его, естественно, никто не печатал Почему естественно? Ну, потому что Романы были очень сложные Литарные Для слишком узкого круга интеллектуалов Но он всегда говорил Он говорил Я брошу всю эту высокую литературу И напишу какую-нибудь детективную муть И разбогатею И представьте себе Я действительно написал Какой-то первый роман Его был про Что такое Вампиры-коммунисты Что? Да, представляете? Ну здорово же, правда? Лихо Придумано Внуки под земель Это вот это все, да? Да-да-да Это он Ну вот Сам говорит Жуткая ахимия Но нашелся какой-то делец Его и сдал И пошло, и поехало И теперь вот Богатый человек А почему же вы его бросили? Потому что он беден был? Конечно Ну это правильно Ну, можно жить с нелюбимым, но богатым Тогда и дети обеспечены А нелюбимые и бедные Это уж, извините, многовато Ну теперь-то, пожалуй, вернитесь Я ведь люблю только вас И всегда буду с вами Вы это хотите услышать Ну, чего вы хотите? Послушайте, Игорь, я и вправду запутался Зачем вы приходите? Давайте выясним, наконец Скучно? Делать нечего? Делать мне действительно нечего Мне нравится, Виктор Николаевич Я совершенно не разбираюсь в мужчинах У меня нет почти никакого опыта Но есть что-то инстинкт Или чтю женское Просто чувствую, что мне с вами будет хорошо С писателем не было плохо С вами будет хорошо Могли бы на время забыть свою Машку? А как же писатель? Как говорил Максим Горький, писатель должен писать Так что пусть пишет Дядя Вить Ой, это вы, да? Ничего не вижу Против Света ничего не вижу Абсолютно Дядя Вить Идем на репетицию А то Татьяна уже на мыло изошлась И на зубной порошок Что у меня со зрением? Артисты все у нас Не видит он ничего против Света Ой, как хорошо с вами обниматься Нет, не надо Все равно не дадут Одно расстройство А я вам нравлюсь? Нравлюсь Победу одержала Ирина Соколова Идемте Сейчас 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 Какие проблемы? Вот посмотрите Это вот один мой знакомый Да, мне знакомый Ну, фотография, к сожалению, 15-летней давности Так Ну и что требуется? Мне показалось, что я вчера видела его на вокзале Ну, может, вы его знаете? Может, он теперь местный? Да нет А кто он такой? В смысле, раньше кем был? Олимпийский чемпион Да, подзюдо А сейчас, вот, сколько не узнавала Нигде не числится Нигде не прописан Бродяга Бомж, наверное Очень интересно Подзюдо, значит А как его зовут? Вектор Вектор Селезнев А что, если я у вас эту фотографию возьму? Ну, на некоторое время Естественно, верну Поспрашиваю у народа, мало ли что Ну, возьмите Только не потеряйте ради бога Нет, нет, конечно, конечно, Мария Сергеевна Ну что, задание ваше понял Обещать, конечно, ничего не могу Но постараюсь Разрешите идти? До свидания А вдруг он его найдет? Слушай, Мил Вдруг он найдет? Что я Витьке скажу? Что мне надо от него? Нет, не надо его искать Где он? Не надо его искать! Машка! Успокойся ты, психопатка Как будет, так будет Слушай, генералиссиумс Вы когда-нибудь найдете эту мину или нет? А, впрочем, все равно Даже если мы отправим пояс Госпожа Коновалова Останется, если захочет А что бы ей не остаться-то У нас можно магазины какие-нибудь открыть Или гостиницу с рестораном А может, она захочет деньги в производство вложить У нас безработица Рабочий круг навал А куда в Зареченске можно вложить деньги? Куда? У нас есть только один мощный промышленный объект Это фабрика по изготовлению резины для нижнего белья Что думает директор по этому поводу? А что я? Гляжу я на тебя, Нечипаренко И вспоминаются мне известные стихотворения Я проснулся в шесть часов Нет резинки от трусов Город хочет посмотреть Посмотрит наш город А наш город, известно какой Ну и купит всех с потрохами Миша, ты что считаешь? Лучше пусть все будут нищие, да? А вот ты знаешь Может быть, я отсталый человек Пережиток Когда все нищие Это плохо Но когда одни бедные А другие богатые Это еще хуже О чем молчим? У меня ощущение Что мы не ошиблись Зареченск Это то, что нам нужно А молчим, понятно, волнуемся А вообще-то От нас мало что зависит Решать-то будут, а они Им ведь всю жизнь придется свою менять С одной стороны Они должны быть довольны Мы им даем возможность заработать А с другой стороны Зарабатывать деньги Ой, как тяжело Придется учиться Менять профессию А вдруг не получится Риск? Захотят рисковать Взять моего Сашку Ведь не глупый мужик Мог бы не хуже меня дела заворачивать Ну, как научил за 30 лет назад Унитазы чинить И все, довольны с него На японских телек заработать не может Лучше рухлить смотреть будет А лишь бы не шевелиться Данные на Зареченске Очень интересно Значит так Предлагаю коварный и дерзкий плах Гениальный в своей простоте Так Мы везем эту даму по городу Плачемся и жалуемся над нашей бедностью Соглашаемся со всеми ее предложениями Подписываем все ее бумаги И дожидаемся денег А вот когда они прибудут Мы начнем их тратить Просто Грубо И цинично Лег, все это хорошо Но как же так Ты же сам говорил Придется документы подписывать А подпишешь Исполнять придется Никогда Слава богу Мы не в Америке Посадят Никогда Ну, то есть Если я потащу к тебе в карман Да А так Извиняйте Извиняйте Я заключил контракт Ну, скажем Заключаю контракт По строительству На нашей главной улице Пушкинской Публичного дома А получился Детский сад Верните деньги Хорошо Вернем, когда будут Нам сейчас А сейчас нету Ну, так отдайте Отдадим Когда будут И все Прошу Прошу Им как бы денег Побольше Из меня Выкачать А за меня Ничего не сделаю Я сильно подозреваю Что этот мэр Сейчас Будет на все соглашаться Лишь бы Деньги начали приходить Я его понимаю Конечно Придут деньги в город Обратно Их не вынешь Мы в Америке Живем Что вы предлагаете? Пока ничего Поговорим Посмотрим Но главное Не расслабляться Не расслабляться Никому из них не верить Великое дело Начинаем, граждане Дайте у себя отчет А? Ну, Господи Благослови Господи Помилуй Откуда красота-то такая? Возрождаем Старинные Обряды Специально придумали И специально Для свадебных торжеств Чтобы новобрачные После регистрации Драка Могли прокатиться В коляске Для полноты Грянем с песню Так веселей, ребята Так веселей Не замерзли Ну, веселей Закрывайте дверочку Отлично Нет, Талина, Трой Стоят Стоят Влеча Стоят Стоят Света, она проститутка, она женщина легкого поведения, она пьет, она ночует где угодно. Что такое проститутка? Света, пожалуйста, не делай вид, что тебе само это неизвестно. Ты прекрасно знаешь, что есть женщина, которая вынуждена торговать своей любви. И твоя героиня, она оскорблена. Ауди, послушай, ты помнишь того, который тебя спас? Помню. Вот посмотри фотографию. Вон, но у тебя фотография старая. Ну что? Нет, не он. Точно не он? Смотри, посмотри. Без вопросов. Ну, у того нос такой, и родинка вот тут на лбу, и глаза узкие. Вот. Нет, точно. Интересно, интересно. Инна Семеновна, ну почему в апартах говорите? Господи, ну я костюм одевала. Ну мы же ничего без вас не можем делать. Здравствуй, Севочка. Кто ж здесь на слуху-то играет? Он засох. Ну, куда только дежурные смотрят, не поливают. Ну, что делается? Ну, значит точно не он, да? А, да. Ну, не он и не он. И слава Богу. Дело будем закрывать. Ты вроде не сообразил. Дело закроем, всем будет спокойнее. Внимание, братцы. Братцы, внимание. Стоп, репетиция отменяется. Таня закрой, рот иди сюда. Ну, Михаил говорит. Значит так, сегодня, через час-полтора, к нам приедет миллионерша Коновалова на экскурсию. Наша задача, выманить у нее хоть какие-то деньги для нашего детского дома. Задача противная. Унижаться придется, но у нас нет другого выхода. Одеяло надо покупать, туалеты надо ремонтировать и так далее. Я уж не говорю, что для наших маленьких надо бы фруктов подкупить. А, Михаил Борисович. Да. Хотите, я при ней изображу голодный обморок. Стою, стою и вдруг хлоп. А? Мол, дети не доедают, витаминов не хватает. Можно, а? Вовка. Изобрази. Изобрази. Дожили. Кошмар. Давайте, братцы, разойдемся и всем расскажем про это дело. Хорошо. О! Привет. Что, мои? Опять что-нибудь? Да нет, Варень. Нет, нет, нет. Что вы, я как раз пришел поговорить насчет Коновалова. Не возражайте, если я на ряд вышел. Может, только подежурить. Зачем? Ты что думаешь, мы ее ограбим или заложники возьмем, мы и выкуп будем требовать? Это мы же. Ха-ха-ха-ха. Да нет, нет, что вы. Ну, так для солидности. Мол, встречаем по первому разряду. Охраняем, бережем, все как полагается. Ну, вот. Давай, давай, давай. Так, где позвонить можно? У меня есть кабинет. Стой. Ой. Сегодня как раз на третье бананы. Понимаешь, надо сказать, что при ней не давали. Увидит, ни копейки не даст. Иди, там открыто. Гусев, это я. Быстро группу захвата в детдом. Вроде бы здесь вот. Да знаю, я знаю. Вот по легенде и будем ее охранять. Давай. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, ну что. Он, в общем, здесь. Поэтому ты идешь в обход, а вы идете со мной. Давайте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Везде дома пришли. Скоро Коновалова приедет, так они решили где-то не исправить. Идиоты. Надо бы всмыться. А то как бы чего не вышло. Так они уже в коридоре, вы же не пройдете. Слушайте, я попробую их отвлечь, а вы спрячьтесь куда-нибудь. Может, они заметят. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЮрКир. Привет. Привет. Слушай, а что это за комнату? Там, знаешь, подсобная. Ставерно еще дворник жил, а теперь там всякий хлам хранится. Вот я Ватман искала. Ватман, да? Пришли стинг разит выпустить, а бумаги нет. Я заберемся. Нет его здесь Я все осмотрел, пошли дальше Виктор Николаевич, вы где? Виктор Николаевич Я не гоню тебя Извините, у меня часов не дежит этого урока Привет! Здорово! Слушай, а для разговора можно, а? Давай, иди-иди ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здрасьте! Привет! Заходи Снимай куртку Садись Ну ладно, давай о деле Ты нам годишься, я уже говорил Ну, начнем, конечно, с подробнейшего медосмотра Наши врачи тебя всего изучат Это само собой От армии мы тебя освободим, это не проблема По здоровью Будешь жить в олимпийском комплексе, в гостинице Питание, жилье, тренировки Все за счет клуба, плюс стипендия От тебя что требуется? Не нарушать режим, раз Тренироваться по системе, как тренер, скажет два А если станешь, к примеру, чемпионом Олимпии Мы везде имеем право писать и говорить, что ты наш питомец А если мы какую-то продукцию выпускаем Тренажеры Или спортивное питание Или одежду Имеем право везде твое имя использовать Да я и так, что вы Ты не спеши Это ведь сотни тысяч долларов А то и миллионы А данные у тебя хорошие Все может быть Класс Ну, в общем, ты подумай Посоветуйся с родителями Или я уж не знаю с кем В принципе, мы всяко здесь еще сутки проторчим Так что, если надумаешь, приходи Можем вместе поехать Места свободные есть Я договорюсь Но, знаешь, есть еще нюансы в этом деле Я тебе о них сказать обязан У тебя девушка есть? Есть А что? Вы с ней только целуетесь или уже не только? В общем Не только Сначала целовались, потом Понятно Понятно Будь готов следовать обратным курсам Целоваться И все Почему? Это режим такой, что ли? Никакого режима Наоборот Чем больше девок Тем мышцы быстрее растут Серьезно Так что, сколько угодно Только сам не сможешь Чего-то я не пойму Это вы про импотенцию? Извините А при чем тут? Ты про стероиды слышал когда-нибудь? Конечно Анаболические стероиды Препараты для ускоренного роста мышц Очень вредные От них и цирроз печени И давление повышается И угроза рака Ну и про что вы говорите? Да их уже и не применяет никто Вот представь себе Занимаешься ты пять-шесть лет Тысячи тонн железа поднял Море пота пролил Всю свою жизнь на культуризму Грохал и застрял Не растут мышцы дальше Хоть тресни Потому что у каждого человека Свой естественный предел есть Который не преодолеть просто так Иначе каждый, кто захочет Мог бы Шварценеггером стать Качайся себе и качайся А нет Стоп И все А это уже жизнь твоя Уже деньги большие маячит Друзья тебя догоняют Вот-вот обгонят И выходит силы в пустую потрачены Есть методы этот застой преодолеть Обычные методы, не химия Но пока найдешь нужный Годы могут уйти А тут серия уколов И все А организм молодой, здоровой, цветущей Сила так и прят Девки из-под тебя еле живые Выползают Ну почему не поколоться Чтобы стать самым первым Уколы, таблетки Потому что не можешь без этого Тем более, что все вокруг тоже на химии сидят В общем, ладно Иди, Костя, подумай Надумаешь? Приходи Тут, кстати, ничего удивительного нет Спорт высших достижений Мирового уровня Всегда опасен Боксеры погибают на ринге Гонщики бьются Борцы ломают спины Так что у нас еще не самое страшное Ну ладно Иди думай Субтитры сделал DimaTorzok Наташка Через два года я Олимпию выиграю Если все по графику пойдет Точно Тогда все брошу Лечиться начну Ну и сейчас с тобой Не сердись Я не сержусь, Леша Я подожду, конечно Ира Твоя милиция тебя бережет Ну что, как жизнь? Вот так, девочка А ты мне генерал еще? Да нет еще, но буду Да будешь, будешь Немножко пока вы по 17-й станете генералом По луку-то играет Селезнева, да Да ведь я знаю все Слушай, а познакомь меня с ним, а? Знаешь ведь, Дион Интересно мне Такой человек Олимпийский чемпион Шутка сказать Ну да прекрати ты Давно бы поймал его Прямо на сцене Он, конечно, чемпион И все такое Но пистолет Есть пистолет Против пистолета Драться трудно И оцепление стоит Захотел бы Все бы перевернули Ну так что? Познакомь Вот познакомьтесь Это лейтенант Самошин Мой бывший одноклассник Мы с ним даже в институте учились вместе Он на юридическом, я на фулфаке Ну не волнуйтесь Здравствуйте Да не волнуйтесь вот так Что же вы как дети малые Милиции-то боитесь, а? Очень приятно познакомиться Слышал о вас В детстве По телевизору смотрел Как выступали Шутка сказать Виктор Селезнев Откуда вы знаете Как меня зовут? Нет, спасибо А действительно Я не спросила Откуда ты меня Профессия Профессия у меня такая Да нет, если честно Кинорежиссер Семенова Мария Сергеевна Она вас видела На вокзале издалека А потом вы куда-то исчезли Ну она меня и попросила Найти вас Показала фото Рассказала мне о вас Вот Ну как бы А дальше Недавно же драка была на базаре Кто-то 12 человек уложил А в детдоме Неучтенный Лука появился Вот и все А вы так надолго? Да нет Я так спрашиваю Мне все равно Куда вы Зачем Я просто что думаю Может быть Вы у нас бы остались Потренировали бы нас всех По карате По рукопашному бою Такого тренера иметь Это же Только мечтать можно А мы бы вам от милиции Квартиру выделили А? Ну вот Я бы ради такого дела Сам пошел к мэру Лишь что бы сказал Надо квартиру человеку Ну так что Если паспорт Прописку Вы только скажите Все устроим Так что подумайте Вот Ну что Не буду как бы вам мешать Задерживать вас не буду Приятно было познакомиться До свидания Кстати Так что мне сказать То Семеновы Нашел я вас или нет? А какую фотографию Она вам дала? Ой Сейчас Сейчас Вот Пожалуйста Нет Нет Не нашли вы меня И судя по всему И показалось Так и передайте Пожалуйста Хорошо 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 Слушаюсь Ну до свидания Еще раз при этом Глупознательница До свидания А вы Очень прошу подумайте Ира Уговори Виктора Николаевича Остаться Лично отвечаешь Ну Счастливо До свидания Не уйти Не уйти Здорово Ну чего? Скажи-ка Дядя А Мину ты нашел? Слушай Кончай издеваться Мало того Что мне из Москвы По десять раз в день звонят Так еще и ты Сам говорил Нету ее И быть не может Значит не нашел А вот я нашел Что? Как это? Я сейчас в детдоме Да Тут мероприятие намечается Коновалову встречаем Да Ну я должен быть А через пару часиков Подъеду к тебе И поговорим Понял? Дело ведь не в Мине Как таковое А в том Кто ее подложил Да вроде бы и есть Достойный кандидат В террористы Ну дождись меня Понял? Ну давай пока Девочка, Оля Побыстрее Тут можете заждались Вам понравилась Наша фабрика? Да Знаете Я здесь Образцы захватил Посмотрите еще раз Внимательно Очень хороший товар Качественный О Си бемоль Басовая Вот здесь еще раз Для маркетинга Отходим в дилерскую сеть Мы же можем Так? А вы правда мэр? Еще при Петре первой Правда? Всенародно избран Молчит наша гость И обещает Не предлагает Будто действительно Приехала городок Посмотреть Но ничего Ничего Сейчас вот я тяпну И начну денег просить Унижаться буду Человеческий облик Потеряю Садимся что ли Ну давай с Богом А вы чего Как неродные Родные 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 Садимся Садимся Семен Петрович Только вы сначала думайте А потом говорить Все, все, все Все Не беспокой Не беспокой Семен Петрович Дай еду Вот-вот-вот-вот Очень хорошо Очень хорошо Полная нищета И разруха Привет Жалко Потолок не рухнул Ничего Представляешь, мы бы все стояли среди руин с протянутой рукой. А еще вороны каркают. Да? Может быть. Я проснулся в шесть часов. Не грязинки, а трусов. Вот она, она. Она, 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 свободна. Сколько счастья, сколько бухи, Ты любовь несешь с тобой. Вот погуляли. Моя чадная рука Слышит все одной тобой. Да. Но я думал, ты попросишь фабрику или пару магазинчиков в аренду. А ты вот что. А, я, Семен Петрович, вот что. Ты сам говорил, у тебя никто толком в городе не работает. Никто ничего не производит. Народ нищий и пьет, естественно. Да ладно, пьет, пьет. Что я буду делать с детским домом? Ой, дался он тебе в детский дом. У меня монастырь, главная приманка туристам. А мне главный козырь. Спросят, почему Зареченск? А вот почему. Ну а детский дом, что ж, Детей по детским домам распределим по интернатам. Не волнуйся, на улице никто не окажется. Ой, меня Галя больше всего волнует, Что скажет мой друг Михаил, директор детского дома. Когда я ему положу, что мы на все четыре стороны разгоним детдома, Дедома не будет. Что? Как я ему скажу? Как? Ну как скажешь, Семен, так и скажешь. Да. А я одно знаю, что и питомцам его, Дедомовским детям будет лучше, Если у нас все это получится. А как Михаил Борисович поймет, это его проблемы. Вы знаешь, смотрел недавно в телевизионной передаче, Случайно про какие-то там семейные проблемы, что-то такое. Там один мужик говорит, Меня, говорит, жена перестала понимать. Теперь мне становится ясно, Ну, перестала ее. Ну, и она перестала его понимать. Это только теперь тебе стало ясно? Конечно. Ну, а что мне? Я же ничего не знала. Мне 26 лет. И ничего у меня не было. Ну, конечно, были там... Так, стоп! Молчать! Слушай, есть такой закон. Если ты хочешь, чтобы мы с тобой и с кем-то другим Долго любили друг друга, Никогда не вспоминай прошлое. Никого. Никогда. Закон-то. Слушай, ты меня испугал. Ну, ты же знаешь, я замужем была, и муж у меня был. Это пожалуйста. Это пожалуйста. Ну, такой странный парадокс мужской психики. Про мужа рассказывали. Ну, все что угодно. Муж не мужчина. Как так получается? А про других мужиков не-не, спасибо. Да мне, собственно, и рассказывать-то нечего. Вот, вот, вот. Нет, ну правда. У меня мой муж писатель так охоту отбил, что я думала, что никогда в жизни больше. Правда, правда. Многих спрашивал о нем, фотографию показывал. Никто о нем ничего не знает. И никто, к сожалению, не видел его. Ни фото, ни по приметам нет. Не могут вспомнить. Думаю, что и не было его тут. Кстати, вот там за окном свидетелей имеем. Мимо этих, ни один бродяга не пройдет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну так видели? Того с фото? Не видели. Мы-то уже бы сразу засекли. Здравствуйте. Мы здесь каждую собаку знаем. Тем более, как вы говорите, бомжует мужик. Так первым же делом бы на рыночку. Еще вопросы есть? Да. Или спирей что-нибудь. Да. Здравствуйте. 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 Ешьте, ешьте, ешьте. Да, бедновато живете, нечего сказать. Штор на окнах и то нет. А каково детям на уроке сидеть, когда солнце в глаза? И питание прямо скажем. Юра. Да. Купи хоть бананов, что ли. Да, конечно. А то обед, ни компота, ничего. Петрович, пока Зимин деньги пришлет. Это какой Зимин? Ну, которого вы лариски называете. Неделя пройдет минимум. А ждать нельзя, надо сейчас же начинать ремонт крыши. Всю минуту. Специалисты есть? Да специалисты-то есть, а вот средства. Пусть подойдут рабочие к поезду, я выдам наличными. Для начала пусть крышу разберут. А я дам команду, пришлю от архитектора, он повезет. Я дам. Хорошо. Хорошо. Да, Михаил Борисович, расстроила я вас. Оглаушила, прямо скажем. Ну, подумайте. Город гибнет. Ваши питомцы будущего лишены. А то, что мы предлагаем спасение для всех. Не согласна? Не согласна, конечно. Тут жизнь ваша прошла. Да. Но вы умный человек. Детей любите. Так что рано или поздно поймете. Да, вот что попрошу. Список всех воспитанников. И на каждого персональную характеристику. Возраст, склонности, уровень развития. Будем распределять по детским учреждениям, согласно индивидуальным особенностям каждого. Да. И на каждого счет в банке откроем. На каждого ребенка. Первый взнос сделаем. К совершеннолетию проценты набегут. Приличная сумма окажется. Ну, а тех, кто нынче к выпуску готовится, жильем обеспечим. Ну, а специальности тут уж кто что выберет. Тут работа начнется. Выбор большой откроется. Здравствуйте. 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 Дети у вас хорошие, добрые, воспитанные. Здравствуйте. Здравствуйте. А что же они старую форму носят? Теперь уже не носит никто такую. А мы на складе по дешевке покупаем. На хорошую одежду денег нет. Поможем. Поможем одеждой. Да. Как же я не сообразила. А ты, Семен, тоже не подсказал. Что? Целый поезд знаменитости едет. В двух шагах отсюда. Когда дети еще таких выдающихся людей убить. Они из Тарковчева стоят. А Володя Кореевна. Ой, прекрасно. Да мы устроим встречу. Завтра же устроим встречу. Юра, закупи все что можно. Подарки детям. Устроим детям праздник. Раблю. Ну, а артистам сообщи. Попроси. Да я думаю так все придут. Расскажут чего-нибудь, спляшут, споют. Весело будет, думаю. Так. Михаил Борисович. Ну, вы уж сами решите, как детям сообщить о нашем разговоре. Ну, до встречи. До завтра. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вам? У нас тут нравится? Да. Да. Ой. Что это с ним? А это у него голодный обморок. Он свою еду маленьким отдает. Сегодня мне второе отдал. Кошмар какой. Дети в голодные обмороки падают. Ужас. Ну, ты-то обедал сегодня? Я да. Ну, слава Богу. Михаил Борисович. Поможем. Все сделаем. Михаил Борисович. Все прекрасно получилось. И подарки, и угощения. Я думаю, а мы гостям что-нибудь сыграем. Я думаю, вторую картину. Прошу всех педагогов собраться немедленно. Экстренный педсовет. Сейчас. Немедленно. Немедленно. Послушай, Миша. Нет, ты меня послушай. Знаешь, что я сейчас должен сделать? Просто обязан. Знаешь что? Это плюнуть тебе в рожу. Но дети вокруг нехорошо. Так что считай, что плюнул. Можешь утираться. Ну, плюнул ты. Ну, утерся я. Это что, решение вопроса? Ты же в песни приходил к нам петь. С детьми в шашки играл. В Гамлете тень отца. Исполнял свою. Пододеяльник принес, не пожалел. И после стольких лет. Семен, Семен. Ты отдаешь себя отчет, что ты мне предлагаешь? Это же прямая уголовщина. Стоп, 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 стоп. Не говори того, чего не понимаешь. Твои саперы на двадцатом километре в результате упорных поисков обнаружили самодельное взрывное устройство. Так? Да. А подполковник Семенцин, который все это обнаружил, молодец. Ну так, Вася, с повышением. Нашли устройство, которое молодец Семенцин сам и поднажал, еще и сам и сделал. Слушай, Вася, давай-ка не вставай в козу. Главное, что, чтобы никто ничего не узнал, кроме того, что мы захотим. Ну так и не звони с монастырской колокольни, никто ничего и не узнает. А что это за тип, которого ты посадить собираешься? Да тебе не все равно. Человек все-таки? Какие там бродяга-бомжи? Ну, в тюряге лучше, чем на свободе. Ну и потом, ну найдут у него эти детали от этого взрывного устройства. Ну и что? Он, не он, поди докажи. Ты меня не вкручивай. Думаешь, я не юрист, так и вообще уже не соображаю. Я нашел мину, а там у человека в шкафу детали от нее. И он ни при чем? А как же? Ты подумай, Вася. Я тебе сейчас одну вещь скажу, которую ты, конечно, знаешь. Ну, как ты не серьезно к ней относишься, а зря. Так вот, Вася, жизнь у человека одна. Теперь я помолчу, а ты переваривай этот факт. Переваривай. А заодно прикинь, как ты своей единственной жизнью распоряжаешься. Сколько получаешь, где живешь. А ведь есть другая жизнь. Есть. Только она там. А ты здесь. И эта история с миной твой единственный шанс, понимаешь? Опять же, в твоей единственной жизни. И если кто-то при этом в тюрягу попадет, это его проблемы. Тем более, я тебе повторяю, жена, она не зарыдает. Нет. И дети не закричат, где наш папа, не будет этого. А государство переживет. Ты подумай, Вася, подумай. Ты подумай, Вася, подумай. Не видели? Там, дальше. В кабинет литературы. Свет. Привет. Это мы к приезду Коноваловой штору сняли, чтобы все победнее выглядело. Теперь вот обратно вешаем. Иди сюда. Кость, да что случилось-то? Облом. Никуда я не еду. Для этого все. Два года пахал, надеялся. Что, не берут тебя? Ну ничего, не один же Старков на свете. Берут. Просто. Вот. Подожди, а дети? Ва! А если и будут, так еще неизвестно, кто после этой химии родится. А без химии нельзя? Можно. Только риск. Можно годы потратить и ничего не добиться. Ну и ладно, и брось, наплюй на все это. Да? И что мне теперь, и куда? В армию? Ослужу, вернусь. А потом чего? Без работы болтаться? В любимом Зареченске всю жизнь прожить неизвестно кем? Что тут делать? Груши околачивать? Так и то не устроишься. Вот сколько желающих. А в Москву ехать? Зачем? У меня мечта была. У меня мечта была. Ладно, хватит. Давай делом займемся. Показывай. Пожалуйста. Вот. Прямо из актерского отдела. На Купчихин факт. Качество, конечно, да. Да ты их и так всех знаешь. Вот Верка, вот Людка, Ксюха. А это кто? Господи, боже. Смотри-ка, это Катька Петровская. Она сейчас в Америке снимается. Свободна будет через 8 дней. Да ну ее. Вот именно. Корова, причем наглая. Мил, ты знаешь, мне все больше нравится вот эта девочка местная. Света, да? Света. Чистота в ней есть. Наив. В то же время какая-то недельская тоска. Ты знаешь, я думаю, что она может быть даже лучше Ларисы. Воистину, все, что не делается, все к лучшему. Я тебе говорю, Лариска пускай отдыхает. Вот это Света, это да, это во. Я не подумал. И в голову не пришло. Свет. Старков-то, понимаешь, Он много лет отзанимался, прежде чем на стероиды перешел. Я так понимаю. Вот если бы с самого начала ему кто-нибудь объяснил, как он мне, так все по-другому было бы. А про ребенка я вот почему подумал. Я бы в армию пошел, отслужил, а ему уже два годика было бы. Ты бы своим делом занималась. Я бы своим. И мамаша бы тебе помогала. Да уж не бросила бы. Раздевайся, Света. Ты же всегда, когда я приду, голая бегаешь. Почему от хорошей привычки отказываться? А? Ну только я другого не пойму. Ой, Господи, чтобы она провалилась на торговле. Света, на кассе сидишь, к вечеру спину ломит. В отделе ноги отнимаются, целый день стоявшие. Так это... Тебя же вроде бы актрисой пробовали. И говоришь, хвалили, обещали взять. С этим как? Передумала? А точно, я и забыл. А, Светка? Я не знаю. Это же ведь только разговоры были. Сегодня разговоры, а завтра не разговоры. Что тогда будем делать? Да ну, будем жить как нормальные люди. Я в армию пойду. А вы будете ребеночка нянчить. Ты же слышала, что решили. Я слышала. Чего ты решила? А вот что Света решила, я этого не слышала и не слышу пока. Светка, ты чего молчишь? Ты чего? Подумай. Я не знаю. Костенька, ну, ты в армии будешь служить. Я в институт попробую. Может, учиться начну. Ну, что тут такого? Ты отслужишься, тоже куда-нибудь поступишь. Значит, я буду в армии служить. А ты одна, в Москве, среди артистов. Они тебя там быстро обучат. Понятно. Хорошо, вы, девушки, все решили. У Светочки талант. Пускай она едет, поступает, в кино снимается. А я, значит, Ать-2. Короче, дорогая Света, я тебе попросту скажу. Или ты моя жена, или ты киноактриса, надежда сцены и экрана. А быть мужем кинозвезды я не хочу. Честно тебе говорю. Поэтому решай. Телеграмы отправить надо. Давай. Кому? Вот. Прочти, там все понятно? Сколько там? Держи. Семеновой. Мария Сергеевна. Ты что, с ней знаком? Ты знаком с ней? Володя, понимаешь, был знаком когда-то. Лет сто назад. У нее сегодня день рождения. Она здесь. Решил поздравить. Нет. Не получится. Почему? Я все прошлое лето на почте работал. Газеты и письма разносил. Я их систему хорошо знаю. Нельзя в одном и том же городе телеграмму отправить. Вот что. У них же один телеграф. Как они сами себе отправят. Бывало, и приходили, и тоже поздравить хотели. Нельзя. Верно. Ах ты, черт, а. Стоп. А давай я ей сам отнесу. Я ей сам отнесу, прям в руки и передам. Тем более, я тоже с ней знаком. Ну, 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 а спросит, откуда, чего? Я ей, если спросит, я ей скажу. Подошел незнакомый дядя, попросил передать. Ну, кто такой, не знаю. Куда ты исчез потом? Ну, как? Вот. Давай. Сейчас. Только я дождусь Светку, она у Кости, и сразу отнесу. Хорошо. Ладно. Иди, дядя Витя. Жду тебя, наверное. Ох. Ты взял бы, да и женился бы на этой Ирине Семеновне. Хоть семья бы была. И дети. А то болтаешься, он Николай не дворал, он старый уже. Ладно, иди, иди. Давай, давай. В старших ПТУ, в общежитие, младших, в интернат. Да ну, что тут волноваться, не на улицу живым выгоняем. Так вот, я тебе скажу, если ты еще до сих пор не понял. Наш детский дом, это не стены, и не крыша даже новая. А это люди, это коллектив, отношения старших и младших. Это традиции, передающиеся от одних к другим. Это климат особый. Это дети, дети без родителей живущие, без папы с мамой. Ты еще у многих наследственность. А закон простой. Ребенок должен жить в семье. Нет родителей. Мы должны стать этой семьей. Мы и есть эта семья. Тихо, 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 тихо. А по-моему, Михайло Борисович, ты сгущаешь краски. Конечно, ты великий педагог. Но и в других местах растут дети. Слава тебе, Господи. Все, все, все. И слышать не хочу. Слава тебе, Господи. Поздравляем. Вот там вы поговорите с этой весьма богатой и очень знаменитой Коноваловой. Вдруг убедить удастся. День рождения, говоришь? Пойдемте. А тебе были бы знаменитости. Любой повод ты ищешь для этого. Хвостом покрутить, видать, очень хочется. Что ж, идем. Сколько тебе лет-то стукнуло? Да ладно? Да. А я вот, знаешь, я на себя иногда вот просто удивляюсь. Я-то смотрю на себя в зеркало. Это, Господи. Кто это? Что это такое? А ведь была-то... Ведь была девочка спала там такая. Училась играть на реалочей. И главное, что у меня все в жизни было впервые. Впервые. Вот я первый раз иду в театр. Вечером иду. Вот я первый раз ем ананасовое мороженое. И сколько у меня еще всего-то будет в первый раз. А теперь? А теперь что? Все в сотый раз. В сотый раз. А в первый раз уже ничего не осталось. Это и есть старость, наверное. И скажи, это как раз старость, когда снова все впервые. Впервые ноги подгибаются, голова трясется, руки не слушаются. Да, это, наверное, поэтому старики и дети похожи. У них все как в первый раз. Кстати, на радио впервые. Я что теперь могу Витька звать? Витька! О чем ты, Витька, думаешь? А я, Ирка, думаю. Какая ты красивая, какая ты молодая. И что она думает? Добро я. Не про это я думаю. Я думаю о том, что сказал ваш директор. О том, что один дом разгонять будут. Все такое. Плохо это. Нет, слушай, Витька мне не нравится. Я тебя буду звать к дяде Вите. Дядя Вите, ты прав. Делаешь? Конечно. Мне же с тобой так хорошо, просто ужас. Ну как же ты можешь быть неправ? Ты будешь всегда прав. А вот, станешь стареньким, ни на что не годным. Что тогда? Ну тогда лучше станешь неправ. Во всем. И ощущение полного простора. Медленно, медленно. Один огонечек, другой. Зажигаем огонечки. Все проявляется, даем свет. И мы попадаем просто во двор современного дома. Люди пошли туда, сюда. Люди ходят. Вот что было, и что стало. Ну как? Ничего. Ничего. Только это чушь собачья. А по мысли хорошо. Ну почему же чушь-то? Ну понимаешь, в лоб как-то. Не искусство это, Маша. Декларацию. Ну, милка. Не искусство. Если ты вообще в искусстве понимал. Да? Да. Добрый вечер. Меня просили передать. Поздравляю, желаю успехов и счастья. Витя. Сподобился таки. Подожди. Это же не телеграмма. Где ты это взял? Мужчина ко мне подошел. Попросил передать. Кто такой, не знаю. Но я согласился, сказал, передам. А он ушел. Ну, а я к вам. Когда это было? Да вот как. Ну, полчаса или час. Попробуй. Значит, я не обозналась. Что, в конце концов, буду по всему городу Зареченску за ним бегать, да? Ну, просто случайно оказался здесь, да? Решил меня поздравить. А телеграмму в поезд не послал, да? Попросил первого встречного. Да, выполнил, так сказать, свой гражданский долг. Да. Извини, я забыла. Как тебя зовут? Капитонов Владимир Иванович. Спасибо тебе, Владимир Иванович. Спасибо. Если вдруг случайно встретишь этого человека, поблагодари за поздравление, да. Поблагодари за поздравление и скажи, что у меня все нормально. Понимаешь? Слушай, а кажется, это милиция такая простоволосилась. Владимир Иванович, давай. Вот, шоколадка, угощайся. Да, кстати, а где подруга твоя? Где Света? Так она там, в тамбуре. Мне когда телеграмму мужик-то передал, ну, устал, надо к вам идти. Я сразу за Светкой, раз такой повод есть. А что же она с тобой не зашла? Неудобно ей. Так повод же есть. Переживает. И жених ее, Костя, условия выставил. Или он, или кино. Но не хочет быть мужем кинозаверии. А она мучается и Костю любит, и в кино сниматься охота. Так я для чего ее приволок? Вы прямо так и скажите, берете или нет. А то она извелась совсем. Бедная. Понятно. Знакома до боли. Ну, давай, давай. Иди, позови ей. Поговорить надо. Надо Вовку Каретникова к этой Светке-то подключить. Она сразу про всех своих жерехов забудет. Я ему скажу. Я скажу ему правильно, чтобы подключился. А там видно будет. Что ж, ты меня не бросишь? Брошу. Почему? Ну, что делать? Надо уходить. Видишь? Детский дом разгоняют. Жить негде. Ну, может, подчищение не разгонят? Да, разгонят и правильно. Город-то перестраивать надо. Ну, что ж делать, а? Слушай, ну тебе же вот Севка Самуршин, вот лейтенант-милиционер говорил. Иди к ним инструкторам. Может быть, комнату дадут, зато и квартиру. И будем с тобой вместе жить. Да не будем, Ирка, жить с тобой вместе. Не будем. Да почему? Да потому что существует такое выражение. Отвратное. Но, к сожалению, верно. Надо устраивать свою жизнь. Вот тебе надо устраивать свою жизнь. И на неделю, и на год. Тебе 26 лет. Ну, значит, лет на 50 теперь. Ну, будем мы жить с тобой в комнате, в милицейском обширении, а? Через 10 лет получим квартиру. Ну, ты в Париже была? Ну, в Лондоне не была. И в Нью-Йорке не была. А все, все, Париж. А? Париж. А со мной будешь жить, вообще нигде не будет. Надо устраивать свою жизнь. Может, не уйти? Ну, как можно и уйти? Если честно, лучше уйди. Ты никуда я не пойду. Ты все правильно говоришь. Ну, ты говоришь все в будущем. Захочешь, надоест. Захочу, уйду. Пока мне не надоело. Знаешь, тебя с первого взгляда поебило. Ты уж не бросай меня, пожалуйста. Я ведь маленькая, такая глупенькая. А Париж он? Где он, Париж? Может, и нет никакого Парижа. А мы-то с тобой есть? Ну, да. Все. Здравствуйте. Мне Вова сказал. Да-да-да. Садись. Говорить надо. Нет, вы извините. Можно сначала? Я скажу. Потом уж... Спасибо вам большое, Мария Сергеевна. Но только я не буду. Светка. Ты что, рехнулась, что ли? Да что, судьба твоя, дура? Подожди. Я же для тебя старался. Подожди, Вова. Здрасьте, кого не видел? Звали? Сядь, послушай. Ну-ну. И дальше, Свет. Ну и вот. Короче, у меня есть причина. Господи. Это Костя твой причины. Да на черта он тебе сдался. Да таких, как он. Подожди, Вова. Вы поймите, я люблю его. А если я сниматься буду? Ну, я еще не знаю. Может, вы меня и не возьмете. Но вдруг я сниматься буду. Потом учиться. И Костю бросить придется. А я не хочу. Я люблю его. Жаль. Очень жаль. Я вот на тебя смотрю и все больше убеждаюсь, что ты очень и очень нам подходишь. Извините. Я вас время отняла и все такое. Спасибо вам большое. Извините. Послушай, Свет. Я тебя не уговариваю. Нет. Ну, что мне тебя уговариваю? Ну, что мне тебя уговариваю? Нет. Я тебя уговариваю. Конечно, я тебя уговариваю, Свет. Но ты думай сама. Вот я в 19 лет замуж вышла. Первый раз, да? Семья у меня была, знаешь, такая интеллигентная. Отец у меня был кто? Профессор консерватории. А мать пилила на этой. На вилончели. В оркестре. Театр оперетта. И в меня влюбился один скрипач. Красавец. 27 лет. Уже, кстати, лауреат. Там каких-то конкурсов международных. Все. Он влюбился в меня, понимаешь? До ужаса. У меня красавица была. Мать мне ныла с утра до ночи. Давай, соглашайся, не теряй шанс. Устраивай свою жизнь. Ну, правильно? Я думаю, действительно, а что мне не устроить жизнь? Вроде я его и люблю. Думаю, действительно, а чего? Вы женились, да? Ну и что? Ну, ты спроси меня, чем кончилось. А чем кончилось, понятно. Потому что нельзя, нельзя свою жизнь устраивать вот так вот по принципу. Все сойдет там, все образует, ничего не сойдет. То есть ничего не сойдет и ничего не образует. Потому что это твоя жизнь. Она у тебя единственная, твоя жизнь. А я вот после первой ночи с этим скрипачом поехала в общагу консерваторскую. Напилась там. Да чертик. А потом подряд со всеми перейдем. Потому что я как представила себе, что каждая ночь у меня будет вот как это вот. Всю жизнь. Вот и получается, что и замуж нельзя выходить. По принципу все сойдет, все образуется. И профессию себе нельзя так выбирать. Мужа-то извини. Вот мужа, кстати, проще сменить, чем профессию. А бывает, бывает еще по-другому. Бывает есть мечта, а не получается. Но не удается ее достичь. Вот я. Хотела стать актрисой. Хотела. А не вышла. Но не одарил меня Господь. А уж самой-то себе крылья подрезать. Но это ты меня извини. А первая любовь, кстати, тем и хороша, что она первая. То есть и последняя, и даже не вторая. В общем, уговорили, да? А я правда горжусь? С этого бы и начинала. А то люблю личные причины. Ты ведь любишь меня, правда? Ведь именно обо мне ты мечтала всю свою жизнь. Ведь так? Да. Да, и не волнуйся. Это ничего, что у тебя отнялись ноги, что ты на сорок лет старше. Ты молод душой. И это главное. Молодец. Я пойду. Значит, Свет, мы рассчитываем на тебя. Никого больше не ищем и никого не пробуем. Так? Пойдем, Вова. Не волнуйтесь, я ее приволоку. Давай, родной, только не пропадай. Свет, пойдем-ка, я запишу адрес детдома, фамилию директора и номер группы. Сволочи мы, откровенно говоря. Почему это? Поманили девочку, поболтали. Она все бросит, жениха своего пошлет. То выяснится, что она не годится. Мы же вот толком-то не пробовали ее. Что делать, лотерея? Хочешь выиграть, рискуй. Хочешь много выиграть, рискуй. Всем, что имеешь. А ты-то чем рисковал? Дал тебе Господь талант. Вот и весь твой риск. Не скажите, Мария Сергеевна. Это я сейчас звезда, любимец публики. А что было раньше, когда я в театральный поступал? Неизвестно, чем могло закончиться. Сядь, посиди. У меня сегодня день рождения. Да вы что? Ну, за это сам Бог велел. Ну, Мария Сергеевна. С днем рождения. О! Молодец. Вот так вот. Не пью. Готовлюсь к роли. С днем рождения. Ну что, Мария Сергеевна. Роль-то хорошая или как всегда? Я сценарий-то не читал. Хорошая. Хорошая. Дядь Витя, ты дома? Можно к тебе? Да, Вова, заходи. Мы дома. И к нам можно. Здрасте. Дядь Витя, пошли. Ничего страшного. Ну, просто пойдем. Вова, что случилось? Ну так, плачут они в третьей палате. Узнали, что детдом расселяют и плачут. И директор там, мама, все равно. Может, ты как-нибудь воздействуешь? Идите, я сейчас. Слышь, дядя Витя, я твою записку отдал. И... Она сначала так, ну, заволновалась, а потом и говорит, чего, говорит, за ним бегать буду. Не хочешь, не надо. Ну и все, в общем. Понятно. Слушай, дядя Витя, а ты с ней хорошо знаком? В общем, неплохо. Как думаешь, не обманет? Она на Светке обещала, что на роль возьмет. Светка от своего парня уходить хочет. Не обманет, если обещала? Не знаю, Володя, ручаться не могу. Давай. Рома, Рома, Рома. Рома, 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 Рома. Рома, 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 Рома. Вот так весь вечер. Мы со Светкой пришли, а тут боятся они переезжать на новые места. Они же к нам привыкли. И вообще. Михаил Борисович, Света, можно? Ну, что делать? Так. Внимание! Порадали! Ну, а кто теперь хочет видеть волшебные сны? Поднимите руку. Я! 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 Я Синее небо, яркое солнце. Это остров, волшебный остров. Вокруг синее море, волны бьются о берег. Одна волна, вторая волна, третья, четвертая. Глаз не открывай, вы на этом остры. Птицы поют, волны плеч. Я, кстати, в цирке полгода акробатом работал, лет десять назад. Была такая выездная бригада. Помню, раз в Сургуте. Пора начинать. А у нас из всего цирка трезвых только двое, я и Медведь. Представление детское, эти же полунзан. Все шумят. Пришлось мне с Мишкой все первое отделение отработать вдвоем. А потом фокусник Владимир Ильич. Владимир Ильич. Пришел в себя и подключился. Вдвоем смотри. Дядя Витя, послушай. Ты чего не спишь? А ну в постель. Я сейчас. Знаешь что? Научи нас драться. Чего? Научи нас драться. Ты же умеешь. Я тогда на базаре был вместе с Вовкой. Видел. Чего вдруг? Спецменом хочешь быть? Нас другие дома распределяют. Кого куда, там бить будут. Издеваться. Мы хотим, чтобы как ты. Раз. И отстали. Не били больше. Почему? Почему бить? Чего ты взял? Никто вас бить не будет. Ты что? А ты у Петьки спроси. Он у нас недавно. Из другого этот дом. Говорит, там били. Научи я. Вот что. Запомни и другим скажи. Никто никогда вас бить не будет. Никогда и нигде. А если кто и попробует, я сам приду и лично головы поотрываю. Я делать умею. Ты же сам видел. Ничего не бойся. Иди спи. Вот. Вот. Войдите. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Семенки тролельно. Не надо, а как же. Хор наш порет. Припев старинный. Винопалились рекой. День рождения у любимой марьи Сергеевны. ДОРОГОЙ! Я вам раздеваю! Черт его знает! Конечно, с одной стороны все эти реформы надо устраивать, с другой стороны не такой же ценой, при бедах от Федора Михайловича. Это кого? От Достоевского. А, да. Может ли всеобщее счастье быть достигнуто ценой слезы для ребенка? Да. А что сам Достоевский по этому поводу говорил? Я уже забыл. А ты у Машки спроси. Ну при чем здесь Машка? Ой, ну не надо. Ну неужели ты про нее не вспомнил? Ведь это первое, что тебе в голову пришло. Такой повод для встречи. Ведь Машка знакома с этой, как ее, банкирша. А, Коновалова? Ну вот. Может попросить отложить расселение или еще что-нибудь. Вот и придешь не просто, а по делу. Ведь так? Да. Но ведь это разумно. Подумал об этом? Ну так и иди. У тебя есть серьезнейшая причина. Сложные отношения с Федором Михайловичем. Обсудите. Ты ведь пока ее не увидишь, не успокоишься. Так иди. Пойдем вместе. Ты что, зачем? Машка действительно многое может. А ты педагог, член коллектива. Не стыдно тебе? Такой сильный и такой трусливый. Один ты боишься идти? Боюсь. А чего боишься? Я встретил вас и все былое. Да? Да или не да, а идти все равно придется. Это и в самом деле выход. Ну вот и иди. Сейчас. Ну а что? Время-то детское. Пойдем вместе. Серьезно, а? Кстати, быстрее будет. Не придется воспоминания ударяться. Пойдем. Нет. Тогда я никуда не пойду. Ой, ну слушай, дядя Витя, ну надо идти. Ну дети-то плачут. Надо, так что никуда не денешься. Давай забудем о личном ради долга. Поэтому иди к своей Машке, а я пойду с Севкой поговорю. С каким таким Севкой? Ну Севкой. С лейтенантом-милиционером. Пусть он действительно подключается и узнает, какие есть детские дома в округе и что в них творится. Давай, пойдем. Отдевайся. Успят. Успят. Слушай, у нас с тобой будут дети? Не знаю. Пока не знаю. Когда узнаешь? Когда вернусь? Ну прости меня, Ирка. Ну что делать, если я такой идиот? Пойдем. Ой, куда это? У меня пальто в кабинете. Совсем с ума сошла. Иди, иди. Иди. Я играю на кармане у прохожих. Нам ведут. К сожалению. День рождения. Только раз в году. К сожалению. Я желаю. К сожалению. День рождения. День рождения. К сожалению. добрый вечер с днем рождения спасибо не надо режим пойдем наташ иди я посижу может пойдем тебе хватит уже пойдем пойдем любимый и что мы с тобой будем делать вдвоем наедине проголовку бицепса рассуждать или про то как у тебя формируются задние дельты прекрати граждане россии должны выполнять свои обязанности а мой супруг не выполняет свои супружеские обязанности дурак не могу не могу больше это же это же с ума можно сойти тронуться такой мужик рядом я ему говорю лечись восстанавливайся будем жить как все нормальные люди живут ну что в этом плохого нет надо быть первым надо быть лучшим ну будешь ты первым будешь ты лучшим и ну что вот галина васильевна есть над чем задумываться а у тебя что тоже проблемы ну конечно жизнь нервная неспокойная можно понять если в случае чего но как говорится говорится умрем но флот не опозорим вот говорят вперед жизнь дела а счастья нет она так тихо спокойно не торопясь ты счастлива все в одну дуду дудишь как бы только твой родной город не трогали даже эти дела на себя переворачиваешь а кстати не были бы они счастливы она его только зато и любит что он первый так вот это под рельсы найдем на железной дороге а вот взрыватель это ему ага давай так ну что значит завтра ты находишь вот это подымаешь шум и все на этом твоя задача выполнена а я завтра же вечером беру этого типа и сажаю готовь дырку для звезды да бросьте да да войдите привет ооо Ирка привет привет проходи 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 здравствуйте так ну что ну значит тобой договорились да да если что звони я думаю все хорошо ну давай счастливо до свидания слушай Ирка мне угостить тебя нечем может щайком а Гуси Сев ну не надо я к тебе по делу по делу ага звонил сегодня писатель твой и что я все вспоминаю как его ребят прозвали гениальный близок филимон купер на бой интересовался конечно про твоего чемпиона ни слово не мое дело а кстати а как он Слушай мы вместе с тобой решили посоветоваться ну Проходи э э э э э э куда tutaj ! Weil у вас тут где день рождения праздновать День рождения! Черт! Где день рождения? Не знаю. В Семеново. В каком купе? Не знаю. Ну, милый. Посторонних никого не пускай. Семен Петрович, спой, ты так поешь? Семен Петрович, сыграйте! Степь да степь кругом, путь далеко лежит. Здравствуйте! С днем рождения! Спасибо. Галина Васильевна, так как все-таки? Я, может быть, рассказал невнятно. Может, ты прости, ради бога. Но там дети. Серьезное дело. А нельзя им было бы новый детский дом построить? Вот было бы здорово. Действительно. Галина Васильевна. Вот! Галина Васильевна! Да я уже не говорю, что нам никто на это денег не даст. Ни наша страна, ни американская. За нами же контроль будет. Мы же за каждую копейку отчитываться должны будем. А своих денег у меня нет. И так придется все вложить. Да если и так. Ну, построим этот дом через год в другом месте. А на год-то все равно придется расселять. А половина педагогов туда не поедет, потому что им там жить негде. А здесь квартира, жилье. То есть все придется менять. Детей придется расселить. Нет. Нет. Интересно. Я, может быть, чего-то не понимаю. Мы можем обсудить вопрос. Вместе постараемся, найдем выход. Вы что, со мной воевать собрались? Ну, если нужно. Что же делать? Интересно, как это будет происходить. У вас что, армия, арсенал или команда юристов? Виктор, со мной не надо так разговаривать. У вас ведь ничего нет. Ну, кроме ваших, наверное, сильных рук. А этого достаточно. Поверьте на слово, уважаемая Галина Васильевна. Этого достаточно. Ей-богу. Лучше на слово, поверьте. Да, Машка, я тебя понимаю. Хорошо. Я сегодня смотрела данные города Зареченск. Какие? 400 детей Зареченского детского дома и 150 детей, которые не родились в городе Зареченске. Количество абортов учитывается. А это при чем? А при том, что в городе Зареченске нищета, безработица, мужья алкоголики, от которых жены не хотят рожать. Учитесь, это статистика за год. А представьте, за три года. Это же убивает весь контингент вашего детского дома. Да, но ведь это же абстрактное рассуждение. Одно дело, могли родиться, не могли родиться. Но эти-то живые. Они уже есть. Хорошо. Да, понял я, понял. Конечно, детей жалко что-то говорить. Но я обязательно постараюсь. У нас в районе, по-моему, четыре детдома. Вроде прилично, ничего там такого не происходит. Хотя, всякое бывает. Дедом есть детдом, а наш особенный. Значит, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Виктор Селезнев. Он, в принципе, против новаций. Видимо, это его бывшая жена. Кинорежиссер Мария Семенова. Сева. Знаю я. Знаю. Взял подшивку журнала «Физкультура и спорт» за те годы и обнаружил там их свадебную фотографию. Так, значит, режиссер Семенова, очевидно, видимо, тоже будет против. Ага. Слушай, Ирка, а вы скажи, только честно. Ты, конечно, умом понимаешь, что жизнь надо менять, что так дальше нельзя, что все эти реформы необходимы умом, а, как говорится, душой. А? Хорошо бы, чтобы все это осталось, как раньше, правда? Детский дом. Вы бы вечерами собирались, песни пели. И товарищ Той Селезнев в своей коморке сидел бы у тебя под боком, да? Ну, скажи честно. Ну, ты знаешь, да. Действительно, я умом понимаю, но… Да, 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 то-то и оно. Да, то-то и оно. Ну, да ладно, чем смогу, обязательно помогу. Ты-то как живешь? Хорошо. Хорошо. Неудобно даже говорить, Севочка, но хорошо живу. Ну, пока. Ну, пока. Спасибо тебе, Севка. Товарищ подполковник, это я. Слушай, Вася, да ничего не случилось. Взрывные пакеты твои целы? Не взорвались? Одно случилось, дураки мы с тобой не на ту лошадь поставили. Или, говоря опять же, изоповым языком. Чего? Ну, был, был такой изобос написан. Древневеческий дедушка Крылов. В общем, слона-то мы с тобой не приметили. Главного слона, который нас доставит по назначению. Ну, в общем, короче, пока все отложи. Ага. Ничего завтра не находишь. И вообще про мину пока забудь. Сможешь, заезжай, я все равно дежурю. Ну, я тебе все и объясню, что к чему. Ага. Ну, давай. Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой. Вот именно. Вот именно. Продолжительность жизни у нас в стране на 10 лет меньше, чем в развитых странах. Значит, каждый детдомовский ребенок умрет на 10 лет раньше, чем мог бы. А благодаря нашим мероприятиям продолжительность жизни в городе Зареченске резко повысится. Хотя при этом 400 детей из Зареченского детского дома будут иметь некоторые неприятности. Пускай народ решает, а? Народ-то дикий. Все-таки, как быть с детьми? Ну, постараемся. Милицию доблестную подключим. Ну, пожалуйста, Виктор, вы следите, кто куда поедет и что где происходит. Слушайте, а давайте я вас на работу приглашу. Виктор! Будете ездить и официально от Росинвеста бить морду всем, кто будет деток обижать, а? Дадим вам машину и вперед. План расселения будет. Все же это в пределах данной области, а? Машину умеете водить? Да. Проблем не будет. Права сделайте. И вперед. И в каждом детдоме будут дети знать, что в назначенное время явится их личный Робин Гуд и будет за детей заступаться. Ну, ей-богу. Да я думаю, раз представить в каждом детском доме и проблем не будет. А? Виктор, подумайте. Да, наверное, вы правы. Не нравится мне все это, честно вам скажу. Виктор, и мне не нравится, тоже честно вам скажу. Я сама выросла в поселке городского типа. Господи, сейчас как вспомню, какой двор наш был. Как собирались по праздникам, песни пели. Какие песни были. Ели-то картошку с огурцами. Платье друг за дружкой донашивали. Сейчас вспомню. Теть Клава у нас была, поперек себя толще. И бабы, все, кто забеременеет, у нее платье напрокат брали. Дорого было шить-то. Одно дежурное, такой горохами у нее было. Как какую завидят в этом платье, значит скоро все родит. Ну вот, а мы с девчонками в седьмом классе учились. Подружки, зашли к одной в гости. Она спит, все же открыто было. Все попросту. А я платье надела на себя, подушку подложила. И поиском подписалась. А был праздник 1 мая. Митинг, демонстрация. Все на площади. Но я почудить-то любила. А вот вышла, и благостно так ручки сложила, перед трибуной стою. А там директор наш в обморок упал. Ну пойдем, братцы, пойдем ко мне в вагон. Витя. А возьми меня с собой. А? Возьми меня с собой, Витя. Пойдем с тобой, я брошу это кино. Проклятый. Пойдем с тобой, Витя. Пронятный, я на России. А? А поезд мчится, рельсы гнутся, дым по полю стелится. Девки едут без билета. На себя надеются. Эх, мать! А я иду по улице расходу. Я скушу расходу. Что же оба твою идти? Нельзя по воле. Пойдем с тобой, Витя. Так, теперь я буду. А я буду. О, да. А послушаем ты, Витя. Витя, витя. О, да. Витя, витя. Витя, витя, витя. Витя, витя. Витя. Витя, витя. Витя, витя. Да не переживайте, Елена Семеновна, а то может мне уйти, одна посидеть. Или ложитесь спать, самое лучшее, а то я пошел малышей проверить, смотрю, свет у вас, дверь открыта, а вы сидите как-то так. Да не волнуйтесь, придет он, поговорит и придет. Знаете что, Елена Семеновна, я ведь эту Марию Сергеевну видел, вот как вас, близко. Да? Она, конечно, женщина умная, известная и все такое, но вам как мужчина скажу. Некрасивая она, и старая уже, ну и вообще, так поговорить с ней, может ей интересно, тем более им есть, что вспомнить. А так, нет. Дурак, ты понимаешь, что я больше всего поражать, что безумно собой доволен. Повернулся и ушел в другую жизнь. Скидался, голодал, спал под забор, видимо, под разными заборами. Но! А что но? Где оно это но? Ты жизнь испортил, и мне, и себе. Пятнадцать лет. Такой срок за убийство дают. Вот я и отсидела. В одиночке. Пятнадцать лет. Да, действительно. Ну, ты доволен? Ну, что ты молчишь? Я, Машка, не молчу. Ты когда к своему кинотеателю ходила, знала, чем хочется? Знала. Когда все мне об этом рассказала. Знала, что я уйду? Так ли уйду, как ушел, или в другую квартиру перееду? От тебя знала, уйду. Знала. Знала. Ладно. Что мы теперь будем делать? Подожди. А ты... Ты опять уйдешь? Опять? Ну, ты представь, что я остался. И что... Что мы кинемся друг другу в объятия. Начнем... Смешно же. Ну, самое подругое. Тебя кто-то ждет? Сразу скажу. Меня нет. Никто. А тебя? Меня ждут. Ничего, подождут. Я больше ждала. Прости меня, Витя. Прости, а? Прости, ну, что? Ну, ничего. И вправду. Иди. Иди. Ой, господи, напугала. Господи. Ты что тут делаешь? Ничего не делаю. Чего ты в среди ночи гуляешь? Что-нибудь случилось? Да нет, ничего не случилось. Все в порядке. Не могу я спать. Я как подумаю, что меня, ну, берут, что я с вами еду. Я спать легла. Лежала, лежала. А потом думаю, а ну-ка я сбегаю, посмотрю. А вдруг и нет никакого поезда. Может, это мне приснилось. Ну, и вот, стояла, смотрела. А тут ты. Ну, что будем делать? Ничего не будем делать. Спокойно. Повесится, что ли? А, Володя? Не поможет, Мария Сергеевна? Да, пожалуй. Погоди. Погоди. Наверное. Поехали. Погоди. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты должна решать, Юрка. Сразу хочешь детей. Или сначала в долину гейзеров сходим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушай, я тут подумала, как трудно пройти три метра. Это о чем? Ну смотри, вот город, вот вокзал, а вот поезд. И от вокзала до поезда три метра. Ну, четыре, неважно. Так вот, чтобы пройти эти три метра и ехать в поезде, именно в вашем поезде, наверное, нужно этому целую жизнь посвятить. Ведь многие хотят пройти эти три метра и уехать в другую жизнь. А удается это? Да почти никому не удается. Интересно. Оказывается, и с образным мышлением у нас тоже полный порядок. Да, действительно. Три метра. Поздно. Пойду я. А тебя пустят, не заперт? Сучусь, я открою. А то пойдем ко мне ночевать. Да не напрягайся так сильно. Ночевать в буквальном, а не в переносном смысле этого слова. Но вот ночевать это значит спать. Положи в голову на подушку. А то придется себя провожать, вон, семень. Честное слово, тащиться нехудо. Тем более обратно в одиночку. Ладно. Но только... Ой, успокойся. Ну вот, Светка, ты и в поезде. Три метра пройдена. Кстати, у нас тут одно купе свободное. Народный артист Иванов тут ехал. А там Бога отстал. Не мог расстаться в публике. Будем туда же и вещь отправить. Так что спи спокойно. Закройся на эту штучку и спи. Так, белье есть? Ну ты учти. Я, наверное, буду к тебе ломиться. Не удержусь. Так смотри, не теряй голову, не открывай. Помни, что ты девушка. Нет. Помни, что ты едешь? Елена. Да. Ты знаешь, Ларис, наверное, это смешно прозвучит. Но я последние дни жил с ощущением какой-то сбывшейся мечты. Ведь я почти всю свою жизнь, сорок лет, сорока себе прожил. Не то, чтобы в бедности, то есть я в бедности тоже, но дело не в этом. Ты знаешь, что такое нагрузка? Нет, я говорю, не о физической нагрузке, нет. Так вот, нагрузка это педагогический термин. Количество учебных часов, которые должен дать этот один учител, и соответственно, чем больше нагрузка, тем больше зарплат. Моя мать преподавала в профтехучилище черчения, отец нас бросил, мы жили вдвоем. И вот каждую осень в начале учебного года мама ходила как по полумертвую. Ее трясло, она переставала спать, потому что в училище распределяли эту проклятую нагрузку. Ей могли дать больше, а могли дать меньше. Я от этого зависела. Сможет ли она платить за мой английский? Я занимался с учительницей. Сможет ли мы ходить в филармонию? Должен ли я буду все три месяца просидеть в пионерском лагере, хотя бы на месяц мы с ней сможем уехать куда-то вместе? И вот мы с мамой зависели от некой Локтевой Татьяны Петровны. Она могла дать маме нагрузку, а могла не дать, потому что была замдиректора училища по этим делам. И вот с Локтевой надо было дружить, распивать с ней чай, глядеть в глаза и улыбаться. И весь мир сужался до размеров вот этой Локтевой. Кстати, я пару лет назад ради смеха купил это училище с Локтевой вместе. Мама по-прежнему там работает, Локтева также распределяет нагрузку. А мама до сих пор волнуется, что ей этой нагрузки не хватит. С этим ничего нельзя поделать. Но мы-то с тобой независимы. Над нами нет Локтевых. Нет никого. Ой, как же хорошо, что мечты сбываются. И как хорошо, что есть ты. Я всегда мечтал о тебе. Ты знаешь, я от тебя не буду скрывать. Я действительно волновался. Все-таки это мои друзья, моя мама. Но я должен тебе сказать, что твой первый выход прошел блестящий. Скажи, Саша, а сколько стоит это зеркало? Вот это, да отчет тебе сдать. Ну, ну, доллар в 700, а что? Ничего. Ничего. Я не могу больше. Я здесь все разнесу к чертовой матери. Я не могу больше. Сашенька, Сашенька, миленький, родненький. Прости меня, прости ради бога. Я обманула тебя. Я и себя обманула. Я думала, что смогу, так. Ты, семья, я не могу. Я два дня с тобой живу в этом доме и уже не могу. Сашенька, я тебя умоляю, верни меня. Верни обратно. Правда. Я тебя люблю. Мне никто не нужен. Но я не могу. Подожди, скажи, ребенок. Какой ребенок? Я уже ненавижу этого ребенка. Я актриса. Я хочу сниматься. Я хочу играть в сериале у Марины Сердневной. И больше ничего, никакого ребенка. Я понимаю, это чудовищно. Это ужасно. Вот и гони меня. Отправляй обратно и забудь поскорее. Я сама с ума сойду. И тебя сведу. Ты видел, я старалась. Я делала все, как жена, как хозяйка. Я научилась говорить, Маша, уберите. Я понравилась твоей маме. И все. Я больше не могу. Ай, ты извини меня, Сева. Ну, за тобой же не угнаться. У тебя же семь пятниц на неделе и не сосчитай. А ты подумай, Вася. Подумай. Въехать надо, Вася. Въехать. Во все века. Во всех странах. На всех континентах. Кто пользовался почетом и уважением, а? Ай, да ясно. Да те, кто защищал простых людей. Те, кто защищал их от богачей и толстосумов. Это что, не одно и то же? Что? Ну, богачей и толстосумов. Одно и то же, Вася. Абсолютно одно и то же. А вот нищий подполковник и богач, это не одно и то же. Ты слушай меня, Вася. Слушай. Да понял я, понял. На наш дорогой Зареченск нападает толстосумка Навалова. Да. Ну, а ты хочешь простой народ от нее защитить. Правильно. Ну, только почему это нападение плохо? И что ты хочешь защищать? Вот что непонятно. Во-первых, дети. Сироты из детского дома. Во-вторых. Мало, Сева, мало. Не тянет на гражданскую позицию. Ведь Навалова хочет вкладывать деньги в развитие города. А ты хочешь с этим бороться. Да ты подожди, Вася, подожди. Во что превратится город наш благодаря этим вложениям, а? В международный туристический центр, так? Так. А в кого жители превратятся нашего любимого города? В кого? В посудомоек? В официантов? В водителей туристических автобусов? Ну, это и неплохо. В горничных, администраторов. Да, короче говоря, в обслугу. Тебе это нравится? Да люди всегда друг друга обслуживают. Кто-то лечит, кто-то учит, а кто-то и охраняет. Да ты представь себе, Вася, ну представь себе толпа праздных богатых людей. И вокруг наших. Чего изволите? Чего хотите? А где праздность, Вася? Там и наркомания. Там и проституция. Вот и Борис, ты же у нас в милиции. А сколько твоей дочке лет? Слушай, ты говори, да не заговаривайся. Нет, ну сколько Катьке лет-то? А? Одиннадцать. А ты что? Нет, все так, ничего. Соблазн, Вася, страшная штука. Нет соблазна. Живет себе человек спокойно, нормально. И вдруг где-то что-то дают. И чтобы вот это что-то получить, не обязательно же жизнью-то рисковать. Зачем? Надо просто, понимаешь, Вася, совесть свою попридержать. И все. Тем более все там уже. Понимаешь? Все получают уже. Так я не понимаю, а зачем тогда надо Катьке в школе она отлично учиться? Зачем мне надо в институт поступать? Потом пять лет корячиться. Когда можно? За одну ночь пару сотен долларов заработать, а? Не напрягаясь. Опля! Это гнида. Кто гнида? Это кто гнида? Это я гнида. А кто недавно человека-то собирался в тюрягу прятать, а? Кто собирался подлох устроить? Вот оно, оно. Вот. Если у нашей Катеньки такой раз чудесный папаша, высокоморальный, может, и доченька вся в него пошла? А? Что с ней станет через четыре годика-то? Что? В кого она превратится в этих новых условиях? Подумай, Вася, подумай. Я к тебе. Хорошая вещь, демократия. Круглые сутки торгует. Не то, что при коммунистах. Я свет увидел. Дай, думаю, зайду. Женьку послал. К мужу. А сам говорил-ка. Между прочим, твои дежурные спят без задних ног. Я еле-еле достучался. Да ну и нет. Мишка. Давай. Давай мириться. Поздно нам уже друг от друга голову отворачивать. А? Ну, вся жизнь прожита отчего там. Молчишь. Молчит он. Молчать все умеют. А ты скажи, в чем я ошибся? Ты же педагог. Ну, скажи, что я такого натворил, что ты после этого молчишь? Что? А я тебе скажу, почему ты молчишь. Потому что тебе сказать нечего, Мишенька. В городе откроются рестораны, кафе. Это же все наши местные будут арендовать. Значит, что? Значит, богатые и бедные. Значит, ненависть, рэкет, бандитизм, купленная милиция. А как же ты хотел, а? Все прелести. И что ты предлагаешь? Так и жить в этом дерьме. Вот ты про мою Катьку сейчас говорил. Да, вырастет она. И куда ей? Ни института, ни работы, ни жилья получить. Верно, Вася. Верно. Прогресс остановить нельзя. Хотим мы с тобой капитализм или не хотим, он все равно придет. Так и чего протестовать? Народ-то дикий. Кто крикнет, мы за вас, граждане. Того и любят. За того и голосуют. А по телеку посмотри, на этих народных заступничков. Иной раз такое умелят, хоть святых выноси. Так они-то там, а мы спрашиваться, чем хуже, а? А ничем. И надо, друг Вася, эту ситуацию использовать. Они с патронами твоими ковыряться, они никуда не денутся. День, конечно, неплохая, но не главное. Послезавтра у детдома весь город соберется. Центральное телевидение. В общем, праздник, посвященный очередному этапу ограбления и порабощения нашего народа. Вот тут-то мы. А что мы? Да, вот это и обсудим. У нас хороший союзник появился. Олимпийский чемпион Виктор Селезнев. Вот, посмотри, в старом журнале отыскал. Ну, а он тут при чем? Ну, расскажу. Ну, ты вот что скажи. Ты согласен со мной? Да, согласен. Правда, не очень понятно, что можно тут сделать. Но одно мне нравится, что уголовщины тут нет. И никого в тюрьму просто так сажать не надо. Да никакой уголовщины. Ты что? Народу голову удурить и лапшу на уши вешать, это, слава богу, еще не преступление. А между прочим, ты видал, кто у этой Коноваловой в советниках? А? Два еврея. Можно ведь и такую идею в народ протащить. Мировой сионизм протягивает свои щупальца. Да даже, друг Вася, какая же ты сволочь, а? Кто бы мог подумать, а? Ах, Сева. Нет, я не уверен, надо ли это. Что-что, а наш чудный народ это и без тебя заметил. Насчет евреев у народа зрение хорошее. Так, а делать-то чего? Мне еще посты проверять у этого чертова поезда. Но час у меня есть. Давай прикинем. Ты пойми, время меняется. Наше с тобой время уходит. Уходит. У Чаплина был такой фильм новые времена. Так вот у нас теперь новые времена. И что делать? Запрещать? Не пускать. Глупо. И бесполезно. Мишка, ну не репейся ты. Ну не репейся, не заводись. Знаешь что, Семен? Ну? Давай споем. Значит, не убедил я тебя. Не убедил. Всем будет хорошо. Так. Городу, стране, нам с тобой. А детям-то будет плохо. Вот и весь разговор. Значит, мы с тобой враги? По-прежнему? Ну, значит, да. Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка. Голова вязана, кровь на рукавицах слегка, слегка, кровавы, стелится по сыруй дрове. Эй, по сыруй дрове. 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 Латин who, дрова. Доми, Ты definitely как. Доко, ты D86, погури в заключение. ow marel вы видели? вы видели? а что видели? он ничего не сказал явно что-то знает, а вот о чем речь идет, о какой правде, даже не спросил подожди, подожди, в вопросе Встаньте, господин начальник, возвысь здесь на толпой, а то вас сзади не видно. Товарищи, прошу всех сохранять спокойствие. Да, действительно, существует такой проект, согласно которому наш родной город Зареченск должен превратиться в международный туристический центр. Детский дом будет расселен. Да, да. Тише, тише. Большая часть домов будет снесена. Город перепланирован. Все жители нашего города первое время должны будут работать на стройке, а в дальнейшем обслуживать туристов. То есть как это должны? Должны. Кому должны? Виноват, виноват. Неправильно выразился. Никто никому ничего не должен делать. Все будет добровольно. Да. О, еще лучше, а? Да. Домашний суд, а не хочешь на стройке надрываться, так с голоду подыхай. Да, черта, это надо. Кому это надо? Мы нормальные будем жить. Да, да. Да, да, да. Обещаю, что мы не допустим ограбления жителей нашего родного города. Не допустим. Мы не допустим. Тише, тише. Мы не допустим, чтобы старики оказались на улице, а дети из детского дома, дети, для которых этот дом стал родным, были распределены по интернатам и приемникам, спецприемникам. Мы не допустим, чтобы наша молодежь превратилась в жалких лакеев, которые будут, извините меня, преклоняться перед этими наглыми западными туристами или так называемыми новыми русскими, которые еще наглее. Товарищи, успокойтесь. Я сейчас отправляюсь в мэрию. Я попытаюсь узнать у наших властей, и пускай они ответят нам на все наши вопросы. А там посмотрим. Да. Правильно. Да. 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 Да, мистер Смит, да, да. Работы не начнутся. Они уже начались. Идет ремонт крыши. Завтра официальное расселение детского дома. И начало движения проекта. Все это вы увидите по центральному телевидению. Пожалуйста, пусть приедет представитель. Только что пришел факс из бюджетной комиссии правительства. Они подтверждают готовность финансировать российскую часть проекта. Как ваши? Тоже прекрасно. Итак, смотрите наше телевидение. Нет. Зачем прямой репортаж? Смонтируют, озвучат. Мистер Смит, это центральное телевидение. Сообщать о новостях, которых не было, теперь не принято. Мы начинаем примить поздравления. Счастливо. Ну, братцы, дело движется. Бюджетная комиссия Конгресса утвердила наше мероприятие. Деньги отпущены. Все, за дело. Юра! Юрок! Да, Галина Васильевна, да. Так, Юра, значит, завтра на три часа дня автобусы к детскому дому. План расселения готов? Да. А с областным начальством согласованы? Конечно. Почем найти? Нормально, в пределах. Так, а сегодня вечером у нас встреча с детдомовцами. Как раз после концерта за ужином все им и объявили. Хотя, я думаю, и так все знают. Город маленький. Да, да, да. Так, артисты в курсе? Да, конечно. Старков? Старков знает. Слушайте, а перед концертом я выступлю. Вот это очень хорошо. Галина Васильевна поняла. Ой, Галина Васильевна, слушайте, Галина Васильевна. Что такое? Я сейчас пошла, это, на рынок тут рядом, ну, за вокзалом, на площади нам с Машкой огурчиков купить, помидорчиков, вот, салатику там, Галина Васильевна. Ну, ну, и что? Там такое делается, Галина Васильевна, там целый митинг против вас. Так. Знаете, что они орут? Не дадим распродавать родной город, защитим детей-сирот, не хотим превращаться в лакеев и, само собой, уезжайте в свой Израиль. Вот так. Все как полагается. Молодцы. А самый главный-то там, вы знаете кто? Лейтенант милиции, который нас в детдоме встречал, выступает там, призывает, прямо Ленина в октябре. А народ что? Народ-то дикий. Чего ему? Все-то надо полагать организованно. Разумеется. Чудес не бывает. Во! Город мы не отдадим! Город мы не отдадим! Начинаются дни золотые. ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ 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 Так что вот такие вот дела. Мама! Галька, это я, Левтина. Твой Валерка вчера, вернее, этой ночью в оцеплении стоял? Возле этого поезда, проклятого? Ну? Чего спрашиваю, а ты не знаешь. Он домой пришел? Пришел и что? Галька, кончай вертеться. Нечего меня жалеть. Что он рассказывал? Ясно. Я с обеда сегодня, если доживу. Я почему пришел? Все равно бы ты узнал. Та же Галя не сдержалась бы, растрезвонила. А я боюсь, чтобы глупости ты не наделал. Да, брат, жизнь такая штука. В ней еще и не такое бывает. Так что, считай, повезло тебе, что ты сейчас узнал, кто она такая. А представляешь, женились бы. Не дай бог, дети родились бы. Так что повезло тебе. И еще у меня к тебе просьба. Давай-ка ты без глупостей. Парень, ты здоровый. Не дай бог, удар не рассчитаешь, а в тюрягу садится из-за какой-то. Возьми себя в руки. Ты же мужик. Ой, господи, чуяла мое сердце. Ведь я говорила тебе, сыночек. Тварь на детдомске только в бэггнус мою ищет. Сначала тебя крутила, а потом в случае получше подвернулся, только на туда. Вот. А еще обиды свои разыгрывала. Артистка. Ой, господи. Да пропади она пробитом, сыночек родной. Ой, да не расстраивайся ты за нее. Отпула на нее. Ну, а теперь вот что. Теперь я хочу поговорить с тобой, как со взрослым человеком. Как с гражданином нашего города. Ведь этот проклятый поезд не только твою судьбу переехал. Весь город может пострадать. Крутые дела готовятся. Ну, в нескольких словах. Кстати, Алифтин Степановна, вы тоже это учтите. Существует план, согласно которому наш родной Зареченск должен превратиться в международный туристический центр. Все купят, снесут, перестроят. А жители нашего города должны будут обслуживать туристов. Я так думаю, девочки-то тоже не удержатся. Приедут разные люди, крутые, со всего света, с пачками долларов. А наши ребята должны будут им чемоданы подносить и девочек еще предлагать. Да кто ж такое придумал? Некто Коновалова, Галина Васильевна. Миллионерша. Председатель компании Росинвест. Да-да-да, я слышала. Она едет в этом поезде тоже, кстати. Я же спрашивала про нее. Ее уж по телевизору показывали, он. Учти, Костя, от молодежи очень многое будет зависеть. Если мы все вместе скажем нет, может тогда и удастся эту заразу остановить. Потому что начальство наше, в общем, больше некому. Все. Да-да, войдите. Здрасте, Виктор Николаевич, докладываю. Вчера ко мне Ира приходила, рассказывала. Мы, то есть город, начали войну с этими делами. Так что не волнуйтесь, детский дом отстоим. Кстати, было бы очень хорошо, если бы и вы сами лично приняли участие. Все-таки олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, проездом в нашем городе. У всех на глазах, где домовскую ребенка спас. Так что, если вы подадите свой голос в защиту города, будет очень хорошо. Подождите. А что происходит? Быдло, оно и есть быдло. Разрешите. Как действовал-то? Смешно сказать. Как в плохих фильмах про революцию. Заслал пару агитаторов на рынок. Ну, они пустили слух. Устроили шум. Еще нескольких ребят друг Синицын выделил с войсковой части. Лозунги намалевали. Кстати, лозунги эти в войсковой части солдаты рисовали. И пожалуйста, пожалуйста, люди уже волнуются. Все. Началось. Что-то я не понимаю. Ира вчера собиралась выяснить, как и куда лучше расселить детдомовских детей. И все. Причем тут остальные мероприятия. Ну как же. Это же связанные вещи. И что же дальше будет? Ну, что будет. Народ возмутится. Поднимется на борьбу против эксплуатации. За право иметь сортир в огороде. И один телефон. На весь квартал. А мы тем временем бахнем информацию в центральные газеты. Для поддержки. А правильно это? То есть? Ну, может стоит объяснить людям, что на самом деле происходит? Подождите, подождите. Попросту так говоря, Виктор Николаевич, за кого? Ира же говорила, что вы возмущались, все такое. Я думал о детдомовских ребятах. И сейчас думаю. Вот и все. Подождите, подождите, подождите. Вы же знаете, что в нашем городе происходит? И что? Вы считаете это хорошо? Конечно. Детдомовские ребята. Вот единственная проблема. А так? Едешь три дня. Почти нигде не было. То вижу. Завал полный. Конечно, надо жизнь менять. Молодь, давай тут первую тоже. Ну, поактивнее, ребят, поактивнее. Так, я буду скидать. Давай вон тут. Ага. Хорошо. Хорошо. Вот, вот это. Ну, вот это. Хорошо. О, не поскупилась миллионерша-то. Заканчивайте в эту ерунду. Митинги, листовки. Только побоечных хватало. Ну, ладно, Виктор Кеннадьевич. Пойду. Так что, не волнуйтесь. Все будет в порядке. До свидания. С ума, что ли, они спрыгнули? Чего это вдруг-то? Тебе легко рассуждать. У людей жизнь меняется. А тут... Смотри, Капитоша бежит. Эй, артист! Скажи своим капиталистам, что поматывали отсюда. Иначе мы сами толкнем ваш поезд. И покатитесь. Давай! Однако. Это что же будет-то? Света? Здрасте. Костя все знает. Да что он знает? Что, что? Ну, где ты ночевала? Да я в соседнем купе ночевала, только что пришла. Да у нас ничего не было, ты что? Я-то ничего. А вот Костя зверел. Ну, дурак. Может быть, не поговори с ним? Хотя нет, не поверят. Это точно. Никогда не поверят. Ну и ладно. Ну и хорошо. Ну и сиди себе тут тихонько. Не высовывайся. А я твои вещи принесу. Ай, да какие там вещи. А Михаилу Борисовичу письмо напишешь. Или сбегаешь. Когда стемнеет. Попрощаешься. С ребятами тоже. Если решила, то все. А то Костю увидишь, расстроишься, задумываться начнешь. Пожалуй. Менять судьбу так уж менять. Подожди, братцы. Пойду в вагон-ресторан, принесу поесть что-нибудь. Что? Что? Эй! А может плюнуть? Пусть живут как хотят. Поздно, Галина Васильевна, плевать. Поздно. Денежки уже пошли. Пошли. Мы отвечаем недвижимостью в Москве. Да черт с ней, с недвижимостью. Черт с ней. Раздадим и будем жить нормально, как люди. Как какие люди? Вот эти? Да. Простой народ. Их понять можно. Галина Васильевна. Ой. Да не курите вы, Галина Васильевна. Да иди ты знаешь куда. Да. Илья. Разрешите? Добрый день. Проходите, гражданин начальник. Вас-то нам и надо. Вы, значит, от народа прибыли. От него, от него. Замечательно. Юра, садитесь. Спасибо. Вот так вот. И что? Народ протестует и возмущается. Да, да, да. Сами видите и слышите. Видим. Да. А вы, значит, их вождь и дельные вдохновители. Я пришел сказать вам, что мы не пойдем ни на какие уступки. Если мало ли что, мы выставим живой щит и будем препятствовать. Люди готовы отстоять свой родной город и детей из детского дома. Понятно. Понятно, 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 понятно. А скажите, зачем вы это все затеяли? Вам-то чего? Я в этом городе среди этих людей. Ой, ладно. Все. Все свои. Вы пришли сюда договариваться, да? Так что тут митинговать-то? Давайте договариваться. А если денег, попросту говоря? Галина Васильевна. А если много денег? А много это сколько? Вот это я понимаю. Галина Васильевна, нет, 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 это я так ради любопытства. Нет, нет, никаких денег. Нет. Карьеру, значит, делаете. Правильно. Деньги что? Сегодня есть, а завтра их бац и нету. Так, так, так. Сейчас. Что же мы можем придумать в смысле карьеры? Так. Наш проект, он ведь охранного обеспечения требует. Мало, 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 понимаешь? Мало. А то представительство в совете директоров от города на правах тех же трудящихся. Галина Васильевна. А трудящиеся оценят. Туда выберут, в Думу. Вы по образованию юрист? Юрист. Я в том направлении мыслю. Галина Васильевна. Эй, господа, вы слышите, о чем мы тут воркуем? Галина Васильевна, нам не нужен посторонний человек, который, к тому же, может нас предать при первом удобном случае. А по поводу людей на перроне, вы не смущайтесь. Мы их сможем успокоить и очень-очень быстро. Что-что? Ну, правильно, ну, могли бы быстрее сообразить, ну. Слушай, друг, извини, похоже, без тебя обходимся. К раздаче опоздал, котлетки кончились. Денег немного могу подкинуть за беспокойство. Все-таки ночью не спал, бегал, толпу гетировал. Бери пока я добрая, слушай. Видишь, мои ребята умнее оказались. Я не знаю, что вы там решили, но на вашем месте я бы не торопился. Окажись на моем месте, а потом будешь решать. А что ты обиделся? Ну, если мы сможем без тебя обойтись, ну, позовем, придем, попросим. Ну, пока, видишь, все, обходимся. Ну, дело такое, но... В следующий раз? Понятно, дороже. Ты не злесь, милый. Ты приучайся дела спокойно вести. А теперь извини. Спасибо. Кстати, такая сволочь может и пригодиться. Старательная, активная. О, старательная. Ну, вы что, поехали? Поехали. Поехали. В нашу группу. Ассистентом режиссера, хотя бы. Или бутафором. Поедешь с нами на законных основаниях. Слушай, а точно. Спасибо. А там, глядишь, и... Ты чего? Глаза болят от цвета. На съемку-то прожитера, вот глаза и устают. Многие артисты, поэтому все время в темных очках ходят. Вон что. Вы ешьте, ешьте. Мариечка Сергеевна, простите. Дура я. Дура я. Я хорошо себя чувствую. Я готова. Хоть завтра. Хоть сейчас. Доброе утро. Ой. О, привет. Здорово. Привет, Лариса. А ты чего вернулась? Зонтик забыла. Сниматься вернулась. Вот так. Принесла себя в жертву ради нас. Ну, а как же? Без нее-то, понимаете, кина не будет. Нет. Зачем вы так, Людмила Евгеньевна? Я столько пережила. Пока ты переживала, мы замену тебе нашли. Подожди, Мил. Подожди. Что? Кого? Нет, не может быть. Зачем же тогда? А что ты удивляешься? Ты же уехала. Более того, улетела. А тут нашлась девочка. Совершенно замечательная. Талантливая и красивая. Так что извини. Господи. Но ведь я лучше Марии Сергеевны. Меня же все знают. Меня зрители любят. Как же так? Да, войдите. Доброе утро. Володь, мы все-таки решили, я... Здрасте. Пойду. Проходи, Свет. Садись. Видишь, Ля. Это она? Это вот она, Мария Сергеевна? Это вы ее, да? Вот ее нашли. Это она, красивая, талантливая. Володька, ты в своем уме? Ну, знаете... Плохо играешь. Разучилась, что ли, за два дня? А я-то думала. Даже испугалась. Неужели правду нашли? Получше. Просто анекдот какой-то. Помолчи. Прав, Володя. Плохо играешь. Безобразно. Лучше помолчи. А то вылетишь сейчас на своем вертолете обратно. Господа, выйдите, пожалуйста, отсюда. Нам с Людмилой Евгеньевной посоветоваться надо. И ты, Володя, держись, пожалуйста. Догоните вы эту Лариску. Ну, тоже мне, сука, в ботах. Все игрушки. Света он своим парнем поставил. Все на карту поставил. Лариса тоже поставила. И побольше. То хочу, то не хочу. Опять хочу. Да что же это такое? Ей же плевать на все, кроме самой себя. Действительно, какая-то сука в ботах. Тихо, братцы, тихо. Так, подумаем о деле. Света. Новый интерес зрителя. Открытие, новое лицо. Ну, правильно. Или нет. Где гарантия? Сумеет она роль протянуть через 32 серии? Да, способная девочка. Это же не на вокзале выкобиниваться. А школы-то нет у нее. Ремесла нет. Лариска профессионал. Она сделает, это мы знаем. И что получится? Опять Лариска. Опять то же самое. Тоже не то же, это моя забота. Выходи, Светка, выходи. Выходи, Паганка. Сейчас мы тебя снимем не хуже твоего артиста. Все, по очереди, втроем. Выходи. Чего вы теперь сходите? Да, это я так понимаю. Друзья отвергнутого, возлюбленного. Пстят за товарища. А ведь съемки-то здесь будут проходить. Среди этих милых, душевных ребят. Купчиха охрану даст. Ну и что? Все время думать, не швырнет ли какой-нибудь кретин бутылка в кинокамеру или в голову той же Светки? Хорош творческий процесс. Так что же мы, Свету прямо к этим придуркам отправим? И что же будет? Не знаю. Вот Господь Бог, Он отвечает за всех. И за Свету, и за ребят этих, и за жениха брошенного. Вообще за порядок в мире. А я не Господь Бог. Ой, я за себя с трудом отвечаю, и то не всегда. Ну а Света, ну что делать? Если бы она была заведомо лучше Ларисы, тогда риск понятен. А так? И так есть риск. Потянет, не потянет. Ой, тут еще эти. Мил, зови ее. Кого? Свету. Будем разговаривать. Светочка, зайди. Светочка, зайди. Свет. Свет. Свет, ты постой. Ну что, довольна? Сволочь ты, Володя. Ты, можно подумать, сам не знаешь, как это, когда играть хочется Ты эту девочку жалеешь А у меня, может быть, детей больше никогда не будет Я всю свою жизнь поломала А я ведь люблю Сашу Сашу, а не его деньги Ты эту Свету жалеешь? Так давай от роли откажись и солидарности Не откажешься ведь, и правильно Так чего ты от меня хочешь? Вот они, три метра Как просто все Свет, пошли Пойдем домой, полежишь, отдохнешь Я тебе чай приготовлю Бабваря пончиков напекла Вкусные, с повидлом Пойдем мы Смотри Чего? Выгнали? Выгнали, Костя Иди, иди Отсюда тоже выгнали Выгнали Иди, топай, топай Давай, давай Ну что, ребята Приходилось бы когда-то выездной торговлей заниматься Водочкой с грузовика Или американскими джинсами Рязанского пошива Вспомним молодость Ну, с Богом Пошли Я другой Успейте еще нам дедговаться Пойдемте, пойдемте Юра Последний бестселлер Павел Филимонов Внуки подземелья Товарищи, кто еще не подобрел Последний бестселлер Павла Филимонова Внуки подземелья Коновалова, Коновалова идет Ага Последний бестселлер Здравствуйте Здравствуйте Извините Извините Твой товар Давай Возьми Товарищи Готовится обман И провокация И будьте бдительны Мы должны все как Как один Граждане Я Галина Васильевна Коновалова Президент компании Ростинвест Это против меня Вы сегодня протестуете С самого утра Но прежде чем протестовать Послушайте О чем идет речь Так вот Сегодня вечером Я сообщу о наших планах По местному телевидению Ну раз уж здесь На площади Собрался митинг Мы решили Объяснить вам Все сейчас Не дожидаясь Вечера История России Повторяется Был у нас Эмелька Пугачев Был у нас Стенька Разин Был у нас Товарищ Ленин Теперь еще Один народный Заступничек Объявился Лейтенант Самош Что ты смотришь на него Он же твой подчиненный Сегодня выходной А в свободное время Может быть Он для отдыха Классовой борьбой Занимается Мы народ грабить Не дадим Вы меня конечно простите Семен Петрович Но когда в темном переулке У кого-то Часики снимут Или кошелек отберут Что начинается Где милиция Куда она смотрит А тут весь город Собирается обчистить Еще и в наглую И что милиция Должна на это На все смотреть Нет уж Кто тебя чистит Кто тебя чистит А люди говорят Приходят ко мне Обращаться за помощью Что мне делать Короче Пока я здесь начальник Я тебе приказываю Кончайте дела Иначе за организацию Массовую беспорядков Я удивляюсь вам Удивляюсь У вас террорист Ходит по городу Поезд стоит Железнодорожные движения Все прерваны Они политикой занимаются Ой вашу мать Скорей Бегите Скорей бегите Пока дают Я вам очередь заняла Что дают Акции Какие акции Компании Просто инвест Только паспорт Возьмите Или какой-нибудь Другой документ Там до пяти По-моему без обеда Женя Да Ты английский знаешь? Нет А японский? Тоже нет А что? Тогда объясни мне Русским языком Что происходит? Компания Росинвест Которые наш город Собирается переделывать Выпустила акции Каждый житель может получить В счет будущих Прибылей Так что мы являемся Совладельцами Всего того Что у нас будет И почем Каждая акция? Бесплатно По паспорту Ну как положено И списки составляют И в компьютер вносят Ну чтобы кто-нибудь Второй раз не получил Бесплатно Интересно За просто так Раздают Будущие прибыли Всему городу Ну-ка дайте-ка Я посмотрю эту акцию Да я ее продала Кому? Да им же самим Там два парня И Коновалова Объявила Что кто не хочет Ждать прибыли Может продать Свою акцию За 10 долларов По курсу Там и деньги дают А я так подумала Подумала Чем ждать чего-то Неизвестного Знаете как у нас бывает Все отнимут Всех посадят Россия Так лучше сразу Сейчас взять Так все делают Почти все Гениально Блеск Может быть Только я Всем раздают акции Кто их взял Как бы одобряют Новые перемены А чтобы прибыль Не отдавать Компания Эти акции Скупает А А зачем же Их люди продают Ну народ то Дикий Да потому что Не верят люди Ни в какое будущее Как ваша Женя Лучше сейчас Но Если человек Получил деньги Ему вроде бы Как бы протестовать Неудобно Он уже в доле А тот кто поумнее Он эти акции Сохранит Они заинтересованы Чтобы все Так и происходило Лихо Однако Всем по 10 долларов Приличные деньги Да по сравнению с тем Что отсюда Можно выкачать Копейки А завтра Они какую-нибудь Лотерею организуют И народ В 5 раз больше Просадит Один житель Мерседес выиграет У всех на глазах А остальные Последние копейки Отдадут Все и окупится Или можно Ценные бумаги выпустить Деньги собрать Прокрутить себе Еще и товар устроить И при этом Тишина И спокойствие Субтитры сделал DimaTorzok Слышала я Слышала Миллионерша Коновалова Галина Васильевна Весь город скупит Все отнимет Всех обманет И останется народ Нищий С протянутой рукой Куда мы Куда шли Зато сейчас Пока миллионерша Не мешала Все тут богатые У каждого Сундуки ломятся Денег Куры не пьют Ограбить вас Ну просто руки Чешите Кто вам таких Глупостей наговорил Не дадим Грабить народ Что грабить Что у вас взять Милые мои Не берем А даем И будем давать Рабочие места Прежде всего Жилье Нормальное Отстроим Вместо ваших Развалюб А туристы Да не бойтесь Вы их Ей-богу Весь мир Ведь на туризме Зарабатывает Да с бог Сами станете Туристами Хватит сидеть в грязи О детях подумайте О внуках Бабуля Родная ты моя Ну поняли Ой Редактор субтитров Добрый день. Добрый день. Как? Мероприятие идет? Нет? Нарушения, Галина Васильевна? Объясните картину. Семен Петрович, дорогой мой! Какие нарушения! Все, как вы велели. Прошу вас, Семен Петрович, на мое место. Прошу вас. Я-то пришла посоветоваться к Семену Петровичу, а он говорит, это что, Галь, за безобразие такое? Жители города не участвуют в доходах. Вы, говорит, собираетесь эксплуатировать то, что строили их деды, отцы и они сами. А они ни при чем. Не бывать, говорит, этому. Вот что сказал Семен Петрович. Ну вот, я и подумала, а ведь верно говорит, ведь правильно думает Семен Петрович о вас, о людях, о народе. И значит, верно вы его избрали на такую должность. Оказали доверие. Я, граждане, прошу простить, я капиталистка. Мне вот так вот просто денежки раздавать, ой, как жалко, поверьте, жалко. Но раз Семен Петрович сказал, надо, значит, надо. Ну! А что нам говорили? Ограбят, померу пустят, а вон, наоборот, раздаете. А кто говорит? Вот он говорил. Граждане, дорогие мои, ваши городские власти прежде всего о вас пекутся. И товарищ лейтенант в том числе ошибся, не понял. Простим ему, граждане, не будем строго судить, ведь он хотел как лучше, верно? А может, вы только сейчас раздаете, а потом вообще все у нас отберете. Ну что? Так а может, так и сделать? Высидеть вас к чертовой матери в землянки, заставить работать и кормить баландой лагерной, а? Чего мучаемся, товарищ полковник? Хватит молоть ерунду! Вам что, здесь детский зад, что ли? От американцев будут комиссии, от нашей думы комиссии, телевидение будет пастись день и ночь. Да за нами будет контроль во сто глаз! Наслушались бреда какого-то! Тут будут автострады, супермаркеты, замечательные дома. А для тех, кто не хочет, пожалуйста, хибарка с сортиром в огороде в центре оставим. Только потом не жалуйтесь. Где моя квартира, где водопровод? Да почему люди бы накупали машину, я на ржавом велосипеде катаюсь? Хватит! Всем понятно? Да, тут предлагалось референдум провести, узнать мнение народа. Но что, будем делать референдум? Да не надо, все ясно. Да и так полгорода здесь. Фабрика-то стоит! Отдерживай! Отдерживай! Тихо, граждане, тихо! Тихо, граждане, тихо! Тихо! Ну-ка, давайте быстро понесним воду, ну все! Ну-ка, продавец напитков, неси сюда всю водочку, давай, давай, все, давай! Граждане, компания «Росинвест» угощает! Оркестр, дай что-нибудь для души! Как раньше на демонстрации ходили, песни душевные пели. Выпьешь и песни, пожалуйста, граждане, гнужайте, товарищи! Подходите, не пизняйтесь! Давайте, давайте, давайте! Давайте, все, все, давайте! Праздник есть праздник! Папулечка, давайте с дедом на пару! Семен Петрович, дорогой мой! Семен Петрович, дорогой мой! Спасибо, спасибо! Ну, давайте, чтобы логотик пересу по маленькой! Ваше здоровье, Галина Васильевна! Ваше здоровье! Семен Петрович, дорогой мой! Парижич! Парижич! Ты смотри, что делается! Праздник! Давай выпьем на халяву! А может, меня возьмешь, как ученики? Парижич! Давай выпьем за твоих учеников! Давайте, праздник! Что творится, а? Миллионерша проводит акционирование города Под революционную песню Мы краски кавалеристы Россия! Россия! Редактор субботцем! Редактор субботцем! Парижич! Парижич! КОНЕЦ Это не муха. Ты-то мой взгляд отгоняешь О, господи, Филимоша Здравствуй Ой, какой ты симпатичненький Садитесь Вот тут я и работаю Да, очень мило А что такое Толстой, Пушкин, Гоголь, Шекспир А где же я? А, ты классик Абсолютный Похлеще их всех вместе взятых Смотри, какая у меня машина Ого Бывший гараж Сака распродавали, я и купил Говорят, какой-то член политбюро на ней ездил Чуть ли не сам Брежнев А что это за грохот? Эта крышу ремонтируют А, понятно А ты хорошо выглядишь Даже лучше, чем раньше Ты тоже Только борода тебе не идет Ну и борода А стол тоже борода Борода Ну мало ли что Кстати, как ты меня нашел? А, искать не надо Ваш знаменитый монастырь отовсюду видно Я по дороге к Севке заезжал В милицию Не застал Он не генерал еще? Нет, Пак Ты зачем приехал? А я, Ира За тобой переехал Ой, Паш Ну я тебя умоляю Я рада тебя видеть Я рада с тобой поболтать Ну Ну извини, ну зачем ему говорить неприятные вещи? Вот и помолчи И послушай Послушать можешь? Ну может быть лучше я тебе что-то расскажу? Нет Не рассказывай Я ведь ни о чем не спрашиваю Ничего от тебя не требую Тем более, что у меня нет для этого никаких оснований Просто послушай Хорошо? Хорошо, ну ты зря, вот ей-богу Ну хорошо А история очень простая Три недели назад я познакомился со Спилбергом С тем самым? С тем самым Постановщиком Юрского парка из списка Шиндлера Лауреатом Оскара Крупнейшим кинорежиссером и продюсером планеты Спилберг был в Москве на фестивале И специально меня нашел Его сотрудники прочли внуков подземелья Они, оказывается, читают все Порекомендовали ему Короче Во-первых, он Покупает право на экранизацию Во-вторых Зовет меня в Голливуд В качестве штатного сценариста Короче, я Отправляюсь В Голливуд Буду жить в Лос-Анджелесе Или Беверли-Хиллс Или что там в этом роде Язык я знаю Ты, кстати Тоже знаешь английский Как-никак и филологи Я зову тебя поехать со мной Нет, я не поеду Правильно Я не ожидал ничего другого Теперь, по идее Я должен начать тебя уговаривать, обещать Ну, в общем, ясно Нет, не буду Ты и так все понимаешь Тебя ведь устанавливает только одно Ты меня не любишь Ну, не то, чтобы не любишь У нас много общего Тебе интересно со мной Нам есть о чем разговаривать Единственное, что нам мешает Тебе со мной противно спать Верно? Давай откровенно, что мы будем? Да Значит Именно это И надо исправить Всего-навсего, Паш Ты извини, ты как-то Стравно говоришь Нет, не всего-навсего Нет Это важнейший и очень сложный вопрос Я отдаю себе в этом отчет Ну, видишь ли В свое время Помимо этого Тебя не устраивал еще тот факт, что я нищий Мои романы никто не печатает Как видишь Я эту проблему решил Теперь я далеко не нищий Ну, понятно Я поставил перед собой Определенную цель И достиг ее Теперь я ставлю перед собой Другую цель Это психология, физиология И не знаю, что там еще Но это задача решаемая К моим К нашим услугам Будут лучшие специалисты Америки Если надо Гипнотизеры Экстрасенсы Тибетские монахи Не знаю, кто еще Я уже могу себе это позволить А работой у Спилберга тем более Единственная сложность То, что эту проблему надо решать вдвоем Какое-то время тебе придется переживать Неприятные ощущения Даже отвращение Но это пройдет Все будет в порядке Плюс Америка Лос-Анджелес Общение с интереснейшими людьми планеты Кинофестивали Поездки по всему миру И главное Здоровая Нормальная Обеспеченная С блестящими перспективами Жизнь для детей Для наших детей Ты знаешь, Паш Просто слов нет Ты просто не понимаешь Что ты говоришь Что ты говоришь, Паша? Ты что? Купить меня решил, что ли? Стоишь здесь, притениваешься Сейчас торговаться начнешь Все, Паша, уходи Уходи, я тебя прошу Я, кстати, похудел на 8 килограмм Бегать начал Я тебя не покупаю, Верка Я тебя люблю Ты только поверь мне Я всего добьюсь Человек все может Все Ты будешь счастливой Будешь Я пойду Наверное Нужно где-то ночевать Устроиться Попробую севку разыскать Подумай Подумай, Верка Не торопись Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Дорогие гости Дорогие зареченцы Вот, собственно, все я вам и рассказала Работа предстоит большая, трудная Но россияне работы никогда не боялись А мы сделаем все, чтобы вам На новом месте, где вы будете жить Чтобы у вас было все в порядке И чтобы к вам там хорошо относились А если, не дай бог, что-нибудь случится, какая-то неприятность То приедет ваш дядя Витя И вы сами знаете, что будет Дядя Витя, знаете? Ну вот, собственно, и все Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте Ну мы все здесь, если у кого-то возникнут вопросы, то мы ответим попозже А теперь все приступаем Угощайтесь, не стесняйтесь Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие дети, будьте здоровы! Аля, Аля, концерт А сейчас наши любимые артисты порадуют вас своим мастерством Лариса Корецкая Встречаем, встречаем веселей, веселей Аплодируем, аплодируем, аплодируем Аплодируем, аплодируем, аплодируем Ущербанно до дна пытливыми глазами На сведения ушей я трачу жизнь свою Но тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале Себя не сохраню, его не посрамлю Когда же я очнусь от суетного риска Неведомо зачем сводить себя на нет Но скажет кто-нибудь, она была артистка И скажет кто-нибудь, она была поэт Субтитры создавал DimaTorzok Уроки не кончились? Какие уроки? Завтра же разъезжаемся Нету никаких уроков Знаешь что, Светка, жизнь-то не кончилась Главное что ты годишься Способности у тебя Ведь чуть-чуть не взяли Даже уже и взяли, едва снимать не начали Значит надо дальше В Москву уехать, в институт поступать Ну, конечно, если бы ты снималась Было бы проще потом Ну что сделать? Ну не будет проще Свет, хочешь я с тобой поеду? Буду тебе помогать Хочешь? А ведь это из-за тебя все Это ведь ты мне все уши прожужжал, какая я актриса великая Это ты меня потащил к режиссерше показываться Нет, если бы не ты, я бы сейчас уже у Кости жила Он бы на мне женился Я уже его мамаше нравился, но же ребенка хотел А теперь что? Не лезь ты в мою личную жизнь Хватит Отвали отсюда Светка Зря ты так Я же для тебя Чтобы ты Убирайся к черту Кретин, недоносок Видеть тебя не могу Урод несчастный А-А... Субтитры сделал DimaTorzok Катя бережно торгуется, все боится передать Парень с девицей целуется, просит цену набавлять Парень с девицей целуется, просит цену набавлять Знает только ночь глубокая, как полазили один Распримись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани Распримись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани Распримись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани Распримись ты, рожь высокая, тайну святошь Сегодня у вас в гостях известный писатель Павел Филимонов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПАША, 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 ПИДОДРА! Бей на дна, бей на дна, бей на дна, бей на дна, ваша бедра. Девочка, Валентин, ах, кто ты? Ничего только не напишет. А вы Свету, Пономареву знаете? Знаю. Она здесь? Вроде бы не видно. А где она? Не знаю. Спасибо. Скажи, пожалуйста, олимпийский чемпион на кухне работает. Спился, небось? Нет, не пьет. Это и правда удивительно. Твои-то как дела? Да вроде ничего. Из ничего и выйдет ничего, как говорит товарищ Шекспир. Смотри, Севка, время-то идет. Оно идет, а ты стоишь на месте. Так посоветуй что-нибудь. У вас тут такие дела разворачиваются. Миллиарды вокруг, можно сказать, порхают. Ты что, Севка? Тебе удачу поднос на поезде привезли, выгрузили и поставили. Кто же все-таки эту мину подложил? А может и нет никакой мины. Но звонок-то был с угрозой? Звонок был, да. Ну вот и найди, кто звонил. На всю страну прогремишь. Тут уж я помогу. Ищу, Паша. Ищу. Другой разговор. Можно сказать, нашел уже. А этот занятный тип. Как его? Виктор Селезнев. Надо будет у Ирины расспросить, как он тут в педагогическом коллективе выживается. Спроси, спроси. Ну, черта мы ломаем-то я не пойму. Надо все наверх не выйти. Технику не поднять. Крышу чинить-то надо. С войны не ремонтировали. Девна! Давай! Между прочим, от колбасы жиреют. Да. Вот, смотри. Да. А, апельсинчик. А? Угу. Семен Петрович. Ой, Егоршка, что ты? Закаляйся, голый. А что научили такую безобразную песню? Не скажу. Не скажу. Что такое? Что такое? Что такое? Я с ребятишками учу песню. Начинается она так. Раз, два, три, четыре. Закаляйся. Гонышу, бэм-забор. Ударяйся. А теперь, детки, Алексей Старков. Ребята, я специально так оделся, чтобы показать вам несколько упражнений. Все хотят быть сильными, правда? Да. И многие считают, что сильным можно стать только при помощи штанги, гантелей, гирь, перекладины. Я покажу вам, как обойтись без этих снарядов. Так, внимание, смотрим все сюда. Поставили руки перед собой. Так, молодцы. И сейчас пробуем сводить ваши руки внутрь и напрягать свои мышцы. Внимание, начали. Сводим их. Еще раз сводим, напрягаем грудь. Чувствуете, как сила растет, а? Конечно! Ну как? Чувствуете, а? Дети у вас потрясающие. Смотрю и восхищаюсь. Воспитные. Никто не прячет. Про запас не хватает. Красивые дети. Хорошо, правильно. А теперь, ребята, следующее упражнение. Представьте, что вы сидите на полу. Нет, на пол садиться не надо. Здрасте, господа, товарищи. Отдыхайте. А нам можно, а? А ну-ка, выйдя отсюда. А чего орете? Чего мы сделали? Мы, может, тоже хотим посмотреть. Продолжайте, господин Старков. Каждому свое. Одному и это. Другому и это. И зря я хотел быть на вас похожим. Только об этом подумал, меня тут же девушка и бросила. Хороших вы тут девушек воспитываете. Порядочных. Верные жены, надежные подруги будут. Ну вот, 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 вот. Еще не начались ваши мероприятия, а результаты уже налицо. Неужели вы не видите? Неужели вы не понимаете, что ваши планы, ваши деньги, это только зло для людей? Сегодня утром вы чуть ли не полгорода споили. Обманули их, головы задурили им. И вот уже, пожалуйста, молодежь пьет, уже хулиганит. Господи, воистину, кара Господня. И поезд ваш, и вы сами. Точно! Долой капитализм! Сволочи! Всех не купишь! Долой! Сволочи! Долой капитализм! Всех не купишь! Сволочи! Сволочи! Сволочи вы все достали! Правильно директор вам сказал! Ну, успокойтесь вы! Посмотрите только на их гроши! Это что? Это что? Снаряд, что ли? Да вроде бомба. Наверное, с войны тут застряла. Смотрите, что ли? Смотрите, что ли? Авиабомба. Немецкая с войны. Ржавая. И не должна взорваться-то. Да нет, ржавая. Авиабомба. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Романов, срочно, Сафёров, под тревоги! И местная авиабомба! С войны! В детский дом! В монастырь! Давай быстрей! Куда детей? Рванёт! Разнесём всё к чертовому! Детей куда? Синицын! Давай подождём! Может, успеет унести! Лёша! Лёша! Назад! Лёшенька! Выходи! Ужи! Выходи! На улице не уходи! Наблюдать спокойствие! Опасный взрыв! Повторяю! Граждане! Всем оставаться в домах! Окна не открывать! На улице не уходи! Опасный взрыв! Граждане! Повторяю! Внимание! Всем оставаться в домах! На улицу не уходи! Окна не открывать! Заблюдать спокойствие! Без памятного! Опасный взрыв! Повторяю! Внимание! Граждане! Граждане! Субтитры подогнал «Симон»! Ты отдохни, стой! Сейчас! Расслабься, расслабься хоть чуть-чуть. Сейчас отдохну. Уходи. Зачем двоим-то? Я не останусь без тебя. Я все равно без тебя не останусь. Ты что? Как ребенка. Держим. Все будет, Лешенька. И ребенок. И все. Ты расслабься, расслабься. Я держу. Кто-то машину прогоняет. Хорошо. Сейчас мы ее погрузим. Сейчас. 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 Мерой. Ирина. Ирина. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Sure Sure DimaTorzok 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 Спокойно, чётко, без нервов. Можно подумать, о ней эту ситуацию заранее отрабатывали. А девушка, нет слов. Вернусь в Москву, напишу о них везде, где только можно. Да-да. Виктор! Ещё раз, подожди! Ты понимаешь, Гусев, какой-то вселенский свалачизм творится. Ты что думаешь, я бомбы испугался? Этой чёртовой бомбы? Да ты можешь думать всё, что хочешь. Я-то знаю, я этой бомбы не испугался. Только вот понимаешь, не сообразил, не сообразил. А он сообразил с грузовиком, а я нет. Вот. И теперь он герой. И этот амбал тоже. Но унести-то её никто не смог бы. Как же её так с этим грузовиком-то, а? Что же такое происходит? Да не переживайте вы так. Ну, обошлось и ладно. Все живы, здоровы, слава богу. Обошлось. Обошлось. Только без меня. Понимаешь, дург-дурси, всё как-то без меня обходится, а? Тут такие дела начинают происходить, а? И всё без меня как-то. Писатель этот, Филимон Купер, в Голливуд едет, со Спилбергом общаться будет. А я с тобой, Гусев. Жизнь-то она не стоит. Не стоит, Гусев. Часики-то идут. И плод. Каждый год мы там ремонт делали, крышу латали своими руками, протекает. Ну, и ребята вечно по чердаку лазили. Однажды костёр разожгли, картошку пекли. Откуда она там взялась? А вот напиши такое в книге. Скажут, враньё. Дешёвка. Ну, представь себе, Миша, представь, что не было бы этого поезда, не было бы всего этого. Она же всё равно раньше или позже рванула бы. Это знамение. Знамение сверху. Не цепляйся за прошлое, не цепляйся. Оглянись кругом, посмотри, что, что творится. Ну? Василий Петрович. Иду. Мишка, мишка. Извините, Алексей Васильевич. Я, короче, скотина я. Ну и... Извините. Извините. Эй, подожди. Чего тебе? Светка в отдельном купончивала, закрывшись на замок. А я у себя, правда, на замок не закрывался. Вот так. Врёшь? Не верь. Я сказал, долг исполнил. Там сами разбирайтесь. Пойду-ка, я спать, пожалуй. Очень рад был, познакомился. А меня, знаете, друзья в поезде приютили. Третий вагон, пятое купе. Заходите, буду очень рад. Напишу про вас обязательно. Всего хорошего. Ирочка, пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вообще. Мы не боимся, Михаил Борисович, нет. Михаил Борисович, мы не боимся. Вот посмотрите, не плачет никто. К нам же дядя Витя приезжать будет. Навещает нас. Мы как про него расскажем. Любой отстанет. Да, точно. Мы не боимся, Михаил Борисович, но без вас как-то и вообще. И вообще. Светка, вот ты где. Слыхала, что тут было? Надо же. С войны лежала, не заржавела. Рванула так, что будьте нате. Слыхала, да? Угу. Слушай, мне тут артист сказал, ничего у вас не было, да? Я-то было сначала завелся, а потом думаю, ну, не похоже, чтобы Светка... Правду он говорит, а? Ну и хорошо. Я мамане скажу, она поймет. А не поймет, так и наплевать на нее. В конце концов... Уйди, Костя. Светка. Уйди. Надоел ты мне. Все вы мне надоели. Уйди. Очень тебя прошу. А вы знаете что, ребята? Давайте споем какую-нибудь песню. Споем. Давайте. В отряд. В отряд. В отряд. Давайте. Сережа. Шел отряд по берегу, Шел издалека, Шел под красным знаменем Командир полка. Голова обвязана, Трот на рукаве, Свет кровавый, Истерится по сырой траве. Эй, по сырой траве, Чьи вы, хлопцы, будете, Кто вас в бой ведет? Кто под красным знаменем Раненый идет? Мы, сыны Батратские, Мы за новый мир! Счет идет под знаменем Красный Командир! Эй, красный Командир! Ведь скажи, Это она, да? Ну, ты говорил, у тебя кто-то есть. Она, да? Да. А что, заметно? Уж куда-то. Мил, пошли. Ну, Маша, Ну, подожди немножко. Ну, вот я вот сейчас Со спонсором разговариваю. Пошли, пошли. Я вот состою финансирование Для нашей картины. Ну, чего ты начинаешь? Так что вы говорили про резинку? Ну, скажи, Нет, нет, я все. То есть, я бы сказал. Где меня? Когда эта чудная девушка тебя бросит, Она тебя бросит довольно скоро. Почему? А зачем ты ей нужен? Так вот. Короче, Я тебя буду ждать. Я тебя всегда буду ждать. Хочешь обедать, приходи. Хочешь, но совсем. Витя, неужели ты считаешь, Что она... Неужели ты считаешь, Что это надолго? Прости, Витя, но... Прости. Гусев, а надо бы поймать его! Задержать надо! Не поймаю? А... А вот увидим. Ты, Гусев, будь наготове. Понял? Гусев, иди. Но далеко не уходи. Группу захвата предупреди. Я думаю, нам сегодня Непростая операция предстоит. Арест опаснейшего преступника. Так что давай, Гусев, готовься. Вам бы жениться, товарищ лейтенант. Дети, то, все. Слушай, а у тебя же сын, дочь, да? Так точно. А жена твоя в школе работает? Учительницы начальных классов. Ну и все у вас хорошо. Ты как бы счастлив. Ну понятно, что зарплаты не хватает. Дети иногда болеют. Жена ворчит. В общем, как бы оно вот так и должно быть, да? Так точно. Так должно быть. Разрешите идти? Да, да. Давай. Да, да. Ирка, что случилось? Внуки подземелья. Знаешь, что меня всегда раздражало в моей жене, с бывшей Машки? При всеми людьми раздражало и восхищало одновременно. Это то, что навсегда оказывалось право. Не в смысле будет дочь или нет. В отношении людей, то, что сделает, кто как себя поведет, проявит. Без ошибки. Как в воду смотрел. Это у него профессиональный, наверное. О чем ты? Да так, о чем. Это не важно. Я тебя слушаю. Что ты решил, что я собираюсь что-то говорить? Потому. Вот. Сперся, стала он наглую. Я же не герой. Мне можно. Хочешь? Витя, Витя, городной, я тебя люблю. Ты правда, ну скажи же, что мне делать? Вот что мне делать? Он противный. У него руки потные. Да и... Ой, господи. Но ведь он прав, понимаешь? Он прав. Я все время думаю. Я стараюсь себе ответить. Но я не могу. Он прав, скотина. Ты же сам говорил, надо устраивать свою жизнь. Действительно ее надо устраивать. Она одна. Что ты молчишь? Я только поняла, что я пошлая, вульгарная баба. Такая, как все. Но я не могу вечно жить в конуре вроде этой. Я не могу уйти с тобой в долину гейзеров. Потому что я туда не дойду просто-напросто. И ночевать с тобой в стогах или под забором я тоже не могу. Витя, Витенька, родной, я тебя люблю. Ты это знаешь. Ну как же быть? А наши дети? Ты разрешила нам иметь детей? А где они будут жить? Вот здесь? Романтика и не земная страсть. Все это прекрасно, но ведь не на всю жизнь. Ты бы, между прочим, тоже мог об этом подумать. И поговорил бы со своей Машкой. Может быть, она бы и работа тебе помогла, и жильем бы. Ты, между прочим, когда уходил, квартиру ей оставил. Значит, у тебя есть какие-то права в этом смысле? Сядь. Что ты, в самом деле, сядь? А вот тот же Пашка! Он-то о будущем думает. Он и квартиру купил, и в Голливуд пробился все это ради меня, потому что он меня любит по-настоящему. А ты? Так, может, ты к нему сразу и пойдешь. Что мы, на самом деле, дожидаемся? Паш, наверное, волнуется. Ну и вечерек сегодня. Сплошные бомбы сыплются на голову. Ирка, ты, главное, не мучайся, все нормально. И, коль скоро мы с тобой расстаемся, мы с тобой расстаемся. Вот что я тебе скажу. Да. Извините, что вторгаюсь, я на минутку. Витя Николаевич, я слышал, вы обещали за детьми присматривать, когда они разъедутся. Ну, навещать там, чтобы их не обижали, это правда? Да. Слава Богу, на вас можно положиться. Вот я списочек составил по распределению, кого куда направляют. Здесь адреса, телефоны. Ну, на всякий случай. Завтра суета будет. Вы садитесь. Да мне некогда. Вот коньяк. Извините, я человек пожилой, в нем можно. Вижу, вы познакомились, подружились с Ирочкой. Ну, дай Бог вам. Виктор Николаевич. Виктор Николаевич. Я вас даже... Даже не поблагодарил вас толком. За чего? За бомбу эту. Хороший вы человек. Я вижу. Пусть хоть у вас. Простите. Простите. Скоро и я воспитанником буду. Ну, не воспитанником, а среди других. Не знаю, как сказать. В дом престарелых переезжаю. Если у нас... Я ведь один. Семьи у меня нет. Была. Была, а теперь нет. Семен... Мэр зовет к себе жить. Но я не хочу. Да и неудобно. Я все думаю... Вот, Виктор Николаевич, вы... Вы умный человек. Хороший человек. Вот скажите мне, неужели это правильно? Неужели это и должно быть? Я все думаю, может быть, я в чем-то виноват? Может быть, надо было лечь костьми у порога? А? Да нет, Михаил Борисович, вы не виноваты. Вы никто не виноват. Просто жизнь меняется. Да. Да. Я понимаю. Я понимаю. Но ведь если это правильно, если это справедливо, то почему же так все это ужасно? И сегодня на площади жадные, тупые лица, откуда они взялись? Ведь их вчера еще не было, откуда люди-то были. Но другие... Мы с вами, Виктор Николаевич, Горького на дне репетировали. Ой, Господи, как будто это было в другой жизни. Так вот там у Горького есть замечательные слова. Человек выше сытости. И действительно выше, если он человек. А получается, что он ничего не выше. Чемодан денег показали. И... Все довольны. Но с другой стороны... Люди хотят жить лучше. С достатком. О жизни думают, о детях своих. Может быть, это и не жадность. И не тупость. А... Я... Я чего-то не понимаю. Мне казалось, что... Когда мы вместе... Поем песни, это и есть счастье. Я ошибался. Вот... Наказан... По делам. Я бы... Знаете... Вы меня извините, Евгений Николаевич. Я бы... С вами... Пошел. Я не спрашиваю, почему вы так живете. Видимо, для этого есть... Причины. Это не мое дело. Но... С вами по России пошел бы с удовольствием. Ночевал бы, где придется. Подрабатывал. Ну... В итоге... Под... Под забором. Простите. Ради Христа. Виктор Николаевич... Вы теперь вместе. Может быть... Бродяжничать-то... Перестанете? Да хватит. Хватит. Жаль, помочь вам не могу. Ни работы, ни жильем... Ну... Вы-то не пропадете. Ну... Список... Списочки я вам отдал. Пойду. Ой... Чуть не забыл. Виктор Николаевич... Я и... Там и свой адресок оставил. Ну... Будьте где-то рядом. Заглянете. Поговорим. Я буду рад. Печально. Печально. Жаль вы, конечно. Ты что-то начал говорить, когда он пришел? Что-то серьезное. Виктор Николаевич... Виктор Николаевич... Виктор Николай... Го pozis war... Очень-очень синяя, очень-очень синяя, очень юстырная, весь побелевая, а ты, ты была или не была, ты льгнала, ты не жила, добрая и злобная, тебя никак не вспомнила. Вот дур-то я. Слушай, что я делаю? Это же все бред собачий какой-то. Какой Пашка, какой Голливуд. Слушай, а вдруг ты правда поверил? Вдруг ты бросишь меня? Да я же у тебя много хваляться буду. Единька, прости меня. Прости меня ради Бога, если он есть. Да я без ученика, она никак не победила. Я встретила замечательную женщину. Лучшую в мире. Это правда. Я ее полюбил. Она полюбила меня. И мы были счастливы. Причем со страшной силой. Более того, судьба распорядилась так, что я умудрился совершить подвиг на глазах у любимой. Правда, я не был главным, но все равно жизнь рисковал. Это мечта каждого мужика стать героем. На глазах у избранницы. Спрашивается. Ну чего мне еще? Хватит. Пора и честь знать. Нет, я не пойду. Я никуда не пойду. Ты тварь, Ирка. Заплачь и обидеть ей уйти. Я люблю тебя, Ирка. Как ни странно. Поэтому. Именно поэтому. Все, иди. Да-да, я иду. Я уже иду. Я уже иду. До свидания, дядя Витя. До свидания, дядя Витя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ирка. Ирка. Что случилось? Почему такая спешка? Где твоя машина? Вон там. Ты что, бежишь от кого-то? Да, бегу. Пошли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Селезнев Виктор Николаевич, вы подозреваетесь в умышленной остановке поезда, а также подготовке террористического акта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы подложили мину на двадцатом километре от Зареченска. Вы угрожали взрывом. И тем самым добились остановки поезда. А сделали вы это для того, чтобы встретиться и как-то влиять на вашу бывшую супругу, кинорежиссера Марию Семенову. Субтитры создавал DimaTorzok Севы, вы что, серьезно? Сейчас. Сейчас. Опа! Ахахаха! Вот оно! Вот оно! Ах, даже так! Слушайте, как же вы успели, да? Молчать! Молчать! Одевайтесь! Ну что, садитесь. Ребята, можете одумайтесь. Но это же анекдот. Товарищ лейтенант, зря вы. Перед людьми истребно будет. Вот так, чтобы не суетился. А там посмотрим, что за анекдот. Что стоим? Что стоим? Быстрее сажаем его! Быстрее! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! Вася! Это я! Слушай, Вася, значит, вот что. Давай-ка ты эту нашу мину завтра все-таки найди. А еще лучше найди-ка ты ее прямо сейчас, а? Можешь наряд вызнуть? чего ах вот так заговорил так это значит я сволочь а ты значит у нас ангел в белых одеждах послушай друзья сегодня знаменательный день в истории города зареченска да пожалуй всей россии в новую жизнь отправляются дети новая жизнь распакивает перед ними двери ты капитоши не видела новая жизнь ждет жителей города и не думайте что в ней будет просто нам всем вместе придется очень и очень хорошо потрудиться чтобы жить счастливо и спокойно слово нашему любимому михаилу борисовичу зайцеву прошу вас пожалуйста товарищи товарищи до свидания спасибо вам за все жизнь движется что же наверно так и надо спасибо вам за все до свидания миша 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 Что? В Москву поеду. На институт поступать. Пусть на нем лежит в той степи глупой. Замерзал я в щит. В той степи глупой. Замерзал я в щит. Зря он вас. Не знаю, что с ним такое. Вроде был человек, как человек. А как этот поезд приехал, его как будто подменили. Дергается весь. Глаза блестят. Пить начал. Я даже его бояться стал. Вы знаете, не нравится мне все это, лейтенант наш. Мне вроде крыша поехала и с вами вон что. А недавно так нехорошо смеялся. Посмотрим, говорит. И автомат взял, когда уехал. А куда поехал? Да к дому там же сегодня. Гусев! 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 Выпусти меня отсюда. Но я далеко не убегу. Выпусти друг. Надо туда ошуровать. Что он там с автоматом натворит? Там же дети вокруг. Не дай бог! Не имею права. Гусев, у тебя семья есть? Где идти? А как же? Сын и дочка. Гусев, где они сейчас? Ну, соображай, где? Там же. Возле детского дома погулять пошли там. Там же сегодня. Гусев, ну, ну! Ну, ну, Гусев! Давай. Бывай. Машину давай. Нет машины. Он на ней уехал. Но ничего, я сам добегу. Куда ты сам? Давай звони друзьям, знакомым. У кого машина есть, давай. Попробую. Они, они тоже наветные. Все там. Все. ПОЕТ КОНЕЦ 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 Что это? КОНЕЦ Одну минуточку! Попрошу внимание! Я лейтенант Самошин, становлюсь на защиту этих несчастных детей. Которых обнаглевшие, торгаши и политиканы собираются выгнать из их родного дома. Камера, снимайте меня круто, чтобы вся страна, чтобы весь мир знал. Снимаем. Что такое? Я тебе покажу. Самошин, ты что, отставишь? Молчать! Молчать и не двигаться! Снимаем. Снимаем меня. Снимаем, ну-ну! Ну что? Раздача закончена или не закончена, а? Ну, конечно. Вы же все при деле, все устроено. Только лейтенант Самошин, ничтожество, неудачник, да? Посмотрим. Посмотрим. Теперь все узнают, что лейтенант Самошин, Вячеслав Алексеевич, спас детей и город. И покарал сам лично, своей рукою тех, кто пытался, понимаете? А? А? Стоять всем! Стоять! Мы жили мирно и счастливо, пока не приехал этот проклятый поезд! Вы же нам всю жизнь разрушили! И за вас, эти несчастные дети, могут срушиться крова! Понимаете это или нет? Что? Приехали в наш город с преступными намерениями, а? А? Приехали! Ну, конечно, знаменитости! Вас же все знают! А мы тут неудачники, недоумки! Да, мы простые люди! Конечно! Ничтожество! Мы простые! А вы же особенные! Посмотрим! Да! Ну-ка, особенные! Отошли сюда, в сторону! Все, кто с поезда! Отходят! Отходят! Жители Зареченска! Посмотрите на них! Сейчас! Они получат то! Нельзя! Дети рядом! Все, кто с поезда! Ну-ка, в сторону! Отойти! Я сказал! Ну, быстро! Быстро! Сейчас мы посмотрим! Жители Зареченска, не волнуйтесь! Вам ничто не угрожает! Сейчас на ваших глазах приговор будет приведен в исполнение! И вы спокойно разойдетесь по домам! Снимаем, снимаем, камера! Снимаем! Вот так! Еще! Давай, родной! Только как приедем, если там чего, ты сразу в сторону! И не лезь! Ты человек семейный! Дети у тебя! Сам говори! Чего не лезь! Я тоже с вами! Давай, давай! Разберемся! Гусев, ты же здоровый мужчина! Давай, поднажми! Ах, вот как красиво, а! Вы же у нас таланты! Герои! Это только лейтенант Самошин! Быдло и лицо в толпе, да? Жители Зареченска! Запомните эту минуту! Сейчас я от вашего имени покараю этих! Что, осознали? Одумались! Ха-ха-ха-ха! Давай вокруг! Ну! Попробуй сзади! Эй, лейтенант! Я здесь! Попробуй сзади! Ха-ха-ха! Какие люди! О! Сейчас мы вас, уважаемый Виктор Николаевич, попросим, просим, просим к нам! Да не стесняйтесь! Вас-то нам и не хватало! Граждане! Перед вами опасный преступник! Это он подложил мину! И угрозами остановил поезд! Но! В результате сложнейших следственных действий преступник был изобличен! Камера, снимаем меня, снимаем, крупно берем! Стоять через дом! Стоять! Витя! Витенька, не надо! Стоять через дом! Стоять! Преступник не подчиняется представителю власти! Значит, преступник будет уничтожен! Не надо! Не надо! Это не он! Вова! Вова! Не стреляйте! Это не он! Это все я! Я в милицию позвонил! Я хотел, чтобы Светкой снимал! Вова! Не стреляйте, товарищ лейтенант! Пожалуйста! Пожалуйста! Вова! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да я тебя не брошу. Станешь актрисой, выдань тебя замуж за хорошего человека. Я тебя не брошу. Хочешь яблочко? Я купил перед огнездом. Мой друг, клянусь сияющей луной, по сереблейшей кончике деревьев. Вы не клянись луною в месяц, разменяющийся. Это путь к изменам. Мой друг, кляньюсь сияющей луны, по сереблейшей кончике деревьев. В той степени глупой Замерзал я мщик В той степени глупой Замерзал я мщик И набравшись сил Чуя смертный час Он товарищу Одновал на газ Лежи, да и куда тебе идти? Сколько можно? Старый мужик Лежи, Витенька, лежи Находился, ты уже настранствовался Я теперь тебя никуда не отпущу Да и хватит, куда тебе идти Старый мужик А нога пройдет, на работу устроишься Если захочешь, конечно Я же тебе говорила Все можно сделать Я этим и займусь Никому ты теперь не нужен Кроме меня Кроме меня Не выпустим Болит нога Ничего, в Москве подлечит Сейчас приду Вить Ну сейчас, господи Ух 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ноченька, ночь зимняя Очень-очень синяя Коченею стыну я Весь побелел от иния Ты была или не была Ты гнала или не жила Добрая или злобная Тебя никак не вспомню я Так куда же я пойду Никого я не найду Только нежный снежный хруст Да синий свет от звездных бус Ноченька, ночь зимняя Очень-очень синяя Коченею стыну я Весь побелел от иния Ум-м-м, м-м-м Ум-м-м Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok